Владимир Топилин. Немтырь. Повесть. Утром меня вызвал начальник милиции майор Краев Виктор Фёдорович. Теряясь в догадках, я постучал в его дверь, доложил о прибытии. Товарищ Нолобов, здорово! Вот ты-то мне как раз и нужен. Отложив в сторону папку, приветствовал меня с места, через стол протягивая руку. Садись. Указал на стул, взял в руки какую-то бумажку. Северо-западный район твой? Да. Сколько ты там работаешь? Второй год пошел. Предугадывая очередное задание, ответил я. Все деревни знаешь? Положено знать. Это хорошо. Отложив листок, встал, сцепил руки за спиной, подошел к окну. О чем-то раздумывая, некоторое время смотрел на улицу. Потом, не поворачиваясь, спросил. В Каменной Горновке давно был? Недели две назад. Вспоминая дату последнего посещения населенного пункта, ответил я. Что-то там случилось? Я был немного растерян. Из всех входящих в мой участок деревень, она была наиболее спокойной. В том смысле, что в ней меньше всего случалось криминальных событий. У меня с ее жителями практически не было проблем. Слова начальника у Ярской милиции вызывали любопытство. А случилось там, товарищ лейтенант, одно непонятное происшествие. Будто бы, читая мои мысли, посмотрел на меня майор Краев. Если его таковым можно назвать. Он вернулся к столу, сел на место, взял в руки знакомую мне бумажку, начал читать. Начальнику районной милиции, товарищу Краеву, В.Ф. Докладная записка. Исполняя обязанности председателя сельского совета деревни Камена Горновка, докладываю. На подворье гражданки Зенты верит, замечен неизвестный гражданин, проживающий 7 дней с 12 июня 1955 года. На требование предъявить свидетельство о регистрации или паспорт, гражданин ничего сказать не может. Зента утверждает, что это ее брат. Прошу разобраться с незнакомой личностью, как с опасным для окружающих человеком, от которого можно ожидать чего угодно. Председатель сельсовета Кмых Иван Федорович. 19 июня 1955 год. Прочитав донесение, Краев отложил его в сторону, потянулся за папиросами, закурил. Что скажешь, товарищ участковый? Даже не знаю. Я об этом слышу впервые, никто не говорил. А кто может сказать? Там деревня, все друг за другом горой. Сам понимаешь, латыши народ дружный, круговая порука. Сядет самолет, скажут не видели. Это так, добиться правда тяжело. Есть какие-нибудь предположения? Холодно посмотрев на меня, спросил Виктор Федорович. Дезертир? В том и дело, что если уклоняющийся, у нас была бы в архиве на него ориентировка. Старовер? Хм, зен-то латышка. Они с островерами никаким боком. Беглые из зоны? Может быть. За последние годы из лагерей много зэков сорвалось. Есть такие, кого не нашли. Надо проверить. Надо, уважаемый Валерий Дмитриевич. Надо. И как можно скорее. Мне сейчас выезжать. Ты еще здесь? Усмехнулся начальник. Разрешите идти? Скачив с места, спросил разрешение. Иди. Напутствовал он меня суровым басом, погружаясь в бумаги. Завтра к обеду, чтобы на моем столе был протокол допроса. И на выходе, пока я не успел закрыть за собой дверь, приказал. Оружие с собой возьми. Неизвестно там чего. Есть. Быстро собравшись в дорогу, на ходу соображая, как мне попасть в каменно-горновку, вышел на крыльцо. Кроме старенького фронтового Виллиса, крытого автозака ЗИС-5, для перевозки подозреваемых, милиции машин не было. Обе были постоянно задействованы, поэтому надеяться на автомобильный транспорт не приходилось. Ездил участковый милиционер по району, в лучшем случае верхом на лошади. Водитель, стоявшего у конторы Виллиса, приветствовал меня из-под капота на подстанными взмахами руки. Шагай, милок, вон туды, там тебе дадут сивку. А на меня не рассчитывай, без тебя ездоков хватает. Просив косой взгляд на равнодушного к моим проблемам с шофером дядей Ваню Петровым, я пошел в сторону конюшни. Но и здесь постигла неудача. Увидев меня дежурный конюх, дядька Степан Потехин издали закричал. Даже не подходи, нет лошадок, все задействованы. Наряд из-за зернов не вернулся. С утра двух коней на подхоз забрали. Тремеря на колхоз на вывоз сено подрядил, остальные лошади на выпасах. Так что, если хочешь, бери седло и дуй в луга. Там тебе Витька стегаря в кабел даст. Тащить на себе седло в луга, до которых было 5 километров, не хотелось. Тем более, что это было в противоположной необходимого маршрута стороне. Мне ничего не оставалось, как собравшись с духом идти в деревню пешком. Вспоминая недобрыми словами тот день, когда меня отправляли на курсы шоферов, а я отказался. А также счастливчиков в пустой конюшне Степана Потехина, а заодно и Витьку Стригалёва в лугах с его кобылой. Расстояние до Камена Горновки от Уярока до 20 километров. Если ехать на коне, можно срезать через лес по прямой. Тогда путь будет в два раза короче. Добираться до деревни два часа. Но пешком лучше идти по тракту, так быстрее. Да и надёжней. Проверено ногами. Был случай в прошлом году под осень. Я пытался пройти так, как подсказал Степан. Ничего хорошего из этого не получилось. Как ни старался, к утру всё равно вышел на луга к Витьке Стригалёву. И всё же мне повезло. Едва выбрался за околицу, меня догнал мощный скоростной 100-д байкер. Лихой шофёр-фронтовик Пашка Зыков два раза в неделю возил из Красноярска продукты на склады общественного питания. Мне не раз приходилось ездить в кабине американца, на котором он катался 12 лет. Этот студик Пашка получал на фронте, перегонял по ленд-лизу по военно-грузинской дороге, в 43-м воевал, доехал до Берлина, а потом согласовал все документы, прикатил через всю страну в Красноярск. Хороший Пашка Зыков шофёр ответственный, как мужики говорят, от бога. Машина у него в идеальном состоянии, ничто нигде не гремит, не звенит, не брякает. Двигатель как часы. Ходовая часть вызывает зависть у многих водителей. Кабина недавно покрашена в зелёный цвет. Все дырки от пули аккуратно заклёпаны заплатками. Как бы и когда кто-нибудь не просил выйти в рейс, всегда выезжал без проволочек. Несколько раз майор Краев посылал в управление внутренних дел города Красноярска требование перевезти Зыкова к нам, в милицию. Но всякий раз Павел находил повод для отказа. Лихой водитель подвозил всех, кто голосовал на дороге. Тормозил рядом со стоявшими обочинами машинами. Предлагал помощь молодым, неопытным шофёрам или какому-нибудь колхознику, у которого развязалась супонья коня. При этом с языка слетала одна и та же фраза, которая, по его мнению, подходила для каждого. «Что, дядя, закусило?» Что могло закусить, понятно, одному Пашке. Несведущий человек мог подумать, что это была какая-то отвалившаяся запасная часть или момент употребления огурца после ста грамм. И только немногие знали, что во время войны, когда он с товарищами гонял машины через перевалы, каждый из них шептал своеобразную молитву, чтоб при спуске не закусило рулевую сошку и не провалилась педаль тормоза. Останавливал Пашка и мне. При этом, широко распахнув дверь, приветствовал доброй улыбкой с прилипшей на губах папироской. «Что, сыщик, всех бандитов пойвал!» Залез к нему в кабину, захлопнул за собой дверь. Уже внутри мы крепко пожали друг другу руки. Пашка хрустнул коробкой, надавил на газ. Порожний студик запрыгал по кочкам мячиком. «Экспедитор тетя Саша Воблер, 45-летняя тучная тетка, недовольно пыхтела носом, потому как перевозка посторонних пассажиров на спецтранспорте строго запрещена. Мы не обращаем на нее внимания, знаем, что она всегда в плохом настроении, готова выпихнуть меня над дорогу в полной скорости, потому что ненавидит пыльную одежду и грязные сапоги. Подобное отношение проявляется у нее ко всем, поэтому кто-то окрестил ее неприятным прозвищем Вобла. Жестикулируя, Пашка рассказывает о затянувшихся дождях, разбитой дороге, отсутствии новых колес для машины, о корове, которая сегодня ночью забрела к нему в огород. Я охотно поддерживаю в любой теме, сдвинув бровик, переносится и Вобла Сурова умолчит. — Что, как всегда до своротка? — спросил Пашка, проезжая последний километр дороги. — А может, подбросишь, как в прошлый раз? — Представляю грязь после вчерашнего дождя. Как идти к деревне пожиже, похожей на сметану. Как она чавкает под сапогами и, разбрызгиваясь, попадает на одежду. — Три километра проселочной дороги будут длинными. Сапоги б не утопить. От если бы Пашка довез меня до Каменно-Горновки, как это было два месяца назад, в Распутицу, все было б хорошо. Что ему стоит на трехосном вездеходе проехать туда и обратно? Три раза на гашетку надавить. Однако, сегодня рядом с добрым шофером сидит насупившаяся вобла, которая считает себя едва ли не начальником службы снабжения Красноярского края. — Некогда нам! — выпитив нижнюю губу, как карась поспешно ответила за Пашку тетя Саша. — Нас в городе еще вчера ждали на погрузку. Сегодня надо назад вернуться. Водитель студика, отпустив руль, растерянно развел руками. — Извини, дорогой, дела. Попытался сгладить неприятную ситуацию. — А что в деревне-то случилось-то? — Что там может случиться? — Наверное, к зенте пошел. — Насчет брата? — за меня ответила вобла, не глядя в мою сторону. — Шутка ли? Мужик двадцать лет пропадал. Оказывается, с осведомлением у местного населения дела обстояли гораздо лучше, чем в милиции. Оставшиеся триста метров пути тетка Александра выдала мне больше информации, чем майор Краев в конторе. Рассказ она преподнесла с показательной важностью, словно жила с братом зенты все годы в одной избушке. И знает всю правду только она. По розовым щекам и масляным глазкам становилось ясно, что распространять сплетни ей доставляет огромное удовольствие. Так я узнал, что брат зенты верит, таинственным образом исчез из деревни еще до войны. В конце тридцатых годов где-то скрывался, жил в тайге. Там у него семья, дети, хороший дом и, возможно, небольшой прииск. Также есть наемные рабочие. Золото на лошадях он перевозит и продает в Китай. «Возможно, я услышал бы намного больше, если бы Пашка не нажал на педаль тормоза». «Приехали». Пожелав водителю счастливого пути и подарив тетке Александре недоверчивый взгляд, выскочил из кабины на дорогу. Перед тем, как захлопнул дверь, до моих ушей долетела осуждающая речь шофера. «Ну и трепуха же ты, каких свет не видывал!» Не буду долго рассказывать, как месил грязь, в каком измученном состоянии наконец-то через два часа вошел в деревню. Сапоги и одежда были перепачканы, возникало огромное желание почиститься, помыть руки и лицо, да и недалекая речка под горкой позвала журчанием воды. Свернув в сторону, спустился туда, стал приводить себя в порядок. Склонившись над водой, не сразу заметил женщину. Она спустилась с пригорка по тропинке, подошла к мазкам выше по течению, вступила на доски, сняла с плеч коромысла с ведрами. Заметив боковым зрением движение, я посмотрел на нее. Она, узнав участкового милиционера, кивнула головой, опустила емкости в воду. Я поспешил к ней. — Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, где живет Зентаверит? Та вскинула пышные брови, холодно посмотрела на меня, с акцентом, выдававшим тесное родство с латышами, махнула рукой на другой конец деревни. — Туда идите! От леса третья изба справа. — Да, вон ее видно! Показала рукой на дом вдалеке. С голубыми ставнями, на которых ласточки вырезаны. Можно и здесь пройти по берегу, чтобы по улице в грязи не идти. Тут по тропинке чище. Вон там перед домами есть проулок, по нему к самому дому выйдете. Охотно пояснила она и, согнувшись в поклоне, подхватила коромыслом полные ведра. Уравновесив на плечах тяжелый груз, неторопливо пошла в горку. Недолго посмотрев след, я пошел вдоль берега. Идти по тропинке оказалось удобнее. Трава и подсохшая грязь давали ногам твердую опору, а сапоги и одежда оставались чистыми. На моем пути часто встречались широкие деревянные настилы, прокинутые хозяйскими руками сверху вниз в крике. По ним гоняет скот на водопой. Отсюда хорошо видны обширные усадьбы вдоль излучины, с крепкими лиственными домами, многочисленными хозяйственными пристройками и огромными огородами. Все сделано на совесть. На века. Несколько десятилетий назад при царском режиме латышские семьи переселили сюда с целью освоения Сибири и заселения свободных земель. Многие приходили сюда не по собственной воле, но как потом оказалось, на счастье. Щедрый лесом, землей, волей край за короткое время обогатил народ. Тот, кто не ленился, жил не просто в достатке, а в богатстве. Травы выше человеческого роста, плодородные земли позволяли держать каждой семье до пяти дойных коров, по две-три лошади, несколько десятков овец и свиней. Старожилы помнят времена, когда перед революцией совет старейшин деревни Каменно-Горновка заключил договор с Данией на поставку продуктов питания. Каждый год по железной дороге за границу отправляли по 40 вагонов сливочного масла. Последующие годы шла коллективизация, а за ней 1937 год. Перечеркнули размеренную, благодатную жизнь литовской деревни. Что с ней случилось, я как представитель власти не вправе говорить. Большая деревня Каменно-Горновка, длинная и широкая. Вокруг нее поля, луга, с северной стороны подступает тайга, в которой на сотни километров нет ни единого населенного пункта. Поэтому мне понятен образ жизни жителей, параллельно с сельским хозяйством, занимавшихся охотой и рыбалкой. Латыши народ скрытный, недоверчивый. Вероятно, этому способствовали годы коллективизации и ее последствия. В каждом доме осталось полтора мужика, в некоторых живут одни женщины и старики. С чужими людьми на контакт идут неохотно, в лучшем случае разговаривая из-за высоких глухих ворот. То, что женщина с ведрами указала мне дорогу, было исключением. Без труда, добравшись до усадьбы, Зент и верит, остановился перед забором, постучал в тесовые ворота. Внутри залаяла собака, через некоторое время послышались мягкие шаги, звякнул железный засов, в проходе появилась приятная лет сорока женщина. Увидев меня, не удивилась. Даже не спросив, зачем пожаловала, нас скромно поприветствовала, отошла в сторону, пропуская в ограду. Показалось, что ждала меня. Таким покорным и участливым был ее взгляд. Закрыв собаку в конуре, указала рукой на веранду дома, с певучим акцентом пригласила. «Проходите, сейчас я его позову». Не ожидая такого приема, я медленно поднялся по ступенькам на крыльцо, прошел застекленную прихожую, увидев чистый пол и стиранные, вероятно, недавно растеленные половики, я разулся. Вернувшись на крыльцо, снял сапоги и только потом прошел к столу. В ожидании хозяев достал из папки необходимые бумаги, перо, чернила, сел на стул, приготовился писать. На всякий случай проверил пистолет, поставил ТТ на предохранитель, засунул в кобуру, но не застегнул, чтобы можно было быстро вытащить. Ждал недолго. Со стороны огорода послышались торопливые шаги. Через высокое окно были видны только головы идущих, женщин и мужчин. Приподнявшись со стула, увидел хозяйку дома и незнакомца лет шестидесяти. И каково же было мое изумление, когда узнал, что ошибся. Сначала на веранду зашла она, потом он. Первое, что меня поразило, его лицо. Чистое, молодое, с редкой сеточкой морщинок вокруг глаз. Голубые ясные глаза казались усталыми и безразличными. Движения резкие, нервные, напряженные, как у испуганного зайца. И белая, как свежий пепел, седая голова. Я не сразу понял, почему принял его за мужчину в возрасте. Стоя передо мной, он таким не казался. Но тогда, почему у него такие седые волосы? Увидев меня, он замялся, стараясь вести взгляд в сторону. Не находя места, начал переступать с ноги на ногу, выискивая поддержки у хозяйки дома. Строго посмотрев на него, я приступил к своим обязанностям. Прежде всего, указав на стулья, предложил им присесть. Разговор обещал быть долгим. Потом, обозначив на протоколе номер допроса, задал вопрос женщине. Зенту Марисовну верит. Кем приходится вам этот гражданин? После короткой записи, продолжил я, кивая головой на незнакомца. Родной брат. Понятно. Так и запишем. И к нему. Ваша фамилия, имя, отчество. Тот испуганно посмотрел на сестру, потом на меня, и замер в оцепенении. Янис Марисович верит, поспешно ответила Зента, положив ладонь на его руку. А у него что, язык отсох? Пусть сам за себя отвечает. Так положено, строго посмотрев на него, попросил я. Он не может говорить, пояснила сестра. Немой, что ли? Нет, был немой. А что тогда? Почему молчит? Он, он, он разучился говорить. Что? Не понял я. Он не умеет говорить. Более твердо проговорил Зента. Как это? Не умеет говорить? Иностранец, что ли? Нет, не иностранец. Он без людей долго жил. Один. Забыл все. Только меня понимает. Я его заново учу речи. Ты мне зубы не заговаривай, возмутился я. Как это можно разучиться говорить? Он что, в пещере родился? Нет, не в пещере, стала объяснять Зента. Он здесь родился, с нами. А потом, с семнадцати лет до этой весны, живет в тайге. Ничего не пойму, растерялся я. Как это? В тайге один с семнадцати лет. Почему так случилось? Долгая история. А я не тороплюсь. Мне без протокола от вас не уйти. Так что рассказывай, приказал я, обмакнул перо в чернильницу. Приготовился писать. Все говорить с самого начала? Да, и как можно подробнее. Зента посмотрела на брата, тяжело вздохнула. Тот удивленно вскинул брови, замычал, попутно жестикулируя. Сестра закивала головой, давая понять, что разговор будет длинный. Соглашаясь, я не спокачал головой. Говори, если что, спрашивай меня. Перед войной это было в тридцать седьмом году. После некоторого молчания началась Зента. Мне тогда двадцать лет исполнилось, ему семнадцать. Осенью отец и братья ходили в тайгу. Перед тем, как уйти на осень, надо было по хозяйству к зиме прибираться. Сено подвезти, картошку в погреба засыпать, пчел в зимник спустить. Да мало ли у крестьянина работы. С утра до вечера присесть некогда. У нас тогда две коровы было, лошадь, две козы, поросенок до полтора десятка куриц. Все, что осталось после... Ну, сами понимаете. А, до коллективизации... Рогатого скота пятнадцать голов, пять лошадей... Впрочем, это не записывайте, это ни к чему. Так вот, значит, покуда отец с сыновьями делом занимались, отправил Яниса в тайгу, махнул в сторону брата головой. Сходи, мол, сын, на избушку, ты дорогу знаешь. Унеси продуктов, посмотри, не завалились ли ловушки. Дров наготовь и назад возвращайся. Пока он ходил, все и случилось. Зента рассказывала. Я иногда останавливал ее, не успевал записывать. Чем дольше длилась речь, тем больше вникал в суть. Глубже проникался историей простого парня, волею случая, оказавшегося наедине с самим собой. Иногда после ее слов мне становилось страшно, потом больно, затем обидно и стыдно, со всех нас, за тех, кто одним розчерком пера сломал, искалечил судьбы человеческие. Непонятно зачем. И чем дальше говорила Зента, тем короче становились мои предложения на листе бумаги. Я начал понимать, что все, что случилось с Янисом, не для протокола, который ляжет в сейф под семь замков. Это должно быть обнародовано для более широкого круга людей, как история, память, урок, потому что такое забывать нельзя. В итоге, отложил перо в сторону, брал редко, писал мало, но по существу. Старался запомнить любую мелочь, которая могла пригодиться для будущего рассказа. В том, что буду писать эту историю, даже не сомневался. Тогда еще не предполагал, когда это произойдет, через месяц, год или десятилетие, знал одно, напишу, обязательно напишу. Здесь я не случайно разрываю границы рассказа, уступая место моему представлению. Думаю, сейчас наступило время удовлетворить любопытство читателя, предоставив на суд жизнь молодого Яниса Вереда, чтобы потом сделать выводы, кто прав, а кто виновен в его судьбе. Перешагивая через колодину, Янис подвернул правую ногу. Нестерпимая боль, как зубья медвежьего капкана, схватила, закусила, сковала движение. Бросив дрова, он присел на поваленное дерево. Согнувшись, долго сидел не в силах пошевелиться. Нога попала между засохшим мхом камней. Переступая через препятствия, не заметил естественной ловушки. Попался, как колонок в курятнике. И зачем пошел короткой дорогой? Почему не обошел упавшую пихту со стороны вывернутого корневища? Заготавливая дрова, носил поленье там, по натоптанной дорожке, а в последний раз решил сократить путь. Помогая руками, осторожно поднял ногу, ощупал место травмы. Каждое прикосновение в суставе ступни отражалось болезненными спазмами. Попробовал покрутить, вроде не хрустит. Скорее всего, растянул связки. До избушки оставалось сто шагов. Нужно до нее добраться, отлежаться на нарах. Встал, попробовал наступить по всему телу, к голове простреливают вспышки молний. Опять сел, да успокоится нервом. Придется скакать на левой ноге, но получится ли? Кругом кочки, коряги. Запнешься, упадешь, потом как подняться? Нет, надо вырубить палку, но чем? Топор там, возле дров. На поясе нож, который он тут же достал из ножа, насмотрелся. Недалеко, в трех шагах растет рябинка. Передвигаясь по колоде, не добрался до нее, дотянулся, заломил, срезал ножом. С палкой подняться легче. Удерживаясь за нее, встал, попробовал сделать шаг. Получилось. Подпрыгивая на здоровой ноге, опираясь, продвинулся вперед. Медленно, часто останавливаясь, чтобы успокоить боль, поскакал, как стреножный конь к зимове. Старался двигаться рядом с деревьями, чтобы можно было опереться свободной рукой на стволы, набраться до избушки составило больших усилий. За то время, пока прыгал от колодины, можно было перенести к зимовью поленницу дров. Рядом крутится черно-белая собака, скулит, наклоняя голову. Что с тобой, хозяин? Ах, елка, попал я, ногу подвернул. Надо ж такому случиться. Кое-как, доковыляв до сеней, схватился за косяки, дошел. Палку отставил в сторону, открыл дверь, с усилием перекинул ногу через порог. Теперь надо влезть самому. Просунул голову и плечи внутрь избы. Задержался. Стоял долго, соображая, как затянуть вторую ногу. Хватившись одной рукой за край стола, другой опёрся на дрова в углу. Подтянулся вперёд, со стоном наступил на больную ногу, перевалился внутрь. Доковылял донар. Присел. Закинул правую ногу на постель, наклонился, стянуть бродни. Больно? С большими усилиями, медленно снял обувь, бросил на пол. Развернул портянку, потом чулок. Нога в суставе заметно опухла. Превозмогая боль, ощупал её, осмотрел, осторожно прикрутил в разные стороны. Назревающий синяк с правой стороны подсказал сильные ушибы и растяжение связок. Прилёг на нары. Аккуратно прикрыл ногу одеялом. В тайге один. Помочь и сходить в деревню за помощью некому. Придётся ждать, когда опухоль и боль отступят. Но сколько? Хорошо, если к утру. Если придётся лежать несколько дней. Сегодня идут шестые сутки, как он вышел из деревни. Два дня на дорогу сюда. На третьей починил крышу избы. На четвёртой и пятой ходил по путику, проверял исправность ловушек и самоловов. Сегодня с утра занимался заготовкой дров, свалил три еловые сушины, распилил, расколол и перенёс под навес. Перетаскивая последнюю охапку поленьев, подвернул ногу. Завтра на рассвете надо возвращаться. Послезавтра вечером будут ждать дома. Обдумывая своё положение, незаметно для себя закрыл глаза. Сказывалась усталость и напряжение последних дней. В состоянии покоя нога утихла. Он забылся. Очнулся вечером от холода. Пробираясь к нарам, забыл закрыть за собой дверь. Избушка выстала. Деяло лежало в стороне. Услышав его, из-под настила вылезла ёлка. Закрутила хвостом. Как дела? Приподнявшись на локти, он зажёг керосиновую лампу, посмотрел на раздувшуюся ногу. На месте травмы распылось большое фиолетовое пятно. Любое движение доставляло боль. Осторожно поднялся, упираясь за нары и стол, допрыгал к двери. Захлопнул. Затопил печь. На полу под порогом котелок с кашей, сваренный накануне вечером. Поставил на плиту. Дождавшись, когда подогреется, вывалил содержимое в чашку. Нехотя съел. Остатки отдал собаке. Перед тем, как лечь спать, нашёл старую тряпку, помочился на неё, сделал компресс. Выставив к тёплой печке босые ступни ног, долго лежал, глядя в потолок. Думал о доме. И не заметил, как уснул. Ночь прошла в муках. Переворачиваясь на другой бок, я не стревожил больную ногу. Любое прикосновение к ней доставляло неудобства. Ступня и сустав мозжили, не давая уснуть. Утро не принесло улучшений. Казалось, опухоль немного спала, но едва он отпустил ногу вниз, опять навелась тяжестью. Очевидно, что в таком состоянии пройти далеко не сможет. Ничего не оставалось, как отвалившись на нары, ждать положительных изменений. Все последующие дни я не слежал, поднимаясь лишь для того, чтобы затопить печь, выйти на улицу по нужде и сделать перевязку. Есть не хотелось, однако сильно мучила жажда. Он пил много. Ручей протекал неподалеку от зимовья, в десяти шагах. Два раза в день, опираясь на палку, прыгал с чайником к нему за водой. Знал, что от употребления жидкости быстрее идет восстановление. Так говорил отец, а он был всегда прав. На пятый день утром я не почувствовал острый приступ голода. Встал, потянулся к пустому котелку, разочарованно звякнул крышкой. Как волк бросился к мешку с сухарями, нагреб в чашку, грыз, запивал холодной водой. За едой не сразу заметил, что может приступать на правую ногу. Когда понял, обрадовался. Опухоль спала, беда виновала. Все же долго ходить не мог. При нагрузке в суставе возникала боль. Ходить на большие расстояния рано. Весь день передвигался неподалеку от избушки. Сварил большой котелок овсянки, прибрал оставшиеся дрова, принес пилу и топор, выложил под навесом третью полейницу. Поднял на лобазь принесенные продукты. Занятый делами не сразу заметил, как приступил вечер. И закончилась в котле каша. Довольный переменами, Янис радостно гладил елку, трепал за ушами, ласково приговаривая. Вот видишь, как получается. Задержались мы тут с тобой. Но ничего. Завтра поутру пойдем на выход домой. Нас там заждались, а может идут сюда. Как бы по дороге не разминуться. Собака была единственным живым существом, с которым можно было поговорить в тайге. И парень пользовался этим общением в любую свободную минуту. Утром чуть свет, встал на ноги. Поднял легкую котомку за спиной с небольшим запасом продуктов на два дня. Снял со стены в сенях ружье, повесил на плечо. Нож закрепил на поясе, в руки взял рябиновую палку, без которой еще не мог шагать. Прежде чем уйти, осмотрел зимовье. Перевернул чистую посуду, оставил приоткрытую дверь, чтобы не заставился воздух. Перед входом сени набросал головешек от медведя, и только потом шагнул на едва заметную тропинку. Знал и был уверен, что за время отсутствия здесь сохранится порядок. Сюда никто не приедет, не придет. Да и что может случиться за несколько дней? Через неделю, максимум 10 дней, они придут на промысел. отец, два старших брата и он, как это было всегда. Начнут промышлять белку и соболя, потому что таков образ их жизни. Шагая по тропинке, я не сдумал о хорошем. Как зайдет в дом, родные встретят, будут расспрашивать, оказывать внимание, сочувствовать, матушка и сестра переживать, отец и братья сдержанно с уважением помалкивать. Потом сходит в баню, после нее сядет за стол, ему нальют парного молока, наложат гречневой каши с маслом, которую он так любит, подадут свежего, испеченного утром хлеба. Ночью будет спать под теплым одеялом на пуховой перине. Утром матушка напечет блинов с творогом или нажарит пирожков с картошкой и капустой. Днем он увидит Ингу, самую красивую, милую девушку, живущую на их улице наискосок через дорогу. Может быть, им удастся поговорить, а вечером встретиться. Она будет тиха и скромна, он нежен по отношению к любимой. Они будут стоять на своем месте за пригонами у реки. Прикрывая полой куртки, он будет прижимать ее к себе, а она робко поднимает смущенное лицо, доверять свои губы его губам. От воспоминаний и представлений Янис зашагал быстрее. Кажется, что в тайге нет препятствий, через которые он не смог бы перескочить. Забыл, что прихрамывает, опираясь на палку. Гора казалась пригорком, а крутой спуск пологим валом. Ружье и котомка не имели веса, а дорога чудилась в два раза короче. Как хорошо, что есть путь домой. К деревне подходил в сумерк. Прошло две недели, как вышел из дома. Возвращаться пришлось позже на семь дней. Его, наверное, заждались. В деревне стояла тишина, как после праздников. В редких домах светятся огоньки керосиновых ламп. Люди управились по хозяйству, коротают вечер за столом. Собаки молчат. По всей улице не слышно движений. За Паскотиной Янис свернул за огороды. Вдоль реки прошел к заднему входу на подворье. Ворота оказались не заперты. Вероятно, его ждали, поэтому не закрыли крепкий засов. Задернув за собой деревянную задвижку, прошел вдоль конюшни, вышел к пригонам для коров, остановился. Возле стайки стоит матушка с вилами в руках, задает скотине сено. Рядом с ней сестра с полными ведрами поэла для коров. Увидели собаку, озираются по сторонам, выискивая его в темноте. Я не судивился, в латышских семьях не принято ухаживать за хозяйством с женщинами, кормить и прибирать за скотом заботу мужчин. Первые могут доить коров, не более. Он вышел к ним. Что вы тут делаете? Без вас братья не управятся? Тихо! Быстро негромко оборвала его мать. «Что случилось? Где мужики?» «Ничего не понимаю», повторял он. «Говорят же тебе, говори шепотом!» подскочила зента. «Почему?» «Услышат!» «Кто?» «Что надо?» «Иди сюда, под крышку, с глаз подальше, а то увидят!» «Да кто слышит? Кто увидит?» теряясь в догадках, крутил головой Янис, но послушно понизил голос и передвинулся под навес. «Где отец?» «Нет отца!» со страхом в голосе ответила мать. «Забрали их!» «Сразу после того, как ты ушел!» «Как забрали?» «Куда?» переспросил он и осекся. «Понял все!» «Молчи вовсе!» «Не говори ничего!» почти в ухо шептал ему Зента. «Савиц кея услышат!» «Ты думаешь они?» холодно прошептал Янис, посмотрев на дом соседей. «Я не знаю! А только кто кроме них может написать!» «Ох, сынок, вовремя ты ушел!» перебила мать-дочь. «В ту же ночь под утро постучали! Не объясняли как и что! Вывели отца Юриса и Андриса! Увезли на машине! До сих пор не знаем что с ними и где они! Тебя тоже хотели забрать!» Я не соохватил страх за отца и братьев! За свою дальнейшую свободу! Он знал что такое пришли ночью и забрали! Последний год с их улицы таким образом арестовали четыре семьи! Они были пятыми! «Вот здесь на задворках засада была!» продолжала матушка. «Тебя караулили почти две недели! Только сегодня утром уехали! Однако наказали как явишься сразу прийти в сельсовет и председателя предупредили чтобы он тебя ждал! Он сегодня за день три раза приходил! Недавно ушел! Может и ночью заглянуть!» На глазах матери и сестры копятся слезы. «За что? Почему? Зачем?» Ответа нет. Как нет уверенности за спокойный завтрашний день. «Уходить тебе надо, сынок!» Обхватив его за плечи, прижавшись к груди мокрым лицом, шептала мать. «Немедля заберут и тебя не вертаешься, а так хоть жив будешь!» «Куда ж, мама?» «В тайгу! Откуда пришел? Там тебе жить надо, походу все не уляжется». «Ммм, когда ж все уляжется?» «Я не знаю». «А как же?» «Ничего не спрашивай! Сейчас мы тебе котонку соберем?» Обратилась к Зенте. «Давай, дочка, неси, неси все, что есть. Там мука, колбаса, сало, сухари, масло, хлеб. Сама все знаешь. Неси все!» Зента убежала в дом. Я, низкак заблудившийся горах путник, не зная, что делать, растерянно смотрел по сторонам. В голове мелькали сполохи. Не забыть бы чего. «Запасы для ружья, матушка!» «Там, у тяти в ящике, на полке. Порох, дробь, пистоны, пули, надо взять!» Она махнула рукой и убежала в дом. Он остался стоять в темноте у пригона. Послышались поспешные шаги. Согнувшись под тяжестью, Зента несет большой мешок. Я не схотел противиться, но промолчал. «Тайга все съест!» «Тут тебе накидало, что под руку попалось!» Он стал перекладывать продукты в котомку, потом спохватился. «Все равно не войдет!» «Надо вязать груз в понягу, так будет легче нести!» Зента поняла его без слов, бежала под крышу, вернулась с прочными крошнями, на которых они перетаскивали на спине в тайгу продукты. Янец быстро увязал мешок. От дома спешила матушка. «Вот, собрала все, что было!» Передала ему тяжелый мешочек, за ним теплые вещи. А тут рукавицы, носки шерстяные, шапка, штаны суконные для зимы. «Зачем все? Я что там, буду до морозов?» Хотел противиться Янис, но осекся. Он не представлял, сколько придется жить там в тайге. Матушка, будто читая его мысли, вспомнила «Лыжи!» «Там в сарае под стрехой», подсказал он зентя, а когда та убежала, стал быстро увязывать котомку и одновременно давать короткие наставления. «Коням овса много не давайте, зажиреют, потом работать не будут. Пчел в зимник уберите, чтобы не померзли. Скоро снег выпадет, лопаты там, под крышей. Морозы начнутся, отдушины в дом закройте, а то холодно будет». Схлипывая в ответ, не переставая смахивать платком слезы, матушка кивала головой. «Знаем, не беспокойся». Он увязал мешок на понягу, попробовал приподнять, едва оторвал от земли. представил, что все это ему нужно будет нести и нести с подвернутой ногой два дня. С трудом поставил груз на телегу, чтобы было лучше взять на спину. Подбежала зента, принесла лыжи. Я не спроверил их, недовольно покачал головой. «Это не мои, это лыжи Юриса», махнул рукой. «Ладно уж не ходи, какая разница?» Он подлез под котомку, накинул на плечи лямки. Матушка и сестра помогли ему подняться, подали ружье. Перекинул его через голову, положил на грудь лыжи под мышку. Попробовал шагать. Тяжело, но получается. Никогда ему еще не приходилось носить так много. Повернулся к родным, матушка и сестра прижались к плечам, промокнулись слезами к куртку. Никто не знал, насколько долгой будет их разлука. «Деревню не выходи, поймают», шепотом наказывала матушка. Соглашаясь, он кивнул головой, пошел к задним воротам. Зента шла впереди, проворно открывала засов, посмотрела по сторонам, вроде никого. Матушка сзади, мягко ступая по холодной земле, озираясь вокруг. Не заметил бы никто. Он вышел на задворки, посмотрел на родных. Те прощально махнули руками, шагаясь с Богом. дверь захлопнулась, ударил засов. Он повернулся, крадучись, чтобы никто не услышал его, пошел по берегу реки в ночь. Впереди на некотором расстоянии бежала елка. Периодически останавливаясь, лайка скулила, будто спрашивала, «Хозяин, куда мы идем из дома? Мы недавно вышли из тайги и уходим снова. Почему?» На его вопросы я не с ним мог дать ответа. Стараясь как можно быстрее дальше уйти от деревни на безопасное расстояние, долго без отдыха шагал до тех пор, пока не затекла поврежденная нога. Таскав в темноте поваленное дерево, поставил на него вещи, чтобы потом легче подняться. Не снимая с плеч остался стоять. Мысли путались, все случилось быстро. Хорошая хозяйка корову дольше доит. Спешил домой, мечтал о встрече с родными, думал о самом хорошем. И вот, на тебе, идет назад в неизвестность, как побитая собака, которую хозяин за какие-то провинности выгнал из дома. И тут в голову ударила страшная мысль. Суматохи они не договорились, как будут поддерживать связь. Янис испугался страшно. Он не мог вернуться домой, опасаясь ареста. Но и мать, и сестра не смогут прийти к нему в тайгу, потому что попросту не знают дороги, никто из них не был на зимовье. Ходится у дел мужчин, женщин с собой не брали, а название угоди, где они промышляли, им ничего не подскажет. Повернув голову в сторону деревни, он долго стоял, раздумывая, как же поступить дальше. Вот там, за черным лесом, живут его родные. Он отошел не так далеко. Вернуться? Стоит скинуть лямки котомки, и очень скоро опять увидит мать и сестру. Однако, где уверенность в том, что его там уже не ждут? А может, по следам уже идут? Рядом сидит елка, смотрит на него, протянул к ней руку, погладил за ушами. Теперь не у кого спросить совета, кроме нее, даже не с кем поговорить. Что делать, остаться или уходить? Прошептал он, выискивая ответ в ее глазах. Та тяжело заскулила, наклонила голову, и Анис воспринял этот знак как отказ. Нельзя возвращаться. Не послушаться ее не мог. Тяжело вздохнув, поправил ремни, взвалил груз на спину, зашагал между деревьев. Показывая дорогу, Лайка побежала впереди. На зимове все осталось так, как будто он вышел отсюда час назад. Аккуратно уложенная чистая посуда на своих местах, пила на гвоздики на стене, топор воткнут в чурки, три полейницы дров под крышей, подвешенные от мышей в мешочке сухари, закрытые на вертушку дверцы лобаза. Никого не было. Тяжело опустившись на землю, парень скинул поклажу, поднялся, сел на чурку. Дорога далась с трудом, груз и нога измотали его силы, под конец пути едва не падал с ног, хотел заночевать еще одну ночь у костра. Только сила воли гнала его вперед. Дойди, осталось немного, там у тебя будет время на отдых. Ружье патроны занес в избушку, котонку волоком затянул под крышу, поставил на чурку. Нет сил разбирать, завтра утром посмотрит, что наложили матушка и сестра, разберет и разложит по своим местам. Из мешка почерпнул сухарей, дал елке. Ешь сухомятку, варить завтра будем. Та понюхала, легла рядом. Собака тоже намаялась и сбила лапы по тайге. Сейчас было не до еды. Янис вошел в избушку, закрыл за собой дверь. Хотел затопить печь, но передумал. Лег на нары в чем есть, не снимая бродни. Завернулся в одеяло и тут же уснул крепким сном. Под утро приснился страшный сон. Он бежит по тайге, сзади его догоняет огромный медведь. Зубы клацают, зверь ревет, тонет, старается схватить за больную ногу. Тяжелая котомка на плечах не дает убежать. Тропа тянется в гору, дыхания не хватает, силы на исходе. Еще немного и медведь навалится на него. Впереди речка, на другом берегу стоит большой барак, рядом с ним отец и братья. Он кричит им, просит помощь, но те безмолвны к его мольбам, лица строгие, холодные, белые, как снег. Смотрели недолго, повернулись, пошли друг за другом по дороге вдаль. «Возьмите меня с собой!» кричит Янис. «Мне здесь плохо!» Отец повернул голову, отрицательно покачал головой. Нельзя! И все исчезло. Проснулся в холодном поту, нога ноет от надсады. Надо было беречь ее, отлежаться еще пару дней, дать связкам восстановиться, но не было времени. В избушке холодно как на улице, пока спал замерз под одеялом. Дрожа всем телом зажег керосинку, натолкал в печь дров, черкнул спичкой. Пламя весело побежало по сухим дровам, загудело в трубе. Дверь скребется елка. Запустил ее, та пошла под нары, легла на свое место. Он тоже добрался до спального места, задул ламп, лег, завернулся в одеяло. Благодатное тепло постепенно наполнило стены зимовья. Даже согревшись под впечатлением сна, долго не мог уснуть. Перед глазами стояли отец и братья. «К чему бы это?» думал он, но не находил ответа. Утром, как всегда, разбудила собака. Выбравшись из-под нар, лайка потянулась, ткнулась носом ему в руку, попросилась на улицу. Нехотя поднявшись, Янис встал, сильно хромая, открыл дверь. Сам присел на чурку рядом, снял бродни, ощупывая вновь раздувшуюся ногу. Печь давно погасла, но в избушке тепло. Сегодня Янис решил устроить себе выходной после вчерашнего перехода. Надо отлежаться, сделать компресс, подлечить сухожими. Снаружи захрустела сухарями собака. Он приоткрыл дверь, приглашая животину внутри зимови, но та не захотела идти. Покончив с едой, собака неспешно отошла в сторону, позвала за собой. Что, хозяин, пойдем в тайгу? Парень отрицательно покачал головой. Нет. Та, чихнув, неторопливо подалась в лес. Оставшись один, он добрался до нар и зарылся в одеяло с головы до ног. Солнце в окошке медленно перебравшись по опушке, наплыло на глаза. Нехотя отвернулся, но начал просыпаться. Небесное светило поддержал голодный желудок. Не в силах противиться я не садкинул одеялом, надо понемногу шевелиться. Приподнялся, сел на нары, осмотрелся вокруг. Нога мажит, но передвигаться можно. Сходил на улицу, вернулся назад, затащил мешок, удивился, как вообще его сюда принес. Его надо было на коне привезти, но собирать в дорогу о мерине никто не вспомнил. Перед охотой они всегда завозили продукты на лошадях. Потом кто-то из братьев вывозил их домой. В прошлом году на первом снегу пришли вчетвером, ведя за собой двух коней с грузом на спинах. Затем Андрис уехал на них домой, увез рыбу и вернулся через три дня. На этот раз все иначе. Янис развязал мешок, начал выкладывать продукты на стол. Килограммов пять соленого сала, столько же колбасы, берестяных туисках, топленое масло, жиры, мешочках несколько видов круп, мука, сахар. Около трех килограммов соли, ведро картошки. Хотел возмутиться, но остыл. Картошку на себе никогда не носили, для этого были кони. Сейчас был не тот случай. Неизвестно, сколько ему придется здесь прожить. В отдельной упаковке лежали спички, несколько восковых свечей, теплая одежда, штаны, куртка, шапка, рукавица, нижнее белье. Среди прочего, наспех скиданные в общую массу запасы для охоты. Порох, дробь, пистоны и пули перемешались в дороге. Теперь их требовалось разделять, на что уходило много времени. Для одного человека продуктов хватит на полтора месяца, если экономить и совмещать с добычей до большого снега. Прежде всего, разложил содержимое по своим местам. Большую часть снега поднял на лабаз к стальным продуктам, оставшимся с прошлого года. Скоропортящийся, картошку, колбасу решил есть в первую очередь. Растопив печь, сварил суп в большом семейном котле. На четверых готовили много, на утро и вечер. Янис не изменил правилом, надеялся, что может к вечеру придут отец и брать. Как бы ни было, ежеминутно ждал их прихода. Надеялся, что там разберутся во всем и отпустят их. За ними ведь не было никакой вины. За что арестовывать, уводить в ночь? За то, что у них было крепкое хозяйство? Всю дорогу, пока Янис шел сюда, он на привалах слушал тайгу. За ним могли организовать погоню, или наоборот, могли догнать на коне Юрис и Андрис. Ночью, когда спал у костра, чудились шаги лошади. Казалось, вот-вот из темноты выйдет кто-то из братьев, остановится, слезет смеренно, подойдет к огню, погреет руки. С усмешкой посмотрев на тяжелую котомку скажет Не кажись братка, все нормально, вертаемся домой, тятя так сказал. За два дня никто не догнал, не остановил. Но надежда не пропадала, наоборот, росла, как вздувшаяся после дождя речка. Янис не переставал себя тешить мыслями, что будет не все сразу. Пока там разберут бумаги, проверят, докажут, пройдет время, что сегодня вечером, или может на этой неделе, отец и братья придут к нему, и все вернется на места. Позавтраков таежник не терял времени даром. Здесь каждый день дорог, не сделаешь сегодня, не догонишь завтра, говорил глава семейства верит. И он был прав. Перед промыслом Янису предстояло переделать много подготовительной работы, чтобы потом, не отвлекаясь по пустякам, заниматься охотой, добывать соболя и белку. Придет отец спросить с него, чем это ты тут занимался, на нарах валялся? А если увидит собольную шкурку и несколько десятков белок, довольно покачает головой, молодец, недаром тут прожил сухариел. Прежде чем начать охотиться, вериды заготавливали рыбу и мясо. Хариуса ловили в реке, перегораживая ход тальниковыми пряслами. Лосей ловили на тропах волосяные петли. В прошлом году они работали вчетвером, вместе работ подавалось легко, теперь Янису все предстояло делать одному. Сегодня он решил поставить петли на сахатовом. Не беда, что болит и ноет нога, лежать нет времени. Перед тем, как покинуть зимовье, взял с полки потрепанную тетрадь на половину исписанный карандаш, черкнул отцу и братьям короткую записку. Ушел на восход в седловину, вязать конские хвосты, вернусь вечером, Янис. Перед тем, как поставить дату, призадумался, вспоминая, какое сегодня число. День надо было ставить обязательно, чтобы тот, кто будет читать его запись, знал время ухода. Быстро вспомнив все дни, подсчитал, что с его первого выхода из деревни прошло 16 ночей. Наклонившись, над тетрадкой добавил цифру месяц и год. Октябрь 2-е 1937-й. Налегке опираясь на палку шагать легче. Ружье на плече да топор за поясом. Вот все снаряжение. Ноги сам несут его вперед. Янису надо пройти по путику на восток к рогат седловине. Там между двух водораздельных холмов проходит зверовая тропа. Обживая охотничьи угодья дед Яниса Язепс Иосифович долго изучал эти места прежде чем срубить зимовье. Надо чтобы все было под рукой говорил он сыну Марису чтобы мясо и рыбу недалеко таскать. В итоге все получилось как нельзя лучше. Зимовье Вередов стояло в таком месте что от него было недалеко до реки и перевала. Спрятано оно было подальше от случайных бродяг и любопытного глаза. Переселившись из Витебской губернии в Сибирь в конце прошлого века в 1898 году Язепс быстро понял что кроме сельского хозяйства в межсезонье можно успешно заниматься таежным промыслом. Благо для этого вокруг было много свободных не занятых другими охотниками мест. Он не ошибся. Последующие годы доказали что умеренная охота и рыбалка несли ощутимый достаток семье. В ловушке с собаками добывали каждый год по 2-3 собля штук 20 колонков и горностаев до трех сотен белок. Два раза в год весной и осенью на лошадях вывозили 4 центнера рыбы. Добытые в тайге мясо ели здесь. Домой не брали им хватало своей скотины. Обустройство охотничьей территории длилось не один год. Со временем от зимовья в виде лепестков ромашки потянулись пять однодневных путиков с таким расчетом чтобы к вечеру можно было вернуться назад. На каждом лепестке было срублено около пятидесяти кулемок. Живо давящая ловушка капканы были редкостью. Неподалеку от избушки построена небольшая баня. Три лабаза под продукты и пушнину. Разборная коптильня. Сплетенные из стальниковых прутьев. Стена для перегоражения реки. Три большие морды. Короба для ловли рыбы. Более тридцати лет срубил здесь первую кулемку. Она до сих пор цела. Возвышается над землей между двух кедров неподалеку от зимови. Деда нет. Умер десять лет назад после переохлаждения. В тот год осень пришла рано. Первые морозы погнали по реке липкую шугу ледяная каша. Чтобы под ее скоплением не несло стену, дед долго бродил в ледяной воде, снимая загородку и морды, не допуская к работе сына и внука. Сильно простыл и не смог пережить воспаление легких. В бреду с высокой температурой деда вывезли на лошадях домой, где наутро второго дня он скончался, не приходя в себя. Дорогатой седловиной подать рукой. Одна мера. Это расстояние определил старый Язипс. С некоторых пор он придумал свою меру времени, которая исчислялась не по часам, которых ни у кого не было, а приготовленным обедом или ужином. Варили еду обычно на костре в большом семейном казане, в который входило 4 четверти 12 литров. Время постановки емкости над огнем до конца приготовления называлось мерой. Дед так и говорил. Ходил на гору, собака Соболя загнала, туда и обратно две меры. Таким образом, сопоставление расстояния и времени являлось для них своеобразным отчетом тому или иному отрезку пути. К этому он приучил и Мариса, а тот в свою очередь сынов. Сегодня Янису предстояло пройти две меры. Вдоль ловушек тянется едва заметная тропка. Мужчины натоптали ее за три десятка лет. В некоторых местах упавшие деревья перерублены топором, где-то убраны камни и кусты. Берега небольшого ручья соединяют рухнувшие от старости кедр. Сбоку к стволу приделаны перила, чтобы удобнее переходить на ту сторону. Идти легко, быстро. За переправой начинается зверовая тропа, которая тянется вверх вдоль ручья, поднимается на седловину и спускается к озеру. Сахатые ходят по ней часто, поэтому в некоторых местах она напоминает выбитую в земле по колено канаву. На всем протяжении в узких местах в прижимах ускал вереды ставят петли. Двигаясь по тропе, лось попадает рогами в ловушку. Я не сосмотрел все следы на ней. В грязи печатались старые свежие копыта. Звери активно ходили во всех направлениях. Это предвещало скорую удачу. Перед выходом на седловину на крутом обрыве между деревьев обмотанная вокруг пихты привязана первая петля. Сплетенная из волос конского хвоста руками деда, она была крепка как железо, гибка, а словно кнут. Когда я не списал записки пошел вязать конские хвосты он подразумевал петли. Так фереды между собой их называли. Прежде чем насторожить ее, он в стороне долго и тщательно натирал свои руки опихту, чтобы не пахли. Если не обработать ладони, чуткий зверь обойдет это место стороной. Пропитанная смолой петля также не имела чужого для тайги запаха. Сахатые не боялись ее, смело шли по тропе. Настораживая конский хвост на отлов лоси, вереды поднимали ее выше, чем обычно, с таким расчетом, чтобы в нее за рога попался бык и к их приходу оставался жив. Установленная ниже петля могла поймать корову и затянуться на ее шее. Таким образом, охотникам всегда попадались самцы, что без ущерба отражалось на поголовье местного стада. Осенью они добывали всегда только одного лося, которого хватало им на еду до больших снегов. Если попадалось два быка, одного из них отпускали за ненадобность. У деда Витлоса был случай, когда за одну ночь в петли попали три лося. Двух он отпустил, перерезав петли ножом, повязанным в длинные палки. При этом он сетовал. Эксель, моксель, два конских хвоста испортил, опять ползимы новые плести. С тех пор он выставлял только три конских хвоста. Их хватало, чтобы обеспечить охотников мясом до выхода из тайги домой. Я не накинул петлю на сучок соседнего дерева, растянул ее гибкими ветками. Готово. Наклонившись, прошел под ней, шагая по тропе дальше. Очень скоро вышел наверх. Многие деревья здесь были избиты лосинами рогами, потому Язипс назвал это место рогатой седловиной. Мелкий пихтач, вырван с корнями острыми копытами, свежая земля без травы остается голой до весны. Недавно здесь происходили свадебные турниры. Не хотелось бы оказаться здесь во время гона перед каким-нибудь разъяренным исполином. Среди прочих отпечатков копыт отмечались большие, как копыта тяжеловоза. Вероятно, это был хозяин гарема. Баррис рассказывал сынам, что однажды видел его здесь, но стрелять побоялся. Настолько он был здоровым и сильным. Недолго задержавшись, Янис прошел дальше, до второй петли. Также насторожил ее между деревьев, обвил ветками. Сделав несколько шагов, осмотрелся по сторонам, заранее выискивая укрытие на тот случай, если попадется тот сахатый. Через двадцать шагов справа росли три толстых кедра, за которыми можно спрятаться, если на него бросится раненый ось. Спустившись немного вниз, дошел до третьего конского хвоста. Поднял его. Идти в этот день по путику дальше не было смысла. Повернувшись, пошел назад в избушку. Прошло две меры времени, близился обед. Светлые надежды, что там уже его ждут отец и братья, погнали назад. Янис отбросил палку в сторону и старался не хромать, поспешил к зимовью. Нет, не ждали, нет, не пришли. Нетронутый суп на холодной печи, слегка приоткрытая дверь, перевернутая чашка на столе, воткнутая в щель бревна ложка, спички, керосиновая лампа, кусок бересты у печи для растопки, легкие тапочки из кожи у входа, открытая тетрадка с карандашом, все так же, как утром, когда уходил. В подавленном состоянии Янис присел на чурку у сеней, долго сидел, слушая тайгу. Сквозь легкий шум ветерка в вершинах деревьев ему чудились голоса людей. В редких призывах птах слышал шорох травы под ногами идущих. Журчание ручейка представляло звяканье муздечки. Спорхнувший неподалеку рябчик напомнил лошадиный храп. Услышав это, парень резко поворачивался в сторону, откуда должны были прийти отец и братья. Насторожившись, затаив дыхание, ждал, потом упускал плечи, потупив взгляд в землю, тяжело вздыхал. Показалось. За избушкой тонко треснул сучок. Послышалось шуршание травы, учащенное дыхание. Из-за угла выбежала елка. Высунув язык, опустив хвост, грязная и мокрая собака казалось едва переставляла лапу. Увидев хозяина, радостно заскулила, закрутила с задом. Наклонив голову, подошла лизать руки. На своем языке начала рассказывать, где была, чем занималась, как любит его. он не оттолкнул ее, обхватил ладонями голову, погладил за ушами, заговорил. Вернулась, ах ты хорошая, умница, где была, что делала, чем занималась, бурундучка копала, смотри у меня, понизил голос, шутливо пригрозил пальцем, ругаться буду. Ты же знаешь, что бурундучка гонять нельзя, надо соболя искать. Та, будто понимая его речь, виновата, отвернулась, отошла в сторону под ель, натряхнулась от грязи и воды, легла подстилку из хвои, вытянулась во всю длину тела, часто вздыхая боками, устала. Янис посидел еще какое-то время поднялся, пошел в избу топить печь, поставил над огнем котел, в голове роились обнадеживающие мысли. Вот сейчас придут голодные с дороги, горяченького похлебают. Утро следующего дня разбудило другой заботой. Сегодня надо перекрыть речку, пока не скатилась рыба. Ранний рассвет пропитал за окном толстые деревья матовой синькой, к хорошей погоде. Присев на нарах, взял спички, не зажигая керосинки, затопил печь. Ёлка чихнув, заскребла лапой дверь, попросилась на волю. Выпустил ее, занес с улицы казан, поставил греть на плиту. Поднял крышку, супа осталось больше половины. Одному хватит на два дня, на всех будет мало. Пока нагонялось тепло и грелась еда, сходил на улицу, сделал несколько упражнений. Заниматься утренней гимнастикой с детства требовал отец. Размять тело и согреть мышцы считалось одним из правил перед завтраком и вошло в привычку. Потом умылся в ручье, вытерся чистой тряпкой, бодрый вернулся в зимовье. За завтраком тщательно вспоминал, что ему снилось. Должен быть какой-то знак. Придут сегодня отец с братьями или нет? Однако ничего не прояснилось. Ночью спал крепко, ни разу не поднявшись, чтобы затопить печь или выйти на улицу. Сказывались усталость и процесс выздоровления. Правая нога не доставляла боли, слегка прихрамывая, он мог ходить без палки. Так и не вспомнив ничего, я не покормил елку. Налил несколько черпаков похлебки в деревянное корыто, перемешал с сухарями, посмотрел в котел. Еды осталось не так много, все равно придется варить кашу. И вывалил содержимое собаки. Прежде чем идти, написал в тетрадке несколько слов. Пошел ставить стенку. Приду накормлю свежим харюсом. Октябрь 3-я. От зимовья до речки не так далеко. Надо спуститься с пригорка в займище, обойти завал из деревьев и невысокую скалу и только потом выйти к берегу. Там на сливе ямы они перегораживают ее тальниковой стеной, в проходах ставят морды, ловят рыбу. Вереда ее называют Безымянка. Название передалось от деда. Ее ширина здесь не превышала 20 шагов. В длину можно пройти за один день, от истока до устья. Она брала начало под Черной горой и впадала в рыбную реку. Там в свою очередь пополняла кан. Бурная весной, полноводная летом, Безымянка осенью становилась подобно укрощенному скакуну. Тихая, спокойная, по плесам и яму, говорливая, в частых перекатах, она имела небольшую глубину. Местами до колена, а где-то до пояса речка сама выказывала покорность. Вот я какая, человек мне друг. Но стоило пойти проливному дождю, становилась неузнаваемой. Прозрачная вода окрашивалась цвет недобродившей медовухи, плотное течение горбилось и бушевало, как обрушившаяся с откоса лавина. По поверхности плыли палки, коряги, сорванные с берегов куски дерна. В такие дни Безымянка будто хохотала. Ага, ага, ну кто смелый, подходи, разгребу в свои объятия, утоплю, не заметишь. Глубокая осенью с первыми морозами речушку шуговала. Густую воду на перекатах схватывала комковатым, как вата, мокрым льдом. Своей массой он затыкал наиболее мелкие места, образовывая запруды. Скопившаяся вода выходила из берегов, смешивалась со снегом, превращалась в кашу, несла на себе камни, рыбу, ворвалась корнями деревья. Тяжело тому, кто попадет в эту лавину, из нее выбраться невозможно. Добравшись до русла, я неспосмотрел вокруг. Воды немного. Облетевшись деревьев, листья давно уплыли, подхваченные течения. Упавшись с берега на берег, старый кедр на месте. Под елкой в сухом месте стоят кули. Подошел к головке ямы, осторожно выглянул из-за него в глубину. Над дном рябит, качается тень от черных спин. Рыба есть! Вернулся к скале, поднялся по ступенькам на небольшую высоту. Здесь, в каменной нише, накрытой от дождя и снега карнизом, стоят двухоршинные куски тальниковой плетни. У стены, наваленные друг на друга, стоят три морда ловушки для рыбы. На вешалах висят кожаные, просмоленные в швах водонепроницаемые штаны. Постепенно перетаскал все на берег, в первую очередь, чтобы не намокнуть, надел штаны с лямками. Не торопясь, стараясь не шуметь, чтобы не спугнуть хариуса, приставил кедру колья. На них наложил плетеную стенку, в двух местах между кольями поставил морды, связался веревкой. Работал долго, пока по-осеннему холодное солнце не наклонилось на вершину старой пихты. Обед. Не снимая штанов, вышел на берег. Привязал на палку вывернутую мохнатую рукавицу, сунул в воду к самому дну, пугая рыбу. Стайка хариусов, принимая рукавицу за норку, испуганно метнулась вниз по реке. Тыча с головами в тальниковую преграду, заметалась по сторонам. В итоге находила узкое горло морды, залетала в ловушку. Шуганов рыбу, Янис вернулся на берег, оставил палку с рукавицей под деревом до следующего раза. Взял казан, прошел к мордам. В дверцу сверху вытащил около 30 штук серебристых хариусов. Общий улов составил больше половины казана. Довольно улыбнулся. На жареху хватит. Перед тем, как идти в зимовье, снял штаны. Еще раз внимательно смотрел перегороженную реку, взглянул на чистое безоблачное небо. Все нормально, теперь главное не прокараулить непогоду. Осенью за пруду надо проверять два раза в день, утром, вечером. Если перед снегом вовремя не убрать плетение морды, их сорвет и унесет шуга. Чтоб потом все сделать заново, потребуется ой, как много времени. На зимовье Янис почистил, выпотрошил и подсолил рыбу. Несколько штук пожарил и съел. Оставшуюся оставил отцу и братьям. Кашу варить не стал, решил приготовить ужин позже, чтоб все было горячее. До вечера оставалось еще достаточно времени. Он не стал его тратить попуст. Под горой в высокоствольном кедраче жила колония шадаков, лесная пищуха и лесиноставка. Эти травоядные зверьки были излюбленным лакомством соболя. Отец всегда ловил их в мелкие капканы на прикорм. Добравшись до знакомого места, Янис поставил пять капканов на заметных трубках, свистнув трубочку, подражая самочке. Очень скоро из-под корней стали выскакивать самцы и, выискивая объект внимания, забегали по тропкам. Некоторые из них становились добычей железной собаки. Так вериды называли капканы. Охота длилась долго. К вечеру в котомке Яниса находилось шесть зверьков, на них он мог насторожить двенадцать кулемок. Довольный успехом охотник вернулся к избушке. По дороге думал, как его похвалит отец, когда узнает, что он сделал много дел. Никто его там не встретил. Лишь уставшая елка, набегавшись по тайге, приветствовала хозяину негромким лайем. Ничего, до вечера еще есть время, придут, успокаивал он себя обнадеживающими мыслями, разжигал огонь. И, кстати, кончились спички. Он взял на пол новый коробок, разжег на улице костер. Над открытым пламенем пища варится быстрее, и в зимовье потом не так жарко. Я не снабрал в казан воды, повесил над огнем, перебрал крупу, засыпал в кипящую воду, посолил, сдобрил пережаренным на сковороде салом. Пусть будет пожирнее, чтоб с дороги наелись хорошо, мясо бы кусок. А сам периодически, вскакивая с чурки, крутил головой, напрягал слух. Но все напрасно. Собака также оставалась равнодушной к окружающему миру. Ее слух, обоняние, зрение не воспринимали лес, в котором кроме Яниса не было людей. Сварилась каша. Догорающий костер превратился в скопище ползающих светлячков. Над тайгой сгустилась мгла, в черном небе не видно звезд. Теплый ветер стайка мигрирующих белок поскакал по лохматым ветвям пихты елей. Елка задней лапой почесала за ухом. Будет дождь. Парень наложил в корыто каши, перемешал с сухарями, налил холодной воды, чтобы немного остудить, подал собаки, наложил в чашку и себе. Несмотря на длинный день, ел без аппетита. Доедая остатки крупы, несколько раз посмотрел в темноту. Показалось, что слышит тяжелую поступь лошадиных копыт. Потом понял, что это стучит о чашку деревянная ложка. Ночью Янис спал плохо. Снились какие-то люди, отец, братья. Все куда-то торопятся, бегут, суетятся. Часто просыпался, вполухо слушал ночь за стенами избушки. Один раз скачал, бросился к двери, распахнул настиж. Казалось, это пошел мелкий теплый дождь. Утром проснулся позже обычного. Открыл глаза, посмотрел в окно, на улице морось. Пустившись под тяжестью влаги, заплоткали ветки деревьев. В дверь скребется елка, будет его. Ты что, хозяин? День давно наступил, в тайгу она сегодня не пошла. Мокро. Янис встал, оделся. Печь топить некогда, прежде надо сходить на речку, вытащить из морд рыбу, пока та не отмякла. Вот теперь враг добычи. При такой погоде в два раза быстрее портится рыба, тухнет мясо, преет шкурка добытого соболя. В такие дни промысловику нельзя просиживать на нарах под крышей. Может случиться так, что улов придется выбросить, не попользовавшись. Прежде чем идти, залез на лобаз, достал берестяную торбу под рыбу, закинул за спину, направился к безымянке. На берегу, не надевая штанов, прошел к мордам, вытряхнул из них то, что попалось. Лов оказался обычным для этого времени. Когда ударят морозы и шуга подгонит рыбу, все будет по-другому. Попалась крупная рыба, два ленка и штук двадцать хариуса. Общий вес составил около десяти килограммов. Довольный удачей Янис поставил их на место, вернулся к зимове. Ну, а пока грелся завтрак, охотник принес из ручья деревянную бочку, установил под крышей в сенях, выпотрошил, уложил и посолил в нее рыбу. Вереды так делали всегда. Сначала заполняли уловом две бочки, в которые входило по центнеру Хариуса, потом перекладывали в конские торбы и возили домой. Часть улова оставляли для еды здесь. Пустые бочки держали в воде, чтобы не рассыхались. Непродолжительный завтрак не занял много времени. Отложив посуду, парнишка взял ружье, накинул котомку на спину, хотел идти, но задержался. Вспомнил вернулся в избушку, сделал в тетрадке очередную запись. Пошел проверять конские хвосты. Октябрь, четвертая. Сахатый попался рогами в третью заседловиную петлю. Немолодой бык-пятилетка бился, пытаясь высвободиться из сцепких пут со вчерашнего дня. Вырванные с корнями деревца перевернутые куски дерна, откинутые камни подсказывали о силе таежного исполина. Ко времени прихода Яниса лось устал от тщетных попыток освободиться, выдохся, лишился сил, лег на землю. Услышав охотника и собаку, вскочил на ноги, снова стал рваться на волю. Сопровождая в этот раз своего хозяина, елка бросилась к нему. Отвлекая внимание на себя, злобно облаяла, пыталась схватить за нос. Дикий зверь склонил в голову, выставил рога, ответ накидался на нее, старался достать копытами, прыгал вокруг пихты. Если б не петля, вероятно для лайки все могло закончиться плохо. Пользуясь схваткой, скрываясь за деревьями, Янис подошел к сахатому на близкое убойное расстояние. Осторожно взвел курок, прицелился в шею, выбрал момент, когда животное остановилось, выстрелил. Тот рухнул на землю, завалился набок. Юноша подбежал к нему, хотел добить из второго ствола, но передумал. Отец всегда учил, если есть возможность, не надо стрелять лишний раз, лучше воспользоваться ножом. Сейчас был тот самый случай. Зверь был убит с одной пулем. Ёлка сбоку, задыхаясь полной шерстью пастью, терзала спину лося. Дождавшись, когда она постепенно растеряет приступ охотничьей злости, он оттащил ее в сторону успокоил, потом перевалив быка на спину начал снимать шкуру. Ловко орудуя ножом отрезал сорочье мясо, обрезки на шкуре, дал собаке, заработало. Так, хватая его на лету, крутила от удовольствия хвостом, сегодня у нее был пир. Удача сопутствовала Янису во всем, он начал ловить рыбу, добыл сахатого, однако к охотничьему фарту добавлялись заботы. Мало разделать лося, надо прибрать мясо. Зверь был большим, к охотнику стоило потрудиться, чтоб перетаскать его на себе к зимовью. Придется сходить несколько раз, за один день не управиться. К тому же надо проверять мордой, чтобы не пропала рыба. В прошлом году все шло проще и быстрее, ведь он был с братьями и отцом. Двое занимались рыбалкой, другие проверяли петли. Когда попался сахатый, им не стоило большого труда и времени сходить сюда по два раза. Вспоминая те времена, Янис тяжело вздохнул, смотрел в сторону избушки. Эх, пришли бы сегодня, помогли. Разделал зверя, неподалеку привязал на деревьях шерди подобием небольшого лобаза. Сложил на них мясо, чтобы не достали мыши. Заднюю ногу положил в котомку, внутренности завернул в шкуру, чтобы раньше времени не нашел медведь. Завтра принесет лопату, закопает останки в землю, для устранения запаха, привлекающего хозяина тайги. Взвалил на себя тяжелый груз, неторопливо пошел по тропе в сторону зимовья. По дороге снял петли, обмотал их вокруг стволов деревьев до будущего года. В зимовье никого, стены молчат, но до вечера еще есть время, сегодня должны прийти, обязательно должны. Отец чувствует погоду, знает, что за теплом всегда наступает холода, пойдет снег, надо торопиться. Из тайги вышла елка, медленно ступая по тропе прошла мимо к лежанке, заметно округлившимся животом, неповоротливая, сытая и довольная упала под елью на хвою, вытянула лапы, откинула голову, наелась от пуза. Сняв с себя котомку, я не сразвел на улице костер. Кашу из казана переложил в другую кастрюлю. В него кусками нарезал до краев мясо. Вереды всегда так делали. После удачной охоты варили свеженину в большом количестве. Повесил казан над огнем, потащил котомку за избушку. За зимовьем под пригорком находился ледник. Его выкопал дед Язепс, когда возникла проблема с хранением добычи. Морозильник представлял собой утопленный в землю небольшой сруб полтора на полтора метра. Водонепроницаемая крыша и толстая герметичная дверь хорошо держали холод летом. Весной, когда родственники приходили сюда на рыбалку в конце апреля, заготавливали лед, накладывали его на пол и вдоль стен, пересыпали опилками. Он поддерживал в леднике низкую температуру до поздней осени. Здесь вериды хранили мясо и рыбу. Подвесив, навешивая ногу Сахатова, я несплотно запахнул дверь, заложил дернами. Теперь добыча может храниться здесь до весны. Вернувшись к костру, подложил дров, смотрел на небо, на котором не было просвета. Мелкий моросящий дождь, как пыль, то затихал, то снова сыпался из низких облаков. Мом понимал, что непогодь обложила надолго. За моросью пойдет снег, и ждать милости у природы бесполезно. За весь день он вымок до нитки. Ему стоило просушиться, но надо было сходить на безымянку, собрать рыбу. Прежде чем отправиться на речку, затопил в зимовье печь, чтобы нагрелось к его возвращению. Прихватив торбу, поспешил по знакомой тропинке. Рыба попалась столько же, сколько утром. В основном это был хариус, ленков и тайменей не было. Вытряхнув морды, поставил их на место, словом пришел к зимовью. Гринобитная печь нагнала температуру, разнесла тепло. Парень перенес казан с мясом на плиту, подкинул два полена, пусть томится. Взялся потрошить и солить рыбу. Когда последний хариус оказался в бочке, наступили сумерки. Запечатав крышку, умелец помыл торбу и руки зашел в зимовье. Сняв мокрую одежду, переоделся в сухое белье, в ожидании присел на нары. Пока варилось мясо, решил перебрать запасы для ружейной охоты. Разложил на столе чистую тряпку, достал с полочки мешочек, вывалил на нее содержимое. Первым делом отложил в сторону 22 пули. Патронташи 8 штук, заряженных патрона. Нет, 7. Сегодня выстрелил одно в Сахатова. Значит, в общем счете получается 29 штук. Неплохо. Если не стрелять по пенькам, хватит на 3 сезона. Отделяя кончиком ножа из общей кучи, выбрал капсуля. Пересчитал. Казалось около сотни. Хватит перезарядить стрельные гильзы три раза. Собрал картечь. На первый взгляд ее хватит на 20 зарядов. Да в патронташ еще три патрона. Труднее всего разобрать перемешанный порох и дробь. При свете керосиновой лампы разделял долго, пока не зарябило в глазах. Однако добился своего. Весь порох уместился в двух кружках, дробь в одной. Ими можно зарядить около 70 патронов 20 калибра. Плюс 18 зарядов имел с патронташ. Запасы для Яниса являлись состоянием, которому мог позавидовать любой охотник. Сложнее обстояло дело с пыжами. Кусок голенища старого валенка, из которого они их высекали, был совсем небольшим. В суматохе не прихватил войлок из дома. Впрочем, его должен принести с собой отец. Собираясь в дорогу, он всегда проверяет необходимое снаряжение и не забудет то, что не взял сын. Разложив все по мешочкам, сходил попробовал мясо. сварилось. Наложил чашку, поел с сухарями. Казан с печи не убрал, пусть томится, придут поедят. Хотя сегодня вряд ли. На улице ночь, перед глазами ладонь не видно. В такую погоду темнеет рано. Наверное, заночевали по дороге. Утром проснулся рано. За стенами тишина, дождь прекратился. Не зажигая керосинку, долго лежал с открытыми глазами. Ждал, когда начнет светать. Сегодня предстоял очень трудный день. Надо перетаскать все мясо и два раза проверить морды. Едва в окне прояснились стволы деревьев, я не скачал снар, оделся, не затопив печи, не позавтракав, схватил торбу, поспешил на безымянку. Ёлка лениво пошла следом. Река заметно прибавилась, побежала веселее. Вчерашний дождь добавил воды, заиграл течением. Я несу на руку, так лучше катится рыба. Надев штаны, отметил уровень. В самом глубоком месте было чуть выше колена, для дальнейшей рыбалки хорошие условия. Лишь бы не разгулялся дождь, не пошел снег или не ударили морозы. Вытащил одну ловушку, едва перенес на берег, так она оказалась тяжела. Начал вытряхивать, взмок от радости. Рыбы набилось столько, что вряд ли могла поместиться в тормя, в другой не меньше. Среди хариусов и ленков выделялись два тайменя, каждый по пуду. Парню оставалось лишь удивляться, как они могли уместиться в небольших, около двух метров длины ловушках. Весь улов в торбу не вошел, пришлось идти к зимовью два раза. Когда выпотрошил, уложил и пересолил рыбу, бочка наполнилась почти до отказа. Если вечером попадется столько же, придется вытаскивать из ручья вторую катку. Пока возился с рыбой, ненадолго выглянуло солнышко, осветив землю холодными лучами, скоро спряталось за седые облака. Заметно похолодало, тайга потемнела, насторожилась, как обиженный ребенок. Птицы умолкли в предчувствии непогоды, забились в укрытие. Я не спонял, что сегодня пойдет снег. Предположения подтвердились ближе к обеду. Когда принес к зимове вторую котомку с мясом. Когда подвешил его в леднике, мир переменился. С неба полетели лохматые, похожие на комки ваты снежинки. Тайга посветлела, нарядилась переменявшим лебедем. Тяжелый мокрый снег согнул ветки пихты елей в поклоне перед наступающей зимой. Гордые кедры, отдавая ей честь, надели папахи из белой овчины. Я не сторопился. Сегодня хотел перетащить всю тушу лося. Не получилось. Вернувшись в очередной раз, понял, что если пойдет за третьей ходкой, стемнеет, не успеет вытряхнуть рыбу. Между тем погода скуксилась. Мокрый снег с дождем превратил землю в вязкую грязь, налипавшую на бродни. Огромные капли, скопившиеся на кустах и ветках деревьев, от прикосновения падали на одежду. Идти с грузом было тяжело. Мокрый уставший Янис едва успел сходить на речку и вернуться, после чего разом стемнело. Обрабатывать улов пришлось при свете керосинки. Отец и братья не пришли и этим вечером. Занятый работой юноша как-то отвлекся от постоянного ожидания. Вспомнил лишь, когда сел за стол с чашкой каши. Внимание привлекла тетрадка на полочке. Сегодня утром забыл мне сделать запись. Не успел. Сейчас и писать не стал. Незачем. Тешился надеждой, что с каждым днем вероятность прихода родных возрастает. А следующее утро проснулся позже обычного. После тяжелого трудового дня спал на одном боку всю ночь. Так устал. Может проспал бы и дольше, если бы не захотел понуждее. Погода утихомирилась, легкий морозец сковал еще теплую землю тонкой коркой льда. В тяжелых веток вытянулись тонкие сосульки. Шаги охотника одиночки слышны по тайге далеко, будто по болоту идет сахатой. Где-то кряхтит кедровка, сбивая упругими крыльями воздух, порхнул рябчик. В распадке зацокала белка, по коре дерева, упираясь хвостом, скачет поползень. Там и тут сноют синички. На рябине склевывая подмерзшие гроздья стонут две ронжи. Сегодня будет хороший, хотя и мокрый день. Из подъели неторопливо вылезла елка, приветствую хозяина, заскулила тонким голоском. Бока заметно опали, вчера он не кормил ее. Сегодня собака может бегать. Утренний улов меньше, чем вчерашний. Опять попались два тайменя, пять ленков и два десятка хариусов. Рыба уместилась в торбу, ходить на берег два раза не пришлось. Когда посолил общий объем, составил половину второй бочки. Приблизительно полтора центнера. Если так пойдет дальше, через несколько дней можно заканчивать рыбалку. В этот день ходил за мясом два раза. Забрал остатки, спустил в ледник. Одна часть работы выполнена на совесть. От добытого сахатого не пропало ни единого кусочка. Теперь осталось забить рыбой бочки и торбу. А потом можно начинать охотиться. Представляя удивление, какие же будут глаза отца и братьев, я не сулыбался. Когда это ты успел все сделать? Спросят стойни и уважительно оценят его труд. Наверное, тяжело было одному. Молодец ты у нас. К вечеру подморозило. Тонкий, недавно народившийся месяц в окружении ярких звезд на чистом небе вырядился добрым молодцем. На поверхности реки появилась первая шуга. Вытряхивая рыбу из морд, Янис не ставил их на ночь, вытащил на берег тальниковую стенку и колье. При такой погоде к утру безымянку забьет льдом, подпрудит, разломает загородь. Лучше загородить речку потом, вот теперь, чем потерять все за одну ночь. Рыбы попалось много. Ему опять пришлось ходить на берег два раза. Выпотрошив, заполнил под крышку вторую бочку, оставшаяся уместилась в торбе. Теперь ее хватит надолго. Вечером после ужина при свете лампы я нестолго сидел на нарах. Смотрел в окно, думал. Отец и братья задерживались. Это беспокоило с каждым днем все больше. Неизвестность нагнетала страх. Что происходит? В чем они виноваты? Неужели там не могут разобраться, что они простые крестьяне, исправные в срок выдававшие продовольственный налог? Таких как они вся улица, да и в других деревнях крестьян не меньше. Но и там подобная ситуация. Людей забирают бесследно, мало кто возвращается назад. Неужели так везде, по всей волости? Медленно превращаясь в светлячка, догорал фитиль, в лампе кончился керосин. Янис не стал ее заполнять в темноте, лучше это сделать завтра по светлу, теперь поздно, отец с братьями все равно не придут. Отвернувшись к стене, попробовал уснуть. Не получается. Перед глазами Инга, соседка с улицы. Шестнадцатилетняя девушка из семьи Берзиндж. Ее отец Эдгар, друг Мариса. Сколько Янис себя помнит, они всегда ладили домами, с детства играли вместе. Незаметно и с тонконогой худой девчушкой Инга переросла в милую красавицу. Их отношения изменились. Он был ее старше на год, но рабел перед ней, не смея сказать слово. Она стыдливо опускала глаза, краснела, торопилась избежать встречи, до тех пор, пока Янис не подкараулил ее вечерком на усадьбе у пригона. Пройти туда огородами ему не составило труда, собаки знали его, принимали как своего, беспрепятственно пропустили, виляя хвостами. Он предполагал, что скоро девушка пойдет доить коров и не ошибся. Увидев его за углом, Инга испугалась, хотела закричать, но узнав удивленно спросила, ты что тут? Тебя жду. Зачем? Так просто, хотел увидеть. Кажется, она начинала понимать, почему он тут стоит в вечерний час, резко сменила отношение к нему. Янис ей тоже нравился, но открыться в этом вот так сразу не позволяла девичья гордость. Не отвергая и не приближая его, Инга играла роль недоступной принцессы, в которой сердце холодно ко всем поклонникам, а к нему тем более. Пусти, некогда мне тут с тобой, пыталась пройти стороной она. Вон, лучше помоги дверь открыть. Янис распахнул перед ней вход в стайку. Она гордо прошла мимо, пошла к корове. Он не знал как быть, уйти или остаться. Инга разрешила эту проблему сама. Как подобает настоящей хозяйке, приказала. Ну что стоишь без дела? Видишь хвостом крутит, держи его. Он подошел к корове сзади и исполнил требование. капризная буренка видя в пригоне постороннего человека выпучила на него глаза, заходила в стороны. Раздвинула ноги, подняла хвост, стала справлять естественные надности. Вовремя отскочившая от нее доярка прыскала со смех. Ну что держишь, отбегай, ишь всего обрызгала. Янис похватился поздно, когда все штаны были замараны пахучими каплями. От стыда он крутил головой, а Инга хохотала. На шум прибежала Матилза. Увидев Яниса, удивилась. Что это вы тут? Корову доем, пояснила дочь. А, понимающая ответила та перед тем, как уйти улыбнулась. Выдав буренку, Инга отдала ему полное ведро. Неси? Куда? Ну, не домой же к себе. Вон упригон на лавочку поставь. Пока доила вторую корову, Янис, спрятавшись за углом, ждал. Когда Инга вышла к нему, не находя подходящих слов, поптался на месте. Она недолго теребила в руках тряпку, потом с хитринкой в глазах спросила, указывая на ведра с молоком. Поможешь донести? Не, попятился Янис. Там у тебя тятя и мамка увидят. Что боишься? Засмеялась говорливым ручейком. Ну, нет, не то чтобы. Так просто, не пойду. А что пришел-то? Позвать хотел. Начал он и осекся. Куда? Покраснев тихо спросила она к речке. Опустив голову, Инга молча теребила кончик косы, прикусывала губы. Он, не зная, что говорить дальше, ждал. Постояв недолго, она подхватила бедра и направилась домой. Так что? С нетерпением бросил Янис ей вслед. Штаны постирай, остановившись, махала она головой и перед тем, как уйти, коротко ответила. Завтра. Первое свидание длилось недолго. Парень пришел на пригоны, где обычно собирались влюбленные парочки задолго до вечерних сумерек. Ждал, пока солнце не скрылось за дальней горой. Она появилась неожиданно, ниоткуда, где он хотел увидеть ее первым. Подошла из-за спины, как кошка похлопала ладошкой по плечу. Постирал штаны, от неожиданности Янис выронил леденец, который берег для нее с тех времен, когда был на рынке. Резко повернувшись, захлопал глазами. О, да, а это, как это ты? Чего? С улыбкой наклонив голову, прищурив глаза, спросила Инга. Испугался? Да нет, не испугался, просто ходишь, как рысь. Она улыбнулась, взяла в руки косу, затеребила пальцами кончики волос. Что звал-то? Так это, поговорить хотел, робко выдавил он. А что, домой прийти нельзя? Или для тебя ворота закрыты? Дома родители. Они не кусаются, зато подслушивают. Ладно, если так говори. Так сразу? А что, язык пересох? Так спустись вон к речке, водички попей, со смешкой посоветовал Инга. Нравишься ты мне, собравшись с духом, выпалил Янис. Чего? Откинув косу, нараспев спросила она, удивленно приподняв пушистые брови. Нравишься, повторил он, взял ее за запястье крепкими руками. Давно хотел вот так с тобой встретиться наедине. Это что? Вроде как свидание что ли? Да. Оба замолчали, боясь встретиться взглядами. Он так и не выпуская ее рук, а она начиная понимать, что происходит, смутившись, смотрела куда-то за речку. Мне надо идти, пытаясь как-то разрезить обстановку, после продолжительной паузы встрепенулась Синга. Я сказала, что пошла к Казалиншам за нитками. Побудь немного, попросил Янис. Потом. Когда потом, настаивал он и чувствуя, что она сейчас уйдет, перехватил за плечи, притянул к себе, быстро поцеловал в губы. Возмущенная девушка вырвалась из его цепких рук, отскочила назад, сердито топнула ногой. Выискивая подходящие слова, сжав руки в кулачки, грозно наступала на парня. Ах, ах ты, злотей, ты зачем это? Ты что хочешь, кобелюка? Да я только поцеловать. Ну не ж ты поцеловать, а зачем за плечи схватил? Едва руки не вывернул. Я потихонечку Ага, потихонечку залапал как медведь, силища вон немерено. Прости. Ага, сейчас простила, он меня тут будет терцать, а я терпеть. Нетушки. Вытянула фигу, поищи другую дурочку и убежала. После этого случая долго не встречались. Инга избегала его, Янис занятый повседневными заботами, работал с утра до вечера. Встретились случайно в поле. Он, возвращаясь с пахоты, вез на телеге плуг, она гнала с выпасов коров. Проезжая мимо, сравнявшись, Янис потянул вожжи, приостановил коня, медленно поехал рядом. Лабдиэн! Здравствуй! Лабдиэн! Несмотря в его сторону, ответила соседка. Поздно коровы возвращаются. Видно, далеко ходили, продолжил робко Янис. Наскучались зимы по траве, продолжала Инга. Какое-то расстояние преодолели молча. Он удерживал вожжи, чтобы не бежал конь, она от волнения размахивала прутом в воздухе. А ты ведь в тот раз булавку потеряла. Да? Вот уж думала, не найду, протянула руку. Давай сюда. Что ж я ее с собой везде носить буду? Нету? И где она? Дома в куртке лежит. Когда отдашь? Да хоть сегодня. Где? Наконец-то девушка наградила его робким взглядом. Приходи! Как тогда за пригоны? С надеждой попросил он. Ходи уже. Ты тот раз все не так поняла. А как надо было понять? Я не хотел. Думал осторожно тебя обнять, прости. Ага, осторожно. Сгреб чуть кости не переломал. Не рассчитал. Думать надо. Я тебе не сенокосилка. Оба замолчали. Она, заметив впереди людей, попросила разделиться. Езжай наперед, а то подумают не весь что. Вечером придешь, добиваясь своего, настаивал Янис. И в кого ты такой настырный? С улыбкой вздохнула Инга. В деда. Он такой был. Пока чего надо, не добьется, не отступится. Вот я вижу, что и ты готов ночами не спать, лишь бы... Это я только с тобой такой. Так я жду. Лапать не будешь? Нет. Ненадолго за булавкой, чтобы не потеряли. Как бы нехотя соглашалась она, но он уже ее не слышал. Довольный парень взмахнул вожжами так, что конь с места рванул легкой рысью. С того дня их встречи были частыми. По возможности она прибегала к нему ненадолго, пока из глубины двора не доносился беспокойный голос матери. Я не соотносился к Инге с осторожностью. Она же сначала проявляла недоверчивость. Однако время и уважение друг к другу постепенно стерли границы отчуждения. С некоторых пор доверилась возлюбленная его рукам и губам, не приступая рамок дозволенного. тихими теплыми вечерами, склонив голову ему на плечо, долго стояла с закрытыми глазами не в силах оторваться. Прижимая свою любовь, он бережно целовал шелк девичьей кожи на щеках, теребил пальцами горящие уши. И было им вместе так хорошо, как возможно бывает, когда человек пребывает на вершине своего счастья, после которого ничего не надо. Это случилось прошедшей весной. Цвела черемуха, над говорливой рекой плакали талины, теплый ветер нагонял с полей запах перепаханной земли. Из деревни плыли обычные ароматы свежего хлеба, парного молока, где-то далеко глухо стучали закрываемые на ночь двери пригонов. Хозяйки тонкими голосами зазывали детей домой. Изредка переговариваясь между собой, гавкали дворовые собаки. В такие минуты, прижавшись друг к другу, они мечтали о том, как скоро будут жить вместе, у них будет свой дом, большое хозяйство, дети. При последнем Инга каждый раз вздрагивала, затаив дыхание, сжимала ладони в кулачки. Этой осенью Янис хотел просить у Эдгара Берзынша руки его дочери. Будь что будет, если откажет, собирался украсть Ингу, а согласиться, тогда на следующую весну придется рубить новый дом. Окреленные этим решением оба зажили ожиданием. Вот Янис ходит в тайгу, а после этого все случится. В связи с этим в характере и поведении каждого произошли перемены. Инга стала слабоохотлива, рассеяна, не в меру эмоционально, могла засмеяться и тут же замолчать. Иногда просто так вдруг обнимала маму, целовала в щеку. Та понимала, дочь влюбилась, знала в кого, поэтому не противилась отношениям. В семье Берзыньш Яниса знали как хорошего парня. Занимательный случай, наделавший много шума, произошел с Янисом в конце мая после посевных. Он с отцом уходил на безымянку на рыбалку. Отправились на десять дней, за это время соскучившись по любимой девушке, не дождавшись условленного для свидания часа, решил увидеть ее раньше. Хотел подарить необыкновенной красоты камушек, найденный на берегу реки. Огородами прокрался к пригонам Берзыньшей, залез на пустой в это время сеновал, притаился. Знал, что Инга вот-вот должна пойти доить коров. Он спрыгнет сверху перед ней, обнимет, поцелует, подарит камушек. Вот это будет неожиданность. Интересно посмотреть, как она обрадуется. Янис не ошибся в расчетах. Очень скоро со стороны двора послышались поспешные шаги. Хлопнула входная дверь в стайку. Подождав мгновение, юноша соскочил вниз в дыру для подачи сена, обнял руками, зацеловал ту, которая была милее всех и дороже, и одновременно вдыхая странный незнакомый сапах и чувствуя губами обвисшую кожу. Вмиг сообразив, что здесь что-то не так, отпрянул назад и обомлел от неожиданности. Перед ним бабка Инесса. Какой леший надоумил ее идти к коровам перед Ингой. Не ожидавшая подобного, старуха завизжала попавшим под телегу поросенком. Думала, что этот черт свалился из зада, схватил и тянет за собой. А так как умирать в ее планы не входило в ближайшие лет 20, начала защищать себя всеми подручными способами. Для этого дела, кстати, пригодилась стоявшая в углу лопата для навоза. Прежде чем Янис выскочил из стайки, боевой бабушке удалось огреть налетчика два раза между лопаток. На крики сбежались все, кто имел хороший слух, даже соседи, живущие через дорогу напротив. Увидев убегающего Яниса, многие недоумевали, а выслушав бабушку Инессу, долго смеялись. А как схватил меня, и ну целовать, как наседка крыльями размахивала руками-то. Думала, конь сеновал и упал. Больше всех хохотала Инга, перепутал. Мать и отец отнеслись к этому случаю спокойно. Они знали об отношениях Инги и Яниса, лучшего мужа дочери и не желали. Вспоминая те счастливые дни, парень тяжело вздыхал. Вон, как все получилось, даже не свиделись с любимой перед тайгой. Но ничего, скоро все образуется, осталось немного, до большого снега месяц. Когда они выйдут в деревню на следующий день, пойдет к Эдгару, и тот никуда не денется. Утром Янис проснулся бодрым и веселым. Воспоминания и надежды вселили в него уверенность, все будет хорошо, не надо отчаиваться. Сегодня к вечеру или завтра придут отец с братьями, они будут промышлять пушного зверя, потом все вместе на лыжах выйдут домой. Соскочив снар, растопил печь, поставил греть завтрак. Выскочил в сене, нашел в ящике свечу, зажег на столе в избушке. Янис не стал заправлять керосиновую лампу, ему не терпелось быстрее подсчитать, когда начнутся большие снега и сколько ждать до выхода из тайги. Открыв тетрадь, прочитал последнюю запись. Она была сделана дня три назад, 4 октября. Значит, сегодня седьмое. Немного подумав, написал карандашом. Ушел поднимать ловушки на первый лепесток. Казан с едой под крышей на палатах. Приду вечером. Октября седьмое. Посмотрев старые, сделанные рукой брата Юриса записи, прочитал, что в прошлом году они ушли отсюда 9 ноября, в позапрошлом 15-го, а еще двумя годами раньше 4-го числа. Эти даты давали приблизительное время выпадения больших снегов. Когда становится невозможным ходить по таге с собакой, приходится вставать на лыжи. Немного поразмыслив, чтобы напрасно не обнадеживать себя ранними сроками, определился на последних цифрах. Приблизительно 15-го ноября они пойдут отсюда. Два дня пути значит 17-го числа он увидит Ингу, до их встречи осталось 40 дней. Для точного подсчета Янис решил отмечать каждый прожитый день. В тетрадке записывать не стал, во избежание лишних расспросов отца и братьев. Решил вырезать на небольшом поле незасеки. Нашел возле печки подходящие, не слишком толстые, которые можно было спрятать где-нибудь под крышей. Карандашом по всей длине отметил 40 точек. Тут же вырезал ножом одну из них. Осталось 39. Довольный вышел на улицу, подтянувшись одной рукой за матицу, запихал календарь в щель между досок. Здесь никто не найдет. После завтрака, быстро собрав котомку, с ружьем на плече вышел на путик. Ёлка, понимая, что наконец-то началась настоящая охота, чихнув, убежала на поиски добычи. Однако на успех в этот день не было надежды. Ночью грянул мороз, землю сковала тонкой корочкой льда. Редкие плешины снега превратились в наст и хрустели под ногами с грохотом ломаемых досок. Бегущую собаку было слышно за сотни метров, а шаги человека отдавались с ехом на соседнем перевале. Соболь услышит задолго до того, как они найдут его простывший след. Двигаясь вдоль верховых кулемок, я не снастраивал их в рабочее состояние. Между двумя горизонтально прибитыми к двум деревьям жердями настораживал челки, пробираясь к приманке, которые служили недавно пойманные сеноставки, соболь, колонок или горностай наступали на них. Верхняя жердь падала, мгновенно сдавливая добычу тяжестью гнета, не испортив шкурку. В ловушке хорошо попадались и белки. Такой способ промысла считался гуманным. Зверек умирал мгновенно, не ведая того, что с ним случилось. Сегодня охотнику надо поднять 50 самолов. На этом у него уйдет весь день, управится бы до вечера. Когда работал возле пятой ловушки, в стороне залаяла елка. По визгливому с перерывами голосу Янис определил, что собака работает по белке. Оставив на тропе котомку, с ружьем пошел на зов. Пышнохвостка находилась на невысокой около 10 метров высоту пихте. Не таясь, бегая по веткам, цокая дразнила собаку. Понимала, что та не сможет подняться наверх, поэтому чувствовала себя в безопасности. Увидев охотника, сжалась в комочек, замерла, ожидая, что будет дальше. Скрываясь за стволами деревьев, Янис подошел к ней на близкое расстояние, мог хорошо рассмотреть ее, определить качество меха. Белка была недостаточно выходной, выкунившей. Об этом говорили короткие кисточки на ее ушах, куцый хвост и практически голые лапки. Теплая без морозов осень задерживала линьку пушных зверьков. Начинать промысел было бессмысленно. Надо подождать еще несколько дней. Отозвал собаку, вернулся на путик. елка какое-то расстояние бежавшее рядом опять заваяла, теперь в другой стороне. Не теряя времени хозяин не пошел к ней, знал, что она облаивает другую белку. Насторожив ловушку, пошел дальше. Лайка не дождавшись его, скоро бросила пышнохвостку, нашла третью. Так они и шли параллельно друг другу. Я не споднимал куленки, елка облаивала неподалеку к обеду сбился со счету, сколько раз она звала к себе. Если в этот день он их отстреливал, к вечеру мог бы добыть не меньше двух десятков. День прошел как обычно. Сделав по тоге круг, к вечеру я не свернулся к зимовью, насторожил все имеющиеся на пути к ловушке. Уставший, проголодавшийся, но довольный результатом присел на чурку пустой избы. долго не мог войти в нее, не хотелось. Набегавшись по тайге, елка прилегла рядом, приводя себя в порядок. «Как ты думаешь, почему же они не идут?» в раздумье спросил он и вздрогнул от неприятного ощущения. Внутри в голове и к ушам от собственных слов пронеслись нервные болевые разряды. Так бывает, когда, пребывая в одиночестве, человек долго молчит. Отец советовался нам. «Будете в тайге одни, разговаривайте с собаками, иначе разучитесь говорить». Настроения не было. Растопил печь и, даже не поужинав, я не завалился под одеяло на нары. Проспал до утра. Все последующие дни, пока настораживал ловушки, были однообразными. Просыпался утром, грел завтрак, ел и кормил собаку, порезал на полене зарубку, делал в тетрадке запись и уходил в тайгу. Там старался забыть, задержаться как можно дольше. Возвращался в зимовье в сумерках, быстро ужинал и ложился спать. Утром все повторялось заново. Пять дней стояли морозы. Голая без снега тайга не радовала глаз. Понимая, что затянувшаяся осень к добру не приведет, за ней всегда последует большой снегопад, он убрал морды из огородки в нишу на скале до весны. Колес оставил под елью, чтоб не мочил дождь. Понимал, что в этом году рыбалки не будет, шугая ли снежица сорвут за пруду. На шестой день отстрелял первую белку. Та оказалась полностью выходной, с выкунившим до зимнего состояния мехом. С этого момента начался оружейный промысел. Янец стрелял много и часто. Активная в эти дни белка хорошо бегала по земле. Богатый урожай еловых шишек привлек внимания пышнохвостых грызунов из дальних районов. Елка облаивала их через каждые 200-300 метров. Спутник подходил на зов, когда видел добычу, отстреливал ее. Если та затаивалась, не теряя времени, уходил дальше. Стрелял наверняка, когда был уверен, что добудет с первого раза. В гильзы заряжал половинные заряды, половина меры пороха и дроби. Экономил патроны, отстреливая в день до 10 белок. Радовался успеху. Для темнохвойной тайги, когда добыча затаивается в густой кроне дерева, это был отличный результат. Значительную часть добычи приносили ловушки. На втором обходе путиков снял двух колонков, норку и около 40 белок. С ежедневной охотой и работы прибавилось. вечером возвращаясь в зимовье, помимо приготовления пищи, надо было обработать добычу, высушить для долгого хранения, на это уходило много времени. Прихватывал темноту, сидел при свете керосиновой лампы и однажды заметил, как быстро сгорает керосин. При других обстоятельствах все члены семьи были вместе и это казалось обычным делом. Топливо для лампы вериды возили на лошадях в железной десятилитровой канистре. Быстро собирая его в этот раз, мать сунула литровую из толстого стекла бутылку. Один раз он из нее уже делал заправку. Обескураженный открытием заскочил на лабаз, пересмотрел запасы, нашел такую же полную бутылку, которая осталась с прошлого года, облегченно поблагодарил всевышнего. Слава тебе, господи. Теперь оставшегося керосина должно хватить до конца сезона, в этом он был уверен. Даже если к большому снегопаду не придут отец и братья, все равно пойдет домой. А как иначе? Не сидеть же тут до весны, пока не растает пухляк. На седьмой день повалил снег, наскучившая по перемене погода природа как ребенок, увидевший новую игрушку. Заволновалась деревьями, зашумела горами, живо заговорила ручьями. Кедры, пихты и ели с радостью подставили для нового наряда руки-ветки. Быстро облачились белоснежные одежды, промерзшая земля покрылась пуховым одеялом. В одночасье изменившийся мир приготовился ко встрече с зимой. В этот день Янис не выстрелил ни разу. Утром неподалеку от зимовья елка наткнулась на свежий соболиный след, который был дороже беличьих набегов. Вдохнув волнующий запах, лайка не обращала внимания на мелких грызунов. Началась захватывающая погоня за хищным зверьком. Догнать Аскыра сразу наскоком не получилось. Он услышал преследователь с короткого шага перешел на прыжки. Матерый кот, которого, вероятно, когда-то уже гонял охотник. Понимал, чем грозит замешательство. Соболь был местный, хорошо знал свою территорию. Стараясь сбить преследователей с толку, побежал в недалекий завал, долго крутился под поваленными деревьями. Напористая собака не отставала, быстро распутала его стежки. Тот, понимая, что здесь не оторваться, пошел на уход в ближайший перевал. Выскочил на гору, заскочил на пень, долго слушал. В подъем ему удалось убежать далеко. Елка отстала, и это его успокоило. Зверек неторопливо запрыгал к знакомому кедру, в котором жил, залез в корни, расположился на дневную лешку. Там его и нашла настойчивая соболятница. В это время следовавший по следам соболя и собаки Янис услышал призывный лай далеко на перевале. Прежде чем подойти, пришлось спуститься в распадок, обогнуть небольшое болото, и только потом, поднявшись на пригорок, оказаться рядом. Перепачканный в грязи и перегной, довольный приходом хозяина, лай как грызла корни таежного исполина, рвала кору, выгребала труху. Злобный, настойчивый лай не вызывал сомнений, что добыча здесь. Рожденная для охоты елка никогда не лаяла зря. Однако найти соболя было половиной успеха. Теперь его следовало выкурить из дупла кедра. Янис простучал обухом топора от дерева. Как и предполагал, оно оказалось пустотелым, с дуплом. Скорее всего, животное залезло внутри вверх, насколько смогло, и там затаилось. Подобное случалось. Отец и братья научили, как добывать соболей. Прежде всего, на высоте плеч он прорубил небольшую дыру, в которую могла бы пролезть только голова зверька. Потом в корнях развел костер, завалил сырыми гнилушками, ожидая результата. Густой дым, заполнивший пустотелый ствол, очень скоро заставил Асквера показаться в дыру, где его с петелькой в руках поджидал Янис. Когда все кончилось, а добыча была уложена в котомку, охотник и собака некоторое время молча сидели под деревом. Успокоившаяся елка, поощренная вареными кусочками мяса, приводила себя в порядок. Янис, доедая остатки обеда, довольно смотрел по сторонам. Добыть соболи для вередов большая удача. Малая численность пушного зверька, большая стоимость заставляли тратить на охоту много сил и времени. В прошлом году они вчетвером принесли из таги четыре шкурки. Это хороший результат. Многие знакомых промысловиков добыли по два, а то и по одному оскару. Сегодня я не с один поймал зверька без выстрела. Это стоило того, чтобы вечером устроить праздничный ужин. Между тем непогода разгулялась. С неба повалили частые лохматые снежинки. Следы засыпало на глазах. Отпечатки шагов стали похожи на неглубокие ямки, в которых трудно определить, кто здесь недавно прошел. День клонился к вечеру. В погоне за соболем прошло много времени. Пришла пора возвращаться на зимовье. Поднявшись на ноги, я не поправил ружье, котомку, не задерживаясь, пошел напрямую. Довольная елка побежала неподалеку впереди. К избушке подошли засветло. Ранние сумерки еще только начали сгущать краски хмурого дня. Ни ко времени усилившийся снегопад с ветром ограничил видимость до нескольких шагов. Завалил чурку перед избой, кострище, все тропы, на которых не было ничьих следов. Еще теплые после его ухода человека утром стены избы были, как всегда, пусты. Отряхивая с себя снег, Янис заметил странное поведение елки. Та, напрягшись телом, подняв уши, взволнованно смотрела в сторону реки, перебирая носом в воздух, стараясь поймать запахи. Без сомнений, собака что-то или кого-то чувствовала, может, даже слышала. Это заставило насторожиться. взяв ружье на изготовку, охотник долго смотрел в густой пихтач, стараясь услышать посторонние звуки, подставлял ветру правое или левое ухо. Однако, ничего, кроме шороха, падающих снежинок и шума ветра в ветвях деревьев разобрать не смог. Проверив в стволах полевые патроны, медленно пошел вперед. Елка не отдалялась от него, но и не путалась в ногах, пошла впереди. Часто останавливаясь, оглядываясь на него, Лайка предупреждала, что там кто-то есть, и он может нести опасность. Это мог быть человек или зверь, но в любом случае встреча с ними не сулила ничего хорошего. Если бы это были отец с братьями, они пришли бы на зимовье другой тропой. Вероятно там медведь бродяга или заплутавший охотник. Так или иначе Янису следовало проверить, кто это во избежание неприятных последствий. Прошло немало времени, прежде чем они осторожно вышли на берег безымянки. Здесь он нашел причину настороженного поведения собаки. Вдоль речки тянулись недавние, еще не запорошенные снегом конские следы. Передвигаясь друг за другом, они образовали неглубокую тропу, которая меняла направление перед низкими ветками или согнувшимися деревцами. Очевидно, что на спинах копытных едут всадники. Внимательно осмотревшись, Янис определил направление чужаков, двигавшихся вверх по реке. Рядом развивались цепочки отпечатков собачьих лап. На лбу выступил холодный пот. Десятки необъяснимых вопросов породили страх. Сердце едва не остановилось от мысли, что возвратись он на зимовье чуть пораньше, встречи было бы не избежать. Будто пришибленный бревном пошел назад к избушке. Каждое мгновение ждал окрика за спиной. Эй, ты, а ну стой! И не знал, бежать в тайгу или стоять на месте, если это случится. Добравшись до места, запустил вперед елку, вошел следом. Сел на нары, не разжигая печи. Ушах звон, в висках, будто кузнец отбивает молотом каленое железо. Долго смотрел в окно, на то, как падают похожие на куриное перо снежинки. Как сгущаются сумерки. Продрог. Надо что-то делать, либо разводить огонь, или, кутаясь в одеяло, ночевать так. Чужие, если остановились где-то неподалеку, могут почувствовать запах дыма. Их собаки услышат шум. Решил сходить по следам, посмотреть, как далеко ушли. Не выпуская на улицу елку, чтобы не выдало с одним ружьем, отправился в ночь. Теперь пошел напрямую через тайгу, вырезая след выше по реке. Местность знал хорошо, мог ночью ходить где угодно, не плутая. Срезав угол, нашел следы. Не выказывая себя, пошел в стороне за ними. Осторожно, часто останавливаясь и прислушиваясь, проследил путь до первого поворота. Никого. прошел дальше, опять пусто. Впереди третья излучина, и там тоже тишина. На ходу, изучая движение, понял, что всадники не местные и идут по безымянке впервые, возможно, даже не охотники. Они повторяли все изгибы и повороты речки, часто натыкаясь на завалы и на носы. Опытные таежники так не ходят, передвигаются на некотором расстоянии от воды, срезая углы и обходя стороной многочисленные препятствия. Часто останавливаясь, они поворачивали коней, ехали назад, правили в обход приплон, но потом непременно возвращались на берег. Быстро стемнело. Янис едва мог различить деревья и тропу на снегу, еще немного и в таге пропадут все ориентиры. К этому времени он преодолел около двух километров. Расстояние достаточное, чтобы, вернувшись зимове, можно было безбоязнно растопить печь и спокойно спать тепле. Но любопытство гнало вперед. Встречный ветер и снегопад способствовали незаметному передвижению. Его запахи относило назад, шум шагов глушил толщина снежного покрова. Вдруг почувствовал запах дыма. Теперь не так быстро, учитывая каждый шаг, пошел навстречу неизвестность. Впереди в ста шагах на большой поляне у речки горел большой костер, а возле него мелькали неясные силуэты. В стороне под наспех сооруженным из пихтового лапника навесом стояли четыре лошади. отсюда плохо видно кто эти люди и сколько их. Я не спозволил себе подойти еще на несколько шагов, а потом стал присматриваться и вслушиваться. Их четверо. Люди в форменных шапках со звездочками, в чинных полушубках, яловых, не по времени одетых сапогах. Милиционеры или представители НКВД. Оградившись от ветра и снега брезентом, они брякали ложками в котелках ужинами. Две худые голодные собаки возле них, поджав хвосты, ждали подачки. Во время еды они вели какой-то разговор. Я не состоил у больших усилий разобрать обрывки фраз, долетавших до него. Тут, не тут. Говорил, что тут, ворчал один, что сидел спиной. Надо было его с собой брать, чтоб показал, недовольно бурчал другой. Может, сдох давно один-то. Не сдох, так сдохнет. Ага, жди, с запасами долго просидит. Все равно выйдет, там словим. Больше не надо было ничего знать. Я не вспомнил, кто эти люди и зачем они здесь. Тихо, медленно пошел назад. Разыгравшийся метель отнесла запахи и скоро завалило следы. Те, кто его искал, так и не узнали, что он был рядом. Вернувшись с зимови, растопил печку, разогрел ужин. Немного поел, хотя не хотелось. От нервного напряжения пропал аппетит. Я не понимал, что милиционеры по чьей-то подсказке искали его. Двигаясь по берегу речки, повторяя повороты изгибы, они хотели найти избушку, которая должна находиться недалеко от воды. Хорошо, что сегодня пошел снег, завалил тропинки, а он убрал с берега морды и тальниковые стенки. Сейчас бы у него были связаны руки. Соболь. Я не вспомнил про него, бросил случайный взгляд в угол, где на поленьях лежала котонка. А ведь он сегодня не стрелял ни разу. Если бы милиционеры проходили вчера, наверняка услышали бы выстрелы. Как хорошо, что он вернулся на зимовье поздно, после того, как они прошли неподалеку. Случись это часом раньше их собаки указали бы путь к нему. Снегопад, день без выстрелов, задержка в тайге. Что это? Случайность? Или матушка с сестрой молитвами защищает его от возможных бед и несчастья? «Что делать дальше? Как быть?» Спрашивал он себя и не находил ответа. Может, ему стоило сейчас сдаться, сказать, вот я, ни от кого не прячусь. Там разберутся, что он ни в чем не виноват, отпустят. Но так ли это? Почему тогда не возвращаются те, кого забрали в деревне раньше? И правда, где соседи кужеватвы, промышлявшие за водораздельным хребтом? Почему не приходит в гости дядька Михаил Вербицкий, охотившийся на устье безымянки по рыбной реке? А где я не с содроганием подумал, что за все время, пока он находился здесь, ни разу не слышал выстрел. Прошлые годы отец услышал вдалеке грохот ружья пояснил. Вон Мишка сосед, по белкам палит. Другой раз, выбравшись на перевал с высоты, осматривая далекую долину, показывал на дым костра. Вон там сынок дед Егор с сыном Архипом соболятничают. А там тыкал пальцем на далекие горы наши родственники охотятся, Айвар с Нигур с дятем. Вокруг них жили люди и все стреляли. Кто-то изредка другие, не жалея патронов. Иногда вдалеке слышался лай чужой собаки. Теперь в округе тишина. Ночью не спал. Боялся, что утром милиционеры обнаружат его, застанут зимовьи и арестуют. Чтобы этого не случилось, пока идет снег, решил уйти в тайгу подальше. Набрал полную котомку продуктов, взял одеяло и войлок, котелок, топор, необходимые в быту мелочи. Не дожидаясь рассвета, в ночь пошел к скалистой гряде. Там решил переждать некоторое время. Три дня я не сжил в угоре под скалой. Не давая следа в тайге, находился на одном месте. Привязанная на поводок к дереву елка сидела рядом. От стана юноша отходил лишь небольшой ключ за водой, протекавший неподалеку. Дрова готовил глубоко ночью, чтобы не было слышно стук топора. Все это время настороженно слушал округу. Не идет ли кто? Засыпая, ненадолго вскакивал, смотрел на собаку. Та равнодушно зевала, значит все спокойно. На третью ночь перед утром снег прекратился. Небо очистилось от туч, показав половинку луны и россыпь звезд. Незаметно похолодало. Переменявшаяся погода сулила мороз. Теперь на костер дров требовалось два раза больше. ненавием уставши и осунувшись от бессонных ночей Янис сидел перед костром с кружкой горячего чая. Ждал полного рассвета, думал о своем дальнейшем положении. Находиться здесь на одном месте он долго не мог, кроме зимови идти некуда. Наконец-то решившись собрался, пошел в сторону безымянки. Чтобы не попасть в засаду, елку вел на поводке. Собака должна заранее подсказать об опасности. Сначала хотел посмотреть место ночлега милиционеров. Если они еще там или нашли зимови, у него будет время незаметно уйти. Напрямую вырезая угол, прошел мимо избушки к берегу. Осторожничая, проверял каждую подозрительную ямку, обитый от снега кустик или осыпавшийся кухту, которые могли быть образованы или сбиты человеком. Снега выпало много. Местами высота его покрова достигала до колена. Все передвижения видны, как на чистой бумаге. Он тут топтался сахатый, а вот здесь бесцельно в ожидании залегания в берлогу был Мишка. Под знакомыми скалками вились кабарожьи тропки. Изредка встречались с собой лечетки, еще чашья, прыжки колонков. Повсюду несчетное количество беличьих квадратиков. После непогоды тайга жила своей жизнью. В ней, кроме скрывавшегося Яниса, не находилось других людей. Медленно посматривая на собаку, вышел на стоянку милиционеров. Глубокий снег сравнялся вокруг. Под его толщиной незаметно кострище, лежанок из густых пихтовых лапок, остатков заготовленных дров. Хлипкий навес упал под тяжестью зимнего покрывала. Место, где стояли лошади, казалось обычной поляной. Никаких следов их пребывания. Кто не знает, пройдет мимо, не заметит, что здесь несколько дней назад ночевали четыре всадника. Лошадиные тропы тщательно зализаны ветром. Вероятно, люди уехали отсюда на следующее утро. Но куда? Об этом стоило подумать. Может, они сейчас караулят его в зимовье? Я не спожалел, что не пришел сюда на следующий день. Тогда еще можно было определить их направление. прежде чем идти к избушке, долго думал, стоит ли это делать. Может, пока не поздно уйти за перевал к Кужеватовым или Снигурам, но где вероятность, что туда тоже не приедут за ним. Можно вернуться под скалу, но как долго он сможет прожить там, под открытым небом? Решился, пошел. Крадучись в густом пихтаче, останавливался через каждые тридцать шагов. Долго слушал, что же там делается впереди. Елка шла спокойно, все внимание собаки заострялось на свежих следах пушных зверьков, попадавшихся на пути. Лайка не понимала, что происходит. Они ушли из теплого обжитого места в ночь, жили у костра, теперь бродили по тайге. Все это время она была на поводке. Такого с ней не происходило никогда, ей хотелось уволить. Изредка верная подруга смотрела в глаза хозяину, тот молчал. Поднявшись на пригорок с небольшой высоты, я нездолго наблюдал за местностью. В знакомом лошке спокойно, тропинки завалены снегом, вокруг зимовья чисто, не видно следов людей и лошадей, над заснеженной крышей из холодной трубы не вьется сизый дым, елка равнодушно смотрит вокруг на него, мы здесь одни. Он расстегнул ошейник, отпустил собаку на волю. Та неторопливо подбежала вперед, зашла в сень и обнюхала углы, потом прошла под ель, вырвала спрятанную кость, чтоб погрызть. Только тогда я не вздохнул свободно, никого. В сенях все так же, как было несколько дней назад. Перевернутая чистая посуда, на палатах ящик с продуктами, поленницы, те три полены, которые для заметки положил вверх сучками. Под дверью целый, прилепленный на смолу конский волос. В зимовье после него никто не входил. Полностью успокоившись, вошел в холодную избу. Присел у порога на чурку, растопил печь. Та радостно загудела, отдавая тепло. Подождал, когда немного прогорит, подкинул дров, прошел к нарам. Не разуваясь, не снимая куртку, лег на постели. Убаюканный говорливую речью огня, впервые за трое суток беззаботно уснул. Очнулся от беспокойного сна. Приснилось, что за ним гонятся по таге мужики на лошадях. Он бежит по болоту к родному дому, вязнет, тонет, кто-то страшный тянет за ноги, на другой стороне трясина родная деревня, утопающая в цветущей черемухе. Там люди, какой-то праздник, все веселятся, танцуют, поют. Он кричит им, просит о помощи, но никто не замечает. С неба повалил снег, быстро завалил землю, деревня исчезла. Посмотрел назад, нет всадников, болота тоже нет. Перед ним крутая гора, на ней светит яркое солнце. Надо подняться на вершину, чтоб дотянуться до небесного светила. Зачем? Не знает. Подскочив на нарах, долго не мог понять, где находится. В избушке темно, за окном ночь. Вытянул руку, нашел на столе спички. Чиркнул одну. Яркий огонек осветил знакомые стены. Слава тебе, Господи, зашептал молитву. Зажег керосинку, принялся растоплять давно потухшую остывшую печь. Снаружи скребется елка. Открыл дверь, впустил ее. Та недовольно заскулила. Ну что не открываешь? Я давно прошусь под нары. Захотелось есть. Вышел в сене, принес казан с вареным мясом, не разогревая, жадно глотал с сухарями. Под нарами зашевелилась елка, она тоже проголодалась. Я не сотворил половину, не громко проговорил. Продержал я тебя на привязи, не давал воли, кормил плохо. Ничего, теперь набегаешься и наешься. Теперь еду будем делить пополам. На следующее утро, собираясь в тайгу, проверять ловушки, сделал запись. Третьего дня вверх по реке проходил конный отряд милиционеров. На берег не ходите, не следите, из ружья не стреляйте. Пошел по лепесткам, буду вечером. Октября семнадцатая. Не забыл сделать зарубки на полене. Вырезал необходимое количество, подсчитал сколько осталось черточек от карандаша. Их было тридцать, остался месяц. И он увидит любимую девушку. Подумав об этом, грустно вздохнул. Теперь не было уверенности, что это произойдет. И вообще, исходя из последних событий, я не во многом сомневался. Однако знал и верил, что надежда умирает последней. Большой снегопад начался раньше на несколько дней. С запада порывистый ветер пригнал плотную стену черных туч, из которых на тайгу обрушилась стена слипшихся комковатых снежинок. Притихший лес застонал под натиском непогоды. Шипение, свист, треск слились в единую прелюдию надвигающегося урагана. Повсюду сыпалась кухт. Рвались и ломались хрупкие ветки кедров. Лопались на извороте слабые стволы пихт и елей. Иоанис в это время подходил к зимовью. Непогода застала врасплох в конце пути. Ему надо проверить еще несколько кулемок, но он не стал этого делать, поспешил в укрытие. Знал, что оставаться среди деревьев опасно. Сильный ветер выворочно свалил старые, отжившие, подгнившие хусухостоины, которые могли накрыть любое оказавшееся рядом существо. Не разбирая дороги, прыгая через кусты и колодины, утопая выше колена в снегу, быстро добежал до избушки. Заскочил под крышу в сень. Теперь за ним влетела елка. Поджав хвост, со страхом посмотрела на лес, потом в глаза хозяину. Что делается? Я, не сотряхивая с себя снег, разделил ее настроение. Дождались мы с тобой хорошей моей зимы, потрепал собаку за ушами. Теперь путного ждать нечего, надо вставать на лыжу. Лайка робко забила хвостом по полу, прижалась к его ногам. Вместе нам ничего не страшно. Поры ветра длились недолго. Скоро ветер стих, уступая место настойчивому, непрекращающемуся снегопаду. Пока я не стопил печь, ужинал и обрабатывал добытую пушнину, на чурку на улицу выпало около двадцати сантиметров. Смахнул снег рукой, решил посмотреть, что дальше. Проснувшись утром не узнал тайгу. Пушистая снеговая масса достигала едва ли не до пояса, чурки не видно. Пройти за водой к ручью без лыж невозможно, еще не осевший, не слежавшийся снег, как куриный пух, не держал на поверхности. Наступая вперед, я не спровалился до земли. Испытав лыжи брата, но так и не добившись конечного результата, стал копать кручью дорожку. Так быстрее. Идти проверять ловушки бессмысленно, надо ждать, когда оближится снег. На второй и третий день картина не менялась. Осадки падали, не переставая, засыпали все вокруг. Толщина покрова достигала Янису по грудь. Все это время он не лежал на нарах, откидывал возле избушки снег, чистил кручью и сложенным в поленицу неподалеку дровам дорожки, чинил одежду, отминал шкурки добытых зверьков. К настоящему моменту у него был один соболь, пять колонков, семь горностаев, около двух сотен белок. Добытую пушнину он хранил в большом обитом жестью ящике на лабазе. Утром третьего дня, собираясь варить обед, нарубил мясо, хотел наполнить им казан. Потом вдруг повесил его на гвоздь в синях, достал небольшой трехлитровый котелок, решил варить в нем. Зачем переводить продукт? От этого на душе у него стало так тоскливо, как это происходит в том случае, когда тебе отказывает в любви девушка или предал лучший друг. Постоянно думая о родных и близких, об инге, он нагнетал себя, не спал ночами, стал раздражительным и вспыльчивым. Вчера, когда собаку утром попросилась на улицу, зашиворот выкинул в открытой двери, как будто она была виновата в бедах. Ходишь тут, зло кричал Янис, избушку выстужаешь. По прошествии времени, когда остыл, понял свою ошибку, позвал лайку в избу, но та, свернувшись клубочком под елю, игнорировала его, обиделась. Поведение собаки возмутило, силой захлопнул в дверь, оторвал ручку, зашвырнул в угол. Попал на нары, лицом вниз, заплакал, а выплакав все слезы, расслабился, затих, незаметно уснул. Прошло много времени, прежде чем проснулся. Сел на нарах, бесцельно осмотрелся вокруг. За окном сумерки. Что сейчас? Утро или вечер? А ему без разницы. Все равно в тайгу не идти, а зачем? Встал снар, вышел на улицу, на очищенной перед избушкой площадке по колено снегу. Опять надо откидывать лопатой. Взял орудие в руки, начал отгребать пухляк. Под елю лежит елка. Твернула голову, смотрит в сторону. Когда расчистил дорожки, позвал за собой в тепло, но та не пошла. В зимовье пусто и одиноко. От нечего делать затопил печь, взял в руки тетрадь, стал перечитывать свои записи. Тогда в начале октября он был полон красочных надежд на встречу с родными. Теперь точно знал, что отец с братьями не придут к нему. Но ужаснее было то, что он так же не сможет выйти из таких людям. Должен жить здесь неизвестно до каких пор. Янис чувствовал себя изгоем, у которого нет будущего. Это подобно поведению затравленного зверя, который, сидя в клетке, не может вернуться в свое логово. Теперь он не может увидеть любимую девушку. Свидания и свадьбы откладывались на неопределенное время. Да и состоится ли это вообще? Вспомнив об Инге, застонал. Янис походил на молодой кедр, у которого ураган только что оторвал где-то посредине ствол с ветками. Он еще жив, напитан соками земли, но исход однозначен. Ему все равно быть трухлявым пнем, который быстро сгниет без вершины. Обхватив руками голову, облокотившись на стол, долго сидел, уставившись на огонек керосиновой лампы, смотрел, как тот медленно догорая гаснет, сгущая сумерки в бревенчатых стенах. Опять кончился керосин. Надо больше экономить запасов топлива для освещения едва ли хватит до весны. Да и вообще надо беречь спички, соль, муку, крупы и прочие домашние продукты. Пополнить их не получится, никто не принесет. Он тоже не может выйти в деревню, дороги в мир людей нет. В душе боль, на сердце тоска. Не зажигая огня, отвалился на нары, не накрываясь одеялом, не вытирая катившихся слез, ткнулся лицом в подушку. Раннее утро разбудило его внутренним порывом. Неуемная молодость требовала движений. Янис встал, растопил печь, вышел на улицу, размял на свежем воздухе затекшее за ночь тело. Снега выпало немного. От непродолжительной работы улучшилось настроение. Под деревом зашевелилась елка, встала, потянулась, чихнула. Ох, ты моя хорошая, подзывая собаку к себе, заговорил он, старайся исправить вчерашнюю ошибку. Иди ко мне, ну, дай я тебя поглажу. Не хочешь? Извини меня, ну, всяко бывает, сорвался. Та, не удостоив даже взглядом, пошла под соседнее дерево. Гордая. На то, чтобы восстановить прежние отношения, требовалось время. Прежде, чем вернуться в зимовье, набрал охапку дров. Закинул их в угол. О чем-то вспомнив, вернулся в сене, дотянулся под крышу, достал полено с зарубками. Не задумываясь, закинул в огонь. Так закончился его подсчет дням ожидания встречи с любимой девушкой. Снег перестал. Непогода отдала образы правления крепнувшему морозу. Полной энергии Янис решил топтать лыжню к перевалу. К действиям подтолкнула внезапная мысль, разбудившая сегодня утром. Задумал сходить в соседний водораздел, где охотились к уживатого. В прошлом году они встречались с дядькой Егором и его сыном Архипом. В этот день вывершить гору Янису не удалось. Глубокий погрудь снег не давал хода. В свежем пухляке лыжи тонули едва ли не до земли. Их приходилось вытаскивать, разгребая сугроб руками и только потом делать новый шаг. До обеда выбившись из сил удалось пройти около двух километров. пухлях. Янис почему-то не решился До зимовья оставалось еще около 20 километров по глубокому снегу За день не успеть Ночевать в тайге у костра не хотелось Третьи сутки были решающими Сегодня к вечеру надеялся первый раз за месяц увидеть людей Пусть не родных, не близких Но единых духом и стремлением промысловиков, хорошо знавших их Дядька Егор должен рассказать ему, что творится у них в Каменогорновке Ведь они живут неподалеку, всего в 40 километров в соседней деревне Шлось легко Хорошее настроение от надежды навстречу гнало вперед Сильные ноги без труда толкали легкие лыжи по поверхности зимнего покрывала По вчерашней лыжне Янис за три меры вышел на гору Здесь проходила незримая граница соседнего участка Впереди в долине находилась вотчина Кужеватовых Недолго задержавшись подождал собаку Следовавшая по следам елка отставала, проваливалась, теряла силы Янис хотел оставить ее на зимове Но до сих пор обиженной лаки в руки не давалась За третьим от перевала ручьем у соседней начиналось ловушки Свернул к ним Знал, что если Кужеватовы проверяют кулемки Значит есть лыжня А по ней он быстро доберется до их избушки Самоловы Янис нашел быстро Они виднелись издалека Вот только никто их в этом сезоне не настораживал Причувствуя недобрый парень все же пошел по чужому путику Надеялся, что может быть по какой-то причине дядька Егор забросил его Эти ловушки у Кужеватовых были самыми ходовыми То есть рабочими, продуктивными В них они ловили треть всей своей добытой пушнины Так говаривал дядька Егор Во второй половине дня, ближе к вечеру Янис добрался до знакомого распадка Вон там на пригорке ручья должна стоять изба А на тех трех спиленных деревьях возвышался лабаз Нет ничего Прошел вдоль берега вверх, потом вниз Наконец-то наткнулся на остатки сгоревшего лабаза Вспомнив место, раскопал лыжи и снег На месте избы обуглившийся сруб Кто-то сжег зимовье Неужели дядька Егор решился на этот поступок? Но почему? Он начинал догадываться Ночевал под елью у костра Утром едва расцвело пошел назад Прожив несколько дней в своем зимовье Решился на новый поход Стараясь держаться глухой тайги Направился вниз по течению безымянки К вечеру вышел на берег реки Рыбной Как в случае с кужеватыми Откопал обуглившиеся останки избушки Вербицких К дальним горам, где промышляли дядька Айвар Снегур С дятем Пришел на третий день Изба осталась целой, но пустой Холодные стены Нетопленная с прошлого года печь Подвешенные от мышей постели Чистая перевернутая посуда Статки продуктов на лабазе Давали знак, что осенью сюда никто не приходил Возвращение назад было тяжелым Едва переставлял лыжи в снегу По глухим просторам тайги Которой не отмечено чужой лыжни Знал, что вернется в пустые стены Там никто не ждет Птецы-братья не придут Так же и он не сможет вернуться к людям В родной дом К любимой девушке Единственная живая душа Друг и помощница Собака Чувствуя его настроение С опущенным хвостом Елка понура плелась сзади по лыжне А придя в зимовье Тихо проскользнула под нары Когда он усевшись на чурку Напротив печи горько плакал Осторожно вышла к нему Слизывать языком Катившиеся слезы С веселым посвистом С тревоженной синицы Пришла весна Необычным голосом Подобным Ширканью двуручной пилы Заиграли на осиновой горке Краснобровые глухари Будто упавшая на пол кастрюля Кликнул гортанным призывом Черный ворон В недалеком распадке По ночам затявкала лисица Тяжело ступая по крепкому насту В поисках молодой зелени Не таясь прошагал старый медведь Пухнул на реке Просевший от тепла снег Заскрепела на ветру За избой старая Таявшая пихта На проталине у ручья Проклюнулся первый подснежник Воздух наполнился Свежестью тающего снега Соком земли Сырым деревом На крыше избушки Смольем деревьев С переменой времени года Постепенно изменилось В лучшую сторону И настроение Яниса Ушли в прошлое Длинные зимние ночи Морозные метельные дни За плечами остались Сотни километров Лужни по путикам Сплошными мозолями Загрубели от топора И лопату ладони Стали притупляться Неприятные воспоминания От того, как, обхватив себя за волосы Выл волком от тоски и одиночества Проснувшись однажды утром Посмотрел в окно Увидел оттаивший клочок земли Небольшая поляна между деревьев На санцепёке Подтолкнула к действиям Длинными, долгими зимними вечерами Думая о том, как ему жить дальше Понимал, что очень скоро Запасом продовольствия придёт конец Как ни старался урезать норму Круп, сахара, соли Они исчезали с неумолимым постоянством В большой котомке Куда матушка и сестра Накладывали продукты Оставалось всего понемногу Пятая часть На лабазе со старых времён Лежало много припасов Но парень их не трогал Оставляя на будущее В основном питался мясом и рыбой Знал, что без муки и крупы картошки Жить тяжело Когда осенью его в торопях Собирали в дорогу Зента накидала в котомку ведро картошки Тогда брат был сердит на сестру Теперь благодарен Осенью в ожидании отца и братьев Я не снижалел клубни Ел волю Думал, что привезут на лошадях столько И что, как всегда, останется Придётся выкидывать Сейчас от тех запасов Осталось всего три картофелины Что случайно закатились Под нары в угол Не замёрзли Он обнаружил их зимой Хранил в тепле И теперь ходил посадить на поляне за избушкой Сложнее было с крупами Как ни старался экономить муку Она была не бесконечна Пересмотрев продукты на лабазе Янис подсчитал Что если будет печь в неделю По три лепёшки В лучшем случае муки Хватит до осени Пшеницы не было Перебирая мешки Нашёл в одном из них Несколько горстей овса Отец брал для лошадей в тайгу Внимательно посматривая на него Янис заметил Несколько пшеничных зёрен Это были первые семена Которые могли хоть немного разнообразить стол Таёжного отшельника Землёй для посадки послужила поляна за зимовьем Две недели ушло на то Чтоб свалить заслонявшие свет деревья Выкорчевать пеньки и корни Убрать камни и перекопать участок Старался перебрать руками Каждую горсть земли Отделяя лишнюю траву и сорняки В итоге остался доволен работой Но с посадкой не торопился Дождался полного схода снега и тепла Огород получился небольшой Десять шагов в длину и пятнадцать в ширину На нём поместились двенадцать лунок картошки Каждый из трёх клубней разрезал на четыре части Остальное место занял овёс А сбоку на самом светлом и тёплом месте Посеял двадцать три зерна пшеницы Довольный работой парнишка стал ждать результата своей деятельности Теперь Янису приходилось экономить во всём Прежде всего на спичках и керосине Чтобы не разводить огонь в печи вишний раз Оставшиеся угли накрывал глиняной чашки Без доступа воздуха они долго тлели Поэтому разжечь глинобитку было легко Для дальних походов использовался небольшой толстостенный горшок Охотник накладывал в него угли Плотно закрывал крышкой и носил с собой в котомке На привале развести костёр не составляло труда Керосина осталось мало На две заправки в лампу Первая бутылка, которую он принёс из дома, опустела Во второй на лабазе оставалась треть топлива Янис сжигал керосинку в редких, исключительных случаях Освещением в зимовье служили берёзовые лучины Третьим и, возможно, главным недостатком Являлось отсутствие соли Её на лабазе осталось около 10 килограммов Осенью Янис не пожалел посолить рыбу и мясо Надеясь на отца и братьев, он использовал половину запасов И теперь был недоволен своей щедростью Добычу можно было хранить в леднике Без неё позволяла минусовая температура Снова пообещав себе быть ещё экономней Парень решил не подсаливать на рогатой седловине солонец Как это делал отец в прошлом году Каждую весну они привозили на лошадях два-три пуда Один забивали в землю, привлекая лосей Остатки уходили на рыбу и добытого зверем Добывать весной сахатого на солонце Янис не стал Незачем В леднике хранилась ещё половина туши прошлогоднего зверя И около 30 килограммов рыбы Сходив однажды на рогатую седловину Юноша убедился Насколько активно лоси ходят на солонец Ему не стоило труда в тот вечер добыть одного из них Но решил оставить охоту до осени Больше всего думал о хлебе Муки оставалось не так много Килограммов 5-6 Пол мешка сухарей Он пёк на сковороде 3 большие лепёшки раз в неделю Этого не хватало для полного насыщения Но делать нечего При таком пайке муки едва ли могло хватить до осени Чтобы как-то растянуть запасы С начала лета стал печь по 2 лепёшки Надеялся на урожай зерновых И что посаженного овса хватит на долгую холодную зиму Кончались жир и сало Стоило подумать чем их заменить Рыбий жир заменял домашние продукты Но всё же это было недостаточно Сожалел, что когда осенью свеживал лося Внутреннее сало отдавал собаке Жалкие остатки круп в мешочках Брал и добавлял в супы редко Да и то понемногу 2-3 ложки Рис, пшено и перловка таяли на глазах И взять их негде Всё же Янис не сетовал на судьбу Он мог продолжать своё существование Несмотря ни на что Ежедневные заботы в некоторой степени Притупили чувство одиночества Увлекая себя работой С утра до вечера Стараясь не думать о том, что происходит дома Не томился ожиданием, что кто-то придёт К нему Уходя из зимовья надолго Не оставлял записки родным Понимал, что это ни к чему Он много, часто, надолго и далеко Ходил по тайге На отдельные путешествия Затрачил по 5-6 дней Излазил всю округу Стараясь найти людей На поиски не дали результата Были несколько случаев Когда на берегу рыбной реки Молодой охотник находил свежее кострище Кто-то из рыбаков на лодках Останавливался для ночёвки или трапезы Однако увидеть их воочию Не представился случай Выйти в деревню так и не решался Боялся Когда-то отец рассказывал Что на правом берегу рыбной реки В тайге живут старообрядцы Он сталкивался с ними Разговаривал, но недолго Староверы на контакт с мирскими шли неохотно Увидев незнакомого человека Старались скрыться И место своего проживания Держали в строжайшем секрете Я не спонимал Что для встречи с ними Надо переправиться на ту сторону Приготовился к исполнению задуманного Собирался сделать плод На поиски выделил две недели Конца августа И возможно нашёл бы Старообрядческое поселение В этом году Если б не непредвиденное обстоятельство В тот день я не сходил на осиновый хребет Там на старом пожарище Находились богатые плантации малины Он заготавливал таёжную ягоду на зиму Сушил под крышей в сенях зимове на стеллажах Потом добавлял в чай Малина в некоторой степени заменяла сахар И одновременно служил лекарством У простудных заболеваний Возвращаясь под вечер домой Склонившись под тяжестью торбы Он отвлёкся на дорогу Смотрел под ноги И не сразу заметил перемены Когда оказался неподалёку от избушки Вдруг почувствовал запах дыма Испугавшись остановился Поднял голову Увидел костёр А рядом большой бесформенный пень Сорвал с плеча ружьё Хотел броситься назад Спасительную чащу Но шокированный Спокойным властным голосом задержался Что встал, как сутунок Ходи сюда Махнул рукой он Подзывая к себе Большим пнём оказался Здоровенный Заросший С комковшимися волосами дядя Спокойно восседая на кедровой чурке Напротив двери с ружьём С ножом в руке Он поедал из него котелка мясо Не робей Я не кусаюсь Продолжил незнакомец И позвал второй раз Ай да Садись подле Янис не мог противиться Шагнул к нему В голове болтыхались кисельные мысли Кто это Зачем он здесь Что случилось Что не заметил издалека Как назло Ёлка где-то отстала позади Гость был высокого Около двух метров рост Широк в плечах Сильные, длинные, жилистые руки Напоминали корни лиственницы Хорявые пальцы Подобные картофельным царапкам Толстые, мясистые пальцы Похожи на рябиновые сучки Суровое с кремовой ухмылкой лицо Черные, сквозившие тяжестью Глубокие глаза Прямой с горбинкой нос Густая шевелюра И длинная до груди борода Изрядно потрёпанная Наспех залатанная Суровыми нитками одежда И в частых заплатках бродни Небольшая, тощая котомка Около него Избитый от долгих переходов Посох Подсказывали, что мужик Провёл в тайге далеко не один день Приставленный на расстояние Вытянутой руки справа к дереву Карабин Давал понять, что незнакомец Готов к быстрым решительным действиям От голоса, поведения и настроения Исходило видимое превосходство Это я не спочувствовал сразу Когда подошёл к нему Вместо приветствия Мужик неторопливо встал с чурки Протянул к нему руку Быстро, с силой вырвал ружьё Убрал за спину Пущай, покуда тут полежит И указал глазами напротив Что обомлил? Садись Как ни в чём не бывало Мужик грузно опустился назад И накалывая ножом мясо Продолжил трапезу Янис снял со спины торбу Приставил к синям Сел напротив Мгновенно безоруженный И угнетённый Он находился в оцепенении Не зная, что сказать С белым как снег лицом Ждал А ты тут одна честь Неплохо пристроился Неторопливо пережёвывая мясо Заговорил незнакомец Изба вон ладная Продуктишки на лабазе Мясо, рыба в леднике На первое время хватит Усмехнулся Сам ладил, а ли как? Нет Похолодевшим нутром Наконец-то сказал Первое слово Янис С отцом и братьями Где же они? На подходе Сзади идут А вот брехать нехорошо Злобно сузив глаза Прошипел тот Один ты тут Я уже всё просмотрел Постель одна Ложка одна Мясо вон На одного Давно проживаешь? С осени Коса осматриваясь По сторонам Ответил Янис Он только сейчас Заметил Что мужик Побывал в леднике Залез на лабаз И вероятно Проверил всё В зимовье Его наглость Вызывала бурю эмоций Таёжники Так не делают Никто не имеет права Проверять в таге Хозяйство охотника Без разрешения Хозяина Однако и в этот раз Промолчал Прячешься что ли? Равнодушно спросил Чужак Нанизывая на конец Ножа Очередной кусок мяса И отправляя его В рот Нет Так просто Живу Ммм Промычал в ответ Мужик И усмехнулся Оно заметно Кабы не рожь Махнул головой В сторону посадок Может и поверил бы Сразу видно Зимовать собираешься Как зовут-то? Янис Мммм, в удивлении поднял совиные брови тот Латыш, что ли? И дождавшись утвердительного ответа, в свою очередь представился А меня Климом зовут Коли быть точнее Клим-гора Так меня везде кличут, кто знает Слышал обо мне? Нет, отрицательно покачал головой Янис Ой, хорошо, что не слышал Знать, до ваших мест слава еще не докатилась Я же ведь совсем не отсюда, а издалека Пришел сюда старателем перышки пощипать Золотишко умыкнуть, кого-то жизни лишить Громко зло засмеялся и дополнил Разбойник я, душегуб После признания Янис понял все Нашлось объяснение своевольному надменному поведению Клима-горы Как полноправный хозяин он проверил запасы продуктов на лабазе Без спроса залез в ледник Просмотрел избушку Парню стало страшно Сердце забилось так медленно Будто хотело остановиться раньше времени Отец рассказывал историю гибели золотарей в тайге Ушли и не вернулись Редко кто находил тела убиенных Старатели народу грюмый, молчаливый Тщательно скрывают от посторонних ушей богатые золотом места Разыскать их в глубоких дебрях непросто, но можно По грязной воде в ручье или дыму костра с горы А потом из кустов убить всех ради наживы Вероятно так и поступал Клим-гора И нисколько не скрывал от Яниса своих злодеяний Что, спужался? Продолжал он и захохотел так, что откликнул всех из дальнего лога Хо-хо-хо, вижу побелел Затряслись кишки-то Вот так и мужички под ножом да стволом дрожат В такую минуту родну бабу с детишками отдать могут А уж самородки тем более Да ты не бойся, я тебя не больно убью, не заметишь Ножичком межребе раз и все тут Только и успеешь увидеть, как ручка от ножа дрожит Доставая следующий кусок мяса, Клим ненадолго замолчал Неторопливо просунул его на кончике ножа подальше в рот Прикрыл от удовольствия глаза Прожевав, продолжил Ух, давно я хорошо не кушал Вторая неделя пошла как от последних Бергало тушенка кончилась А тут ты на пути встретился Как раз вовремя Задержусь я у тебя тут до осени Думаю, продуктов хватит покуда А потом дальше пойду Посему сам посуди Зачем мне лишний рот нужен К тому же рассказал я тебе про себя много Усмехнулся Ха-ха А тебе этого слышать не надо Янис, ни жив, ни мертв Не знает, как поступить Бросится в тайгу, побежать Догонит Остаться на месте, зарежет Как быть? А ты что же о пощаде не молишь? Продолжал издеваться тот Другие вон в такую минуту В грязи ползают Ноги целуют Видно ты не из той Хлипкой закваски Или не понимаешь Своей кончины Ну да ладно Нечего тут рассусоливать Сейчас вот поем сытно Да потом буду тебя Потихонечку убивать Не люблю на пустой желудок резать Уж больно на нервы Крики действуют А так Поешь и вроде легче Силы больше Ножичек сам Внутро лезет Клим горам Растянул рот В противные усмешки Будто прикидывая Вес ножа Покрутил им в воздухе Смотри какой Как воткнешь Так с той стороны Всяко выходит Довольно покачал головой Этот тесак Мне от деда остался Сколько он душ загубил Неведомо Потом тятя промышлял с ним Теперь вот мне приходится У нас вся семейка По крови такова Зачем в земле ковыряться Руки-ноги морозить В студеной воде Спину горбатить Когда можно и так Все взять С этими словами Он запустил нож В котелок за мясом Долго выбирал кусок Наколол на кончик Потянул в широко Открытый рот Непонятно Что послужило Янису Толчком к спасению Но он вдруг понял Жизнь или смерть Сейчас или никогда Будто освобожденный Из подтаявшего снега Упругий куст Он вскочил на ноги И на извороте Выпрямляя в полный рост Что есть силы Пнул правой ногой По рукояти ножа Все произошло Так неожиданно и быстро Что Клим гора Не успел поднять На него изумленного взгляда Удерживаемый рукой Нож от удара Залетел ему в рот До середины Теряя равновесие Клим, что раненый ворон Отчаянно замахал руками Повалился с чурки на спину Задыхаясь Харкнул кровью Заревел диким зверем От боли Торчащий за рта нож Мешал ему выдать Полный крик ненависти С окровавленных губ Слетали гортанные хрюканье Поняв, что случилось Он вызернул холодное оружие Собрался вскочить Но поздно Янис оказался быстрее Парень вырвал из чурки топор Размахнувшись Наотмашь ударил Поднимавшегося врага Острием в голову Вырубил кусок черепа Так и не поднявшись Клим гора Сел назад на землю Тупо уставился Перед собой Руки потянулись К голове Пальцы впились В открытый мозг Издав страшный Хлюпающий рык Выплевывая изо рта Глотки крови Он забился В судорогах Закатил глаза Вытянулся И так и не выпустив Пальцы из головы Затих Янис еще какое-то время Стоял над поверженным Разбойником Занесенным топором Потом осторожно Опустил окровавленное оружие Понял, что Клим гора мертв Не в силах стоять На слабых ногах Янис присел на чурку Со страхом смотрел Как с губы головы Стекает слабее Алая кровь Он еще не мог Осознать Как все получилось Когда понял Стало тошнить Прибежала елка Сбив на загривке Шерсть Начала обнюхивать Мертвеца Негромко зарычала Он укорил ее Где же ты раньше была Может этого бы И не случилось Хотя сам не верил Своим словам Все могло быть Гораздо хуже Вряд ли Клим гора Оставил бы его В покое Мог догнать в тайге Или подкараулить Где-то на тропе Так или иначе Встреча все равно Бы состоялась И не факт Что в другой раз Янис остался бы жив В таких случаях Тайга не прощает Ошибок Кто кого Хозяин вырыл Неглубокую Мешал камень Плетняк По пояс Могилу Метрах в двадцати Наискосок от избушки Под большим Кедром у ручья Подальше от Посторонних глаз Потом взяв За ноги Перетащил Закоченевшее тело Закопал вровень С землей Присыпал дерном Вырезать крест не стал На ноги Накатил большой валун Кто знает Может у него есть Сообщники Которые могут Прийти в любой момент Похороны Если их таковыми Можно было назвать Закончил поздно Начинало темнеть Как будто Помогая ему Скрыть все следы Собрались черные тучи Пошел проливной дождь Я не собрадовался Что смоет кровь И поднимет траву Все еще находясь Под впечатлением Пережитого Сидя в темной избушке С дрожью в теле Прислушивался К каждому шороху За стенками зимовья Ночь не спал Думал Что вот Откроется дверь И в избу Ввалится клим гора Задремал Когда за окном Начало отбеливать А в лесу Под звуки Утихающего дождя Запели ранние птахи Проснулся поздно Проснулся поздно В сумеречном лесу Под листьями Перезревшей Травы Едва слышно Шелестел дождь В такую погоду Бродить По тайге Не с руки Сыро Промозгло Наскоро Позавтракав Решил Посмотреть Вещи Убитого Вчера Этого делать Не стал Было поздно Да и не соответствовало Состояние Прежде всего При свете дня Рассмотрел Нож Он был Длинным И широким Закален Из хорошего Прочного Железа Острое Лезвие Хорошо Резало Дерево С одного Взмаха Можно перерубить Сырую пихту Толщиной В руку По всем Качествам Это было Отличное оружие Для защиты От зверя И удобное В обращении Его можно Брать В дальние Походы Без топора Однако Янис Не взял Его себе В постоянное Пользование Во-первых Нож был Слишком Заметным И напоминал О его Хозяине Во-вторых По нему Стекала Кровь Безвинно Убитых Старателем Позже Юноша Закинул Нож В реку И больше О нем Никогда Не вспоминал Другое дело Ружье Климгоры Кавалерийский Карабин Янис Видел У дядьки Михаила Вербицкого Несколько Раз Умел С ним Обращаться И даже Стрелял В силу Большой Редкости И ценности В их Семье Нарезного Оружия Не было Хотя Отец Старался Приобрести Через Знакомых Охотников Но Не получалось Теперь Ему Представился Случай Иметь Его В наличии Сначала Хотел Выкинуть Ствол В безымянку Так же Как нож Но Подумав Отменил Решение Более Скорострельный И дальнобойный Чем Простое Ружье Карабин Мог пригодиться Как в охоте Так и При защите После Вчерашнего Случа Янис Не был Уверен Что Вновь Не явятся Бродяги Или разбойники А то Что оружие Ему досталось Через смерть Другого Человека Старался Даже Не думать Кто Знал Что Так Случится Возможно Наоборот Сегодня Он Был Лежал Там Под Кедром Осмотрев Котомка Убитого Нашел Мешочек С патронами Насчитал 28 Штук Рос Цепью И Три Полных Обоймы Еще Пять Патронов Были В карабине Четыре В магазине Один В стволе В общем счете Получилось 48 Отбиться Хватит Прежде чем Брать и носить Карабин с собой Тщательно Соскоблил Ножом Все зарубки И насечки На прикладе А потом Обжег его Над костром Напильником Сточил номер И метки На казне И стволе После чего Носек Зубилом В незаметном Месте На металле Две буквы Я В Вечером Прибирая Котомку Клим горы Обратил Внимание Насколько Она тяжела Но удовлетворил Своё любопытство Только утром Когда Вытряхнул Содержимое На пол В зимове Среди прочих Вещей Вывалился Плотно Завязанный Мешочек С песком От увиденного Янис Испытал Прилив Закипевшей Крови К щекам Там Оказалось Рассыпное Золото Его Было Много Или Это Ему Так Казалось Попробовав На вес Прикинул Около Пуда Или Чуть Больше Небольшие Рыжеватые Крупинки Разнообразной Формы Самая Большая Из них Не Больше Ногти Но Её Можно Смело Назвать Маленьким Самородком Янис Никогда Ранее Не Видел Золото В Их Семье Занимались Сельским Хозяйством И Таёжным Промыслом Добывать Благородный Металл Вериды Не Умели Но Много Слышали О Старательских Методах В Каменнагорновке Были Люди Которые Ранним Летом Исчезали В Тайге И Возвращались Только К осени Они Они Гуляла Слава Как Золотоискателя Он Знал Их В Лицо Это Были Обыкновенные Мужики Носившие Бороды Старые Сапоги И Заношенные Одежды Никто Из них Не Славился Достатком Возвращаясь Они Кутили Пару Недель А потом Утихомирившись Становились Угрюмыми И Молчаливыми Видно Не Такой Щедрой Оказался Их Добыча Как Хотелось Ходили Слухи Что В лучшем Случа Удачливый Золотарь Одиночка Добывал За сезон Около Килограмма Золота Не Более Вспоминая Это Я не Со скорбью Смотрел На Добычу Клим Горы Это Сколько Надо Загубить Человеческих Жизней Чтоб Собрать Такое Количество Крупинок Перебирая Пальцами Золото Парень Не знал Что с ним Делать Понимал Что в его Руках Находится Большое Богатство Но Определить Его Было Некуда Пока Что Решил Спрятать До лучших Времен Вдруг Пригодится Оставшиеся От убитого Вещи Охотник Сжег На костре Вместе С котомкой Чтобы Не осталось И следа От преступления Отдал Бы Многое Чтоб Стереть Из памяти Это убийство Случай С Климом Горой Как будто Отрезвил Яниса Все время Скрываясь Проживая В тайге Он ждал Возможного Появления Чужих Людей Но Не представлял Как будет Защищать Себя Если вдруг Возникнет Необходимость Победив В схватке Убийцу Парень Задумался Как будет Поступать В том Или ином Случа Прежде всего Обдумал Что будет Если застанут Зимовье Врасплох Его без труда Арестуют Милиционеры Убьют Подобные Климу Бандиты И что еще Страшнее Подопрут Дверь И сожгут Живьем В избе Чтобы Этого Не случилось Стараясь Как-то Обезопасить Тебя Он Решил Вывести Из Зимовья Подземный Ход На работу Ушло Больше Месяца Выкопав Выше Пояса Канаву Янис Закрыл Ее Кругляком Сверху Заложил Дерном Подземный Ход Начинался Под Нарами В дальнем Углу И заканчивался За пригорком В густых Зарослях Пихтача Общая Протяженность Составила Около Семидесяти Шагов Этого Было Достаточно Чтобы Незаметно Скрыться От тех Кто Пришел Бы За его Жизнью Чтобы Не застали В раз Плох Или Спящим На двери Зимовья Закрепил Прочный Черемуховый Засов На ночь Закрывал Окно Деревянной Доской На случай Если кто-то Придет В избушку В его Отсутствие На крыше Соорудил Палку С вешкой Уходя В тайгу Закрывал Дверь Поднимал Вешку Если Дверь Открывалась Веревочка Срывала Ее Из Пазов И Та Падала Это Был Свообразный Условный Знак Который Можно Видеть Издалека Как Предупреждение Об Опасности С Этого Дня По Таге Я Не Стал Ходить С Карабином Ружье Держал В дупле Кедра Неподалеку От Выхода Из Подземного Хода И Брал Его Только Осень Во Время Промысла Пушного Зверя В Тот Год Так И Не Пошел На Поиски Старо Брец И Хватило Времени Пока Обустраивал Средства Защиты Созрел Овес Подошла Картошка После Уборки Надо Было Ловить Рыбу Добывать Мясо А Потом Поднимать Ловушки Начинать Охоту Однажды Пересматривая Записи И Учет Дней С Заметил Что Прошел Год С Того Дня Как Пришел Сюда По Наказу Отца Сколько Осталось Жить Здесь Не Мог Представить Следующие Полгода Прошли В Обычных Заботах Я Не Соохотился Готовил Дрова Убирал Снег Молол В ступе Овес Выделывал Шкурки Добытых Зверьков Днем Старался Загрузить Себя Работой Чтоб Скоротать Ночь Вставая Рано И укладываясь Спать Поздно Он Не Страдал Бессонницей Смирился С положением Относился Ко всему Спокойно Как будто Жил Так С Младенческих Лет И Все Было Бы Ладно Если Бы Не Сны Память Периодически Ворошила Прошлое Ему Снились Родной Дом Отец Мать Братья И Сестра Любимая Девушка От этого Никуда Не Спрятаться Он Был Среди Них Жил Работал Любил Просыпаясь Утром Он Долго Не Мог Собраться С Мыслями Однажды Заметил Что С каждым Прожитым Днем В тайге Все Все Реже Снил Деревня Родные Любимая Девушка Их Заменили Обычные Переживания И проблемы Происходившие С ним Здесь Вот Он Ходит По лесу Проверяет Ловушки Досадует На то Что Сахатый Порвал Веревку И убежал От выстрела Или Возмущается Что На осиновой Горке Живут Ранее Невиданные Незнакомые Птицы Животные Которых Он Никак Не Может Выследить Поймал Себя На мысли Что Дичает Становится Подобен Лесному Зверю Испугался Этого Но Изменить Что-то Было Невозможно Убитый Клим Гора Не Снился Ни Разу В Первый Вечер После Случившегося Я Не Сдумал Что Разбойник Теперь Не Оставит Его Никогда Будет Мучить Кошмарами Однако Кабарнак Всего Лишь Раз Привиделся В Другом Образе Не Страшным И Агрессивным А Понурым И Спокойным Посмотрев На Него Усталыми Виноватыми Глазами Он Опустил Голову Повернулся И Ушел В Тайгу От Этого Видения Янис Проснулся Утром Уверенным Его Не Мучили Угрызения Совести За Убийство Человек Понял Что Клим Гора Значит За Ним Не Было Греха Весна 1939 Года Постучалась Дверь Приятными Хлопотами В Апреле Янис Начал Вырубку Лес Вокруг Участка Урожай Прошлого Года Позволял Увеличить Площадь Посевов В Два Раза Из Двенадцати Лунок Накопал В сентябре Шесть Ведер Картошки Клубни Были На Удивление Большими И Ядрёными Сказывал С новой Земля Тщательный Уход Не Жалея Себя Янис Часто Полол Огород Вырывая Сорняки И Траву В Лунках Находились По Десять Девятнадцать Картофелин Самая Маленькая Размером С кулак Зимой Янис Хранил Его В зимовье В ямке Под Нарами Ревниво Оберегая От Мышей За Все Время До Весны Позволил Съесть Около Ведра Картошки Понемногу Добавлял Ее В суп И Мес В этот Раз Решил Посадить Имевшиеся Пять Ведер Для чего Требовалось Увеличить Посадочные Земли Двадцать Три Зернышка Пшеницы Дали Полкружки Семен Он Сохранил Их Все Хотел Посадить А осенью Собрать Уже Не Меньше Литра Ядреных Зерен Если Так Будет Дальше Через Два Года Можно Есть Свой Хлеб Перетирая Овес На Камнях Парень Позволял Себе Печь Одну Лепешку В Неделю Замешивал Ее На Воде Поджаривал В сковородке На Внутреннем Жиру Добыт В осень Сахатова Мука Кончилась В декабре Крупа Еще Раньше Жены Сухари Испоминались Наслаждением Основной Пищей Служили Мясо И рыба Сходить К дальним Горам Взять Хоть Часть Муки И соли Слабаза Айвара Снигура Думал Давно У него Было Для этого Достаточно Времени Зимой Но Он Не Хотел Лыжами На Снегу Показывать Дорогу К чужому Зимовью К тому же Не пускала Совесть Нельзя Брать Тагет Чужие Продукты Этот Неписанный Закон Ему Постоянно Твердил Отец Не бери Без Спросов Будешь Спокойно Спать Я Не срос Послушным Сыном Никогда И ни у Кого Ничего Не брал Не спросив Но Сейчас Все По-другому Дядька Айвар Снигур С дятем Не были В зимове Два Года Об этом Знал Точно На свой Участок Они Всегда Заглядывали К ним На ночлег Если Это Так То Мука Без Надобности Все Равно Пропадет Прогоркнет К тому же Юноша Напишет Записку И перечислит То что Взял И вернет При первой Возможности Сходить К дальним Горам Решил После того Как посадят Овес Пшеницу И картофель Как Предполагал Участок Земли В этом году Увеличился Почти В два Раза Когда вскопал Землю Промерил Шагами Границ Длину Получилось 22 шага В ширину 27 По таежным Меркам Поляна Чистой земли Была Небольшим Полем Так как Отвоевать В лесу Место Под солнцем Не так Просто Довольный Результатами Произвел Посадку И вечером Того же дня Стал Собираться В дорогу Конец Мая Утром Перед тем Как идти Открыл Пухлую Тетрадь Взял В руки Маленький Сточенный Ножом Карандаш Теперь Записывал Только Знаменательные События Начало Или Окончание Промысла Когда Поймал В петлю Сахатова Или Количество Рыбы Для себя Схватка И убийство Клим Горы Были Отмечены Одному Ему Понятными Короткими Фразами Был Чужой Он Ушел Домой Августа 21 Года 1938 Сегодня Сделал Соответствующую Запись Пошел К Дальним Горам В гости К Дядю Айвару Май 28 Года 1939 Положил Дневник В укромное Место Под Нары Подумал Что Надо Не забыть Посмотреть В избушке Дяди Айвара Карандаш Знал Что Тот И Зять Также Пользовались Записями На Бумаге Путь Лежал Неблизкий Кустью Безымянки До Рыбной Реки Там Вниз По Течению До Второго Порога И Влево Под Дальние Горы Полтора Полтора Года Назад На Лыжах Туда И Обрат Но Сходил За Пять Дней Сейчас Когда Ночь Коротка День Длится Двадцать Часов Сутки Запланировал Вернуться На Третий День Вечером Можно Было Пойти Тайгой Напрямую Сократить Путь Но Парень Решил Идти Берегом Любая Река Артерия Жизни Вероятность Встрече с Людьми Здесь Больше Чем Глухой Тайге Первую Часть Перехода Преодолел Быстро Не Задерживаясь От Усти Безымянки Пошел Медленнее Стараясь Держаться За Деревьями Шел Скрытно Внимательно Просматривая Открытые Пространства Надеялся Увидеть Лодку Или След Человека Да Все Бесполезно Бурная Грязная От Таявших Снегов Река Пустовала На Всем Расстоянии Видел Переплывавшего С берега На Берег Лося На Этом Наблюдение Закончились Вероятно Сейчас Было Не Время Для Рыбалки Плавать На Лодке В Стремительных Водах Между Подмытых Деревьев И Корях Было Подобно Безумству Тем Не Менее Люди Здесь Были Вдоль Берега Тянулась Небольшая Часто Терявшаяся В Кустах Завалах Тропа В основном На ней Печатались Старые Свежие Следы Сахатовой Медведя Но Присмотревшись Более Внимательно Дважды Янис Различил На ней Замытую Водой Поступ Копыт Лошади А в Одном Месте На Засохшей Грязи Явно Просматривались Отпечатки Человеческих Ступней В Броднях Следы Были Старые Возможно Прошлогодние Как ни Старался Не смог Разобрать Их Направление И определить Сколько Людей Здесь Проходило Где-то На половине Дороги За круглым Поворотом После Скалистого Прижима Янис Вдруг Вышел На стоянку Небольшой Балаган Представлял С собой Бревенчатую Трехстенку С покатой Крыши Из еловой Коры Перед ним На некотором Удалении Находилось Кострище Несмотря На размеры В стенах Могли Поместиться Три-четыре Человека На это Указывала Толстая Лежанка Из пихтовых Веток Наваленных На нары И сколотых Досок В разное Время Года Люди Останавливались Здесь На ночлег Судя По Обуглившимся Бревнам И залев Последний Раз Люди Ночевали Здесь Несколько Дней Назад Картофельные Очистки Луковая Шелуха И рыбья Чешуя В стороне Подсказывали Что кто-то Варил уху Из хариуса Вероятно Это были Рыбаки На берегу На песке Среди прочих Следов Пребывания Человека Были хорошо Видны следы Вытянутые Из воды Долбленки Радостный Воздух Но Передумал Выстрел Мог Привлечь Внимание Почему-то Вспомнился Клим Горан Сейчас Кроме Старобрядцев В тайге Могли Быть Те С кем Не Хотелось Встречаться Ёлка Все Это Время Находившееся Рядом Как Обычно Сохраняло Спокойствие Свернувшись Клубочком Под елью Собака Не чувствовала Посторонних Запахов Лишь Один раз Под утро Навострив Уши Втягивая Влажным Носом В воздух Долго Смотрела В тайгу За реку Но Так И не Залаяла Возможно Там Был Какой Нибудь Зверь Или Староверы Скрываясь За деревьями Не пожелали Встречи С ним Их Можно Было Понять Старобрядцы Народ Скрытный С чужаками Идут На контакт Очень Неохотно От своей деревни В такой Глуши Где найти Их Очень Трудно С восходом Солнца Янис Продолжил Свой путь Твердо Решил Когда пойдет Назад Не считаясь Со временем Остановится Здесь Спрячется В укромном Месте И будет Дожидаться Хозяев Балагана К зимовью Снигуров Пришел К обеду Не ожидая Там никого Встретить Шел Не спеша Не таясь Тяжело Ступая По тайге Ёлка Бежала Где-то В стороне Отстала Не предупредила Его о посторонних Да и он Не сразу Почувствовал Запах Жилого Помещения Хватив Носом Дым Парень Остановился Отскочил За створ Кедра Снял С плеча Карабин Хотел Осторожно Уйти назад Незамеченным Но Глухой Голос На родном Латышском Языке Облил Сердце Кипятком Заставил Сдрогнуть Не спеши Бежать Говорить Будем Он Присел На подкосившихся Ногах Поймали Повернулся Лицом К Говорившему Увидел В десяти Шагах Между Пихтами Бородатого Мужика С ружьем На плече А тот Шагнул Навстречу Не переставая Улыбаться Приветливо Заговорил На знакомом Наречии Я тебя Давно Заприметил Когда ты Еще там Вон Вдоль ключа По косогору Шел Указал Рукой Шумно Ходишь Как медведь Поэтому Себя И выдал Незнакомец Подошел На расстоянии Двух шагов Встал Оглаживая Рукой Бороду По голубым Приветливым Глазам Широкой Добродушной Улыбки Я не Сузнал Едва Едва Слышно Будто Прибитый Колотом Прошептал Тятька Юрис Признал Парень Раскидывая Для объятий Руки Ответил Тот И загреб Его В охапку Вот уж Единая Родственная Душа Явилась Долго Обнимались На миг Оторвавшись Смотрели В глаза Друг Другу Потом Опять Прижимались Плечами Пока Хозяин Зимовья Не потянул Яниса За собой Пошли В хату Что это Я Гости В завале Держу На ходу Задавая Вопросы Дядька Юрис Сам же На них Отвечал Хаотично Рассказывал Последние События Путаясь В словах И перебивая Мысли В голове Заметно Как он Рад Встрече Янис Чувствовал Себя Самым Счастливым Человеком За последние Полтора Года Впервые За все Время Одиночества Встретил Не только Знакомого Но и Родного Человека Это Был Юрис Зять Дядьки Айвара Снигура И он Приходился Двоюродным Братом Его Отцу Марису Стараясь Ставить Хоть Слово В быструю Речь Дядьки Юриса Преданно Смотрел В лицо Переживая Дорогие Минуты Встреч Теперь Он Не Один Я здесь Уже Год С прошлой Весны По Насту Пришел Так И Живу С Продуктами Тяжело Мука Кончилась Круп Немного Осталось Соль На Исходе На Мясе Да На Рыбе Держусь На Реку Стараюсь Не Ходить Только Для Встреч Со Староверами Ты Видишься Со Старообрядцами Перебивая Его Вставил Слово Янис Да Но Не Часто Мне Продукт Прошлым Летом Три Раза Встречались Нынче Только Один Недавно Три Дня Назад Да Что Это Я Затараторился Ты О себе Расскажи А Что Я Собираясь С мыслями Задумался Янис И Тяжело Вздохнул Вторую Зиму Перезимовал Осенью Охочусь Рыбачу Картошку Овес Посадил Пшенички Немного Картошку И овес Изумленно Поднял Брови Юрис Ну Ты Молодец Ай да Хозяин А я Только Думал Но Зерна Нет И Много Нет Так Себе Раскопал Пару Десятин Вот Ти Да Ай да Янис Ай да Молодец Хозяин С тобой Не Пропадешь Суетился Возле Него Тот Да Мы Теперь С тобой Тут Протянем Да Что Ж Это Я Стою У Меня Вон Лепешки Свежие Староверы Муки Дали Мясо Копченое Рыба Есть Давай Кормить Тебя Буду И потянул За плечи Проходи В избу Пока Юрис Накрывал На стол Янис Разобрал Свою Котомку Выложил Все Что Было У него С собой Поинтересовался Соль Есть Я За Соль Пришел Хотел Взять У вас На Лабазе В долг Приходил Сюда Две Зимы Назад Видел Так Это Ты Был У нас Развел Руками Юрис То То Я Смотрю Что Кто Наверх Лазил Вешку Сбил Но Ничего Не Взял Кабы Бродяга Медведь Или Росомаха Пользовались Ничего Б не Осталось А так Все Цело Хоть И Немного Запасов Хранилось Опять Заходил По Зимовью Ну Соль Есть Малость Страверы Вон Пуд Дали Да Крупы Полмешка Косе Не Обещали Еще Переплавить Ничего Янька Протянем Сел Напротив За столом И Заговорщица Щицки Подмигнул Показывая Глазами На Берестяной Туйос Мне Вон Соседи В довесок Еще И Медовухи Дали Думал Сразу Сгоре Выпить Но Как Будто Знал Что Ты Явишься За стенами Избы Послышался Легкий Шорох Юрис Скочил С места Схватился За ружье Янис Предупредил Не Стреляй Это Ёлка Догнала Собака Ты С Собакой Не Поверил Тот Но Увидев Появившуюся В проходе Лайку Опять Довольно Раскинул Руки Ну Ты Янька Вообще Молодец Теперь Как говорится У нас Нос Глаза И Уши Есть А то Я По ночам Вскакиваю Каждого Шороха Пугаясь Присел Назад За стол Опустил Гол А у Нас Ведь Когда Тестя Забирали Всех Собачек Перебили Он Налил По кружкам Подал Янис Пей Тебе Девять Уже Пожалуй Сколько Будет Девятнадцать Два Дня Рождения Тут Встретил Ишь Как А вроде Все Пацаном Было Смотри Враз Вырос Парнем Стал Тайга Та На Дорогой Ты мой Сопляка В мужика Превращает Нет Уже Вздохнул Почти Сорок Ну Давай Не Держи Пригубим Помаленьку За встречу Посмотрим Что там Староверы Нали Выпили Пока Юрий Закусывал Янис Воспользовавшись Молчанием Спрашивал О главном Как Как Там Что Там Как Там После Некоторого Молчания Задумчиво Начал Рассказывать Тот Плохо Все Ничего Хорошего Эдь После того Как год Назад Сюда Пришел Один раз Только На выселках И был К дому Подходить Побоялся Дождался Кристинку Свою Жену У речки В тальниках Когда Та За водой Пошла Ночь Одну Провели В бане Нетопленной На задворк Под утро Она мне Вещи Собрала Да В тайгу Отправила Даже Ребятишек Не посмотрел Рассказчик Опустил Заблестевшие Глаза Резко Поднес Губам Кружку С медовухой Допил Остатки Ставил На стол Закусил Копченым Мясом С Сахатова Прожевав Продолжил Ты то Вон Хорошо Что Тогда В тайге Был Я же Ведь Когда За тестем Пришли Едва Успел В нижнем Белье На сеновал Заскочить Хорошо Сено Полным Полно Было А так Бы Замерз Потом Мне туда Кристинка Тулуп До Деяло Притащила Так Всю Зиму До Марта Там И прожил Скрываясь Они Тогда Меня Десять Дней Караулили Потом Через День Да Каждый День Наведывались Арестовать Хотели Кое Как Дотянул До Нас Да Сюда Перебрался Здесь Как-то Безопасней Что А как же Как же Там Мои Где Отец Братья Холодея Спросил Янис Не знаю Янька Ничего Никому Не ведомо Как Забрали Так Ни слуху Ни духу Может На севера Заслали Или В тюрьме Сидят Полдеревни Мужиков Нет Только За Что Сидели Долго Разговаривали Вспоминали Думали Как жить Дальше Решили Зимовать На избе Вередов Осенью В начале Сентября Решили Выйти К деревне Проведать Родных Узнать Обстановку Да По возможности Запастись Необходимыми Продуктами Эх Жизнь Кристина Так Без меня И засохнет Постареет Со скорбью Говорил Юрис Раз в год Встречаться Разве Можно Да и то С оглядкой Как бы за штаны Не стянули Выслушав Его Янис Краснее Робко Заговорил О любимой Девушке А как Там Инга Дочь Берзыньша Замуж Вышла Нет Слухов Не было Понимая Его Ответил Тот Если б Кто сватал Я бы узнал Но думаю Берзыньш К дочке Кроме тебя Никого не пустит Пока ты жив Все же знают Что ты в тайге Отсиживаешься Водушевленный Словами Янис Встал Сходил на улицу Тут же вернулся Сел на место Поскорей бы Уж осень Подойдет Не успеешь Глазом Моргнуть С улыбкой Приободрил Его Юрис Только вот Что ты с ней Делать будешь С кем Не понял Он С Ингой Вы же не женатые Янис покраснел Опустил голову Да при чем тут это Хоть увидеть бы ее Ну-ну-ну-ну Не обижайся Похлопал его По плечу Юрис Как придем в деревню Поговорю с Эдгаром Может отпустят Дочку на зимовку На какую зимовку Не понял Он вскочив с места С тобой Куда ж больше Улыбнулся Подмигнул тот Времена Сам видишь Какие Неизвестно Сколько все Протянется И когда наладится Да и наладится Ли вообще А жить то надо Сменил тему Все Вот смотрю Спросить хочу Откуда у тебя Винтарь Поднявшись Подошел к стене Снял карабин Стал рассматривать Сколько помню У вас его и не было Был Не зная что сказать Растерялся Янис Просто отец Его в тайгу Не брал Он дома лежал Дома? Зачем карабин Дома держать Если он в тайге нужен Прищурив глаза Недоверчиво Посмотрел на Яниса Юрис Не знаю Пряча взгляд Проговорил Янис У отца Надо спрашивать Как и что Янис Не рассказал Юрису Об убийстве Клима Горы Не был готов Может до поры До времени Или никогда Впрочем Этот ответ Удовлетворил Юриса Довольно Чмок Губами Внимательно Осмотрел оружие Передернул Затвор Спросил Патронов Много Пальну разок Янис Растерянно Пожал плечами Хотя был против Согласился Стреляй Тот Выскочил На улицу Подскочил К давней пихте Сделал Затись Вернувшись Приложил Карабин К плечу Прижался К стене Стараясь Не шевелиться Недолго Целился И выстрелил Ствол Харкнул Свинцовой Пулей Рыкнул Углушительным Грохотом Дернувшись Юрис С достоинством Принял Отдачу Приклада Передернув Его Затвор Выкинул Гильзу Приставил Вентарь К стене Пойду Посмотрю От пихта Он возвращался Довольный Расхваливая Оружье Самой Высокой Оценкой Вот Ты Посмотри В Самую Тутолку Куда Целил Прилепил В Аккурат Где Сучок Вырубленный Здесь Дырка А там Щипа Отлетела Ох И дерет Зараза Дерево А как По мясу Будет Весело Посмотрел На Янец Ух Янька И пушка Хороша Машинка С таким Ружьем Мы Медведя Без труда Будем Бить И опять Спросил А ну Пальну Еще разок Янец Хотел Отказать Зачем Патрон Изрежечь Но Тот Уже Целился Прогремел Второй Выстрел Обволакивающий Тайгу Грохот Раскатился Далеко По долине Ударился В гору Откололся Эхом И растаял Где-то У реки Я не споежился Далеко Слышно Юрий Спрыгал Как мальчишка Вторая Дырка Рядом С первой На этом Стрельбы Закончились Повесив Карабин На место В избушку На стену Продолжили Застолье Подкрепляя Его Небольшими Дозами Медовухи Которой К ночи Увы Уже Не осталось Составили План Дальнейшей Жизни В ближайшие Дни Янису Следовало Вернуться На свое Зимовье Где он Должен был Прополоть Картошку И зерновые А потом С добытой За два Сезона Пушнины Вернуться К Юрису В то время Пока он Будет ходить К себе Тот На берегу Реки Из осины Выдолбит Лодку На которой Мужчины Вместе Переплавятся На противоположный Берег И пойдут Искать Старообрядческое Поселение Поменяют Пушнину На продукты И необходимый Провиант Ну а там Будет видно План Устраивал Обоих Янис Не знал Куда девать Добытые Шкурки Которые Хранил В леднике В осиновых Опилках Юрис Просто радовался Что теперь У него Есть надежный Друг И помощник Без которого В тайге Никак Нельзя Уснули Далеко За полночь Когда в стене Догорела Последняя Березовая Лучина Проснулся Янис Как обычно С первыми Лучами Восходящего Солнца Бодрый В настроении Размявшись Бегал К ручью С котелком Принес воды Подвесил На таган Влажные От росы Дрова Дрова Долгое Время Не хотели Разгораться Пришлось Наломать Сухих Веток От ели Наконец-то Выбросив Перед собой Густой Дым Огонь Охватил Поленек Как молодой Теленок Тянется К вымени Матери Коровы Стал Лизать Дно Котелка На улицу Из зимовья Вышел Юрис Потянувшись До хруста В позвоночнике Погладил Бороду Довольно Поприветствовал Здорово Ночевали Я не храпел Направился За угол Идь Староверы Умеют Зелье Парить Хорошие Сколь Вчера Пригубили Голова Не болит Если бы Наши Бурашки Выпили Столько Сейчас бы Голову От полен Оторвать Не смог Сходил На ключ Умылся И надевая Чистую рубаху Присел рядом Чаевать Здесь будем Спросил Яни Закидываю В кипящую Воду Чагу Здесь Довольно Ответил Юрис На чистом Воздухе Зимой Витана Сидимся За стенами Зима Большая Парень Быстро Принес Избушки Кружки Копченое Мясо Сухари Кусочки Сухой Малины Сахара Не было Налил С котелка Настоявшийся Чай Таежники Стали Завтракать А где Собака Оглядываясь По сторонам Спросил Юрис Собирая остатки еды Она Сама По себе С утра Всегда Уходит До обеда В тайгу Придет Спокойно Ответил Янис Ишь ты Хороший Видный лайк Соболятница Не жалуюсь Гоняет Кисок Если Слетки Попадаются Это Хорошо Посмотрим Осенью У Староверов Перекупы Соболей Спрашивает Кто Такие Перекупы За год Контора Как Они Связаны Ведь Старобрядцы От мира Отдельно Живут Удивился Янис А вот Про это Мне никто Ничего Не говорил Смехнулся Юрис Видать Все же Через Кого-то Общаются После завтрака Начали делать Новый Лабаз Под продукт Рядом Со старым Штоклонился Под тяжестью Снега Готов Выпасть От ветра Работая Двуручной Пилой И топорами Срубили На некоторой Высоте Два кедра Кололи Доски Тесали Вырубали Дерево Шум Разносился Далеко По всей Округе И привлек Внимание Постороннего Человека Он Появился Внезапно Как Отколовшись От скалы Камень Они Не сразу Заметили Его появление Когда Увидели На некоторое Время Отцепенели От страха Бородатый Незнакомец Ехал Верхом На черном Коне Сзади В подошву Шла Бурая Кобыла С притороченным К бокам Котомками Невысокого Роста Коренастые Лохматые Лошади Монголки Передвигались По таге Когтейни Мягко Переступая Копытами Без шумного Храпа И лишних Звуков Здорово Живете Глухо Поздоровался Незнакомец Грозно Посматриваясь Под лохматых Бровей У Яниса Едва Не остановилось Сердце В голову Хлынула Кровь И тут же Как ему Показалось Замерзло Руки Ноги Наполнила Свинцовая Тяжесть Не было сил Сделать Движение Страшные Мысли Едва Не разорвали Мозг В гости Он узнал Клима Гору Некоторое Время Смотрел На знакомое Лицо Та же Костистая Широкоплечья Фигура Вытянутая Челюсть Глубокие Глаза Нос Мясистые Губы Но как Почему Что Происходит Надо Бежать Сейчас Убьет Думал он Но не смог Сдвинуться С места Между тем Клим Не спешил Стрелять Спокойно Удерживая На коленях Могучими руками Готовый К стрельбе Карабин Он Будто Засохший Мхом Или шайником Пень Крепко Восседал На спине Мерина Оценивал Ситуацию Сравнивал Силы И возможности Хозяев Вероятно Следил За ними Чаще Давно И многое Понял Прежде чем Выехать Здравствуйте Собравшись С духом Первым Заговорил На русском языке Юрий Сделая Шаг Навстречу Подходи К столу Покачай Горячий Тот Медленно Но ловко Соскочил С коня Не выпуская Из рук Оружья Накинул На сучок Куздечку Подошел К столу Во всех Его Движениях Чувствовалась Настороженность Сепроникающий Взгляд Стрелял По сторонам Высматривал Каждую Мелочь Заметно Как он Косился В сене Рассматривая Что там В зимове Старался Казаться Спокойным Как проходивший Среди тысячи Толпы Людей Странник Которому Ни до кого Нет дела Спасибо Хозяин Чайку За вся Рад Присаживаясь На чурку Ответил он И немного Помолчав Принимая Кружку Объяснил Цель Своего Путешествия Братку Я ищу Климом Зовут Не встречали Для Яниса Все стало Понятно Это был Не Климгора А его брат Он вспомнил Что разбойник Скользь упоминал О нем Но тогда Парень В страхе Пропустил Его слова Мимо ушей Теперь вот Пришлось Встретиться Напряжение Мгновенно Спало Я не Собмяк Как мокрый Мох Казалось Что он Сейчас Лишится Сил Топор Выпал Из рук На белом Лице Появился Излишний Румянец Наклонившись За топором Поднял Сделал Несколько Шагов Встал Возле сеней Прислонившись К стене Собравшись С духом Приготовился К нападению Хотя И не подавал Вида Знал Что от Незнакомца Можно было Ожидать Всякого Да Да нет Никого Никого Тут Не было Поддерживал Разговор Юрис Покосившись На Янис Если бы Кого Видели Сказали Давно Вы тут Неторопливо Пережевывая Копченое Мясо Глядя Прямо В глаза Юрису Продолжал Допрос Гость Да Нет Три дня Как пришли Промышляем Тут Лобас Надо Подделать Дров Напилить Рыбки Поймать Мож Зверя Не находя Себе Места На чурке Под сверлящим Вглядом Врал Юрис И постарался Увести разговор На другую Тему Давно Что Давно Не понял Тот С братом Виделись В прошлом Годе О как Так Может Что Может Тяжело Посмотрел На него Гость Год Прошел Может Он Куда То В другое Место Ушел Куда Он Мог Уйти Коли Мы С ним На Ентой Реке Договорились Встретиться Домой Может Быть Где У вас Дом Где У нас Дом Тебе Мил Человек Лучше Не знать Сорого Выдавил Незнакомец Стараясь Заглянуть Зимове А С реки Он Никуда Деться Не мог Янта Я Тебе Говорю Тут Он Был И Опять Начал Допрос Давно Тут Так Промышляете Всю Жизнь С малых Лет Непонятно От чего Волнуюсь Подрагивал Телом 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 Юрис Что Что Сказать Будто Не Своим Чужим Голосом Заговорил Янис Был Ли Ты Тут Остяти Не Отец Он Мне Ах Кто Боже Латыш Латыши Не Поверил Словами Мужик Скинул Брови Удивился Первый Раз В Таге Латыши Я Вижу Вы Вроде Как Должны В земле Ковыряться Гляди Тоже Патаге Шастать Нужда Юрис И Янис Молча Посмотрели Друг на друга Ничего Не Сказали Да Уж Не Дождавшись Ответа Нараспев Продолжил Странный Гость И Не Всех Патаге Нужда Мотает Кто В бегах Другие На ножах Пять Тяжело Посмотрел Поочередно Одного И Второго А вчерась Вы тут Пуляли Мда Побледнел Лицом Янис Сахатый Вон Стороной Проходил Два раза Стринули Но Видно Промазали Из ружья Из ружья Просверлил Взглядом Незнакомец Яниса Мда Вот Повторил Тот Снимая Со стены Двухстолку Юриса А что Да Их Показалось Знать Сурово Прищурил Глаза Гость Что Показалось Вроде Как Браткин Карабин Гавкал Нет У нас Карабина Похолодел Душой Янис И посмотрел На Юрис Точно Нет Подрагивающим Голосом Подтвердил Тот А я Браткин 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 Было бы Так И Сказать Если Бы Не Лошадиные Следы Да Теплые Еще Парившие Кружкой С которой Он Пил Чай Его Неожиданное Вторжение И разговор Оказали На Юриса Яниса Неприятные Впечатления Юрис Переживал Что На их Зимове Побывал Посторонний Человек Который Даже Не Назвал Себя И Может Прийти На Зимове В Любой День И В Их Присутствии Воспользоваться Продуктами И Другими Вещами Или Привезти С С С С С Который Укажет Дорогу Другим Бродягам Янис За короткий Срок Пережив Ожидание Возможной Смерти Давление Очевидную Угрозу Он Лихорадочно Соображал Чем Все Может Кончиться Сказать Юрису О том Кто Убил Клим Гору Брата Этого Бродяги Он Не Мог Боялся Осуждения Хотя Для Защиты Имелись Веские Причины Понимал Что Подобные Бандиты Как Клим Гора И Его Брат Прекрасно Знают Тайгу Руководствуясь Одним Им Известными Знаками Могут Двигаться По Пересеченной Местности С удивительной Точностью И Главное Никогда Не Отступятся От Намеченной Цели Да Нехорошо Получилось Собирая Со стола Кружки Остатки Угощения Сетал Юрис Сразу Видно Тяжелый Человек Янису А ты Что Язык Проглотил Слово Не мог Сказать Испугался Ни разу Не встречался С такими Людьми Приободрил Похлопал По плечу Улыбнулся Ничего Не бойся Нас Двое Отпор Дать Сможем Много Их Таких По таге Шастает Если Всех Бояться Так и Жить Не следует От Его Слов Янис Немного Пришел В себя Сделал Несколько Шагов Сел На Чурку Что Теперь Делать Будем Как Что Так И будем Жить Лобас Вон Надо Доделать Не Перетаскивать Жизбушку В другое Место Да И Видно Что Мужик Это Не Из Дальних Краев Уйдет И Больше Не Вернется Так Что Янька Хватит Чурку Греть Пора За работу Браться Янис Взял В руки Топор Поправился И Направился За родственником В голове Роились Тяжелые Мысли Это Так Сразу Не Уйдет Ближе К обеду Прибежала Ёлка Уставшая С вывалившимся Языком Тяжело Переступая Лапами Слабо Виляя Хвостом Медленно Прошла К синям Хотела Лечь Но вдруг Повернулась К столу Подошла К тому Месту Где Стояли Лошади Ходил Сидел И завтракал Гость Вытянув Хвост В палку Взъерошила На загривке Шерсть Все Обнюхала Побежала По следам доедливых комаров и мошек. Крутила носом в поисках посторонних запахов, но тут же ложилась на подстилку. Вокруг никого не было. Вечером, поужинав в избушке, перед тем, как лечь спать, охотники долго сидели на нарах, решая, как поступить ночью. Гость не выходил из головы, но возникали опасения, вдруг вернется. Да не бойся ты, успокаивал Юрис, собака вон на улице, даст знать. Может быть так, что она и не почует и не услышит, осторожничал Янис, собирая постель и карабин. Ты спи здесь, а я пойду под елку. На его слова Юрис только рассмеялся. Несмотря на все предостережения, ночь прошла спокойно. Под утро пошел мелкий нудный дождь, еле оказался дырявый, Янис промок вместе с одеялом. Когда на рассвете вернулся в зимовье, это добавило веселье Юрис. Ха-ха, ну что, лягушонок, говорил тебе, спи на сухих нарах под крышей. Какой бес у тебя в погоду ходить-то будет, эй. Да и зачем это ему? Он, наверное, уже за вторым перевалом. Янис подавленно молчал. С пережитой ночи настроение немного улучшилось, вчерашняя тяжесть притупилась. Новый день принес настроение. Былое угнетение улетучилось, как туман на рассвете. Позавтраков они принялись достраивать лабаз, теперь уже не оглядывались по сторонам. Между тем дождь разошелся. Из мелкой нудной мороси с неба посыпались крупные капли проливного ливня. Мужчинам приходилось прерывать строительство, убегать под крышу, ждать, когда дождь немного прекратится. Однако все бесполезно. В этот день они смогли закрепить на лабазе только стены из досок. Как ни старались накрыть крышу, не получилось, и они решили сделать это на третий день. В эту ночь Янис подъель не пошел, остался в тепле, на сухих нарах, зимовье. Новое свежее утро полностью растворило былые тревоги. Неожиданный гость казался всего лишь неприятным воспоминанием, о котором старались не думать. Непогода утихомирилась, в разорванном небе показалось лучистое, по-летнему теплое солнышко. Светело, оскуктившийся мир тайги красками радости и жизни. Как прежде защебетали пернатые птахи, легкое течение воздуха сбило с ветвей деревьев большие слезы непогоды. Поддаваясь перемене, таежники с настроением бодро дружно взялись за незаконченное дело. К обеду лабаз был готов. Ух, вот теперь можно лодку долбить. Довольно осматривая творение, прохаживаясь рядом, улыбался Юрис. Лодку, конечно, делать надо, подтвердил Янис и позаботился. Да только у меня там картошка, окучивать надо, переросла, наверное. Завтра утром пойдешь, я тебе короткую дорогу покажу через вон ту седловину, Юрис показал рукой вдаль. Если завтра утром выйдешь, как раз к вечеру на безымянке у себя будешь. Вечером? Так быстро? Почему тогда мы всегда ночевали в дороге? Ха, я этот ход только в прошлом году нашел, когда за соболями ходил. Там в гору и на спуск. А вы всегда рекой крюк делали. Это дальше. Так может мне сейчас и выйти, заторопился Янис. Ночью в тайге под деревом посплю, а завтра к обеду у себя окажусь. Что, так не терпится, удивился Юрис. Так давно в зимовье не был. Почти неделю. Если так, я не держу. Можешь идти. Янис сложил вещи, Юрис дал ему с собой килограммов десять соли. Не шагать же пустому. Все равно с Диму жить на зимовье вередов. Перед дорогой присели ночурки у избушки, договорились. Через пять ночей встречаемся у переправы на реке. В Балагане, там где староверы ночуют, напомнил Юрис. Хорошо, поднимаясь с места, согласился Янис. Ну тогда шагай с Богом, напустил его старший товарищ. Закинув на плечи котомку, с карабином на шее парень шагнул прочь от зимовья. Ёлка побежала впереди. Ручья остановился. Наклонился попить, обернулся, увидел, как Юрис, улыбаясь, машет ему рукой. Не пришлось ему перевалить ту седловину, которую показал дядька. Не дошел до своего зимовья на речке Безымянки. Поднявшись из долины вечером на перевал, сидя у костра, долго не мог уснуть. Вспоминал встречу с братом Клим-горы. Когда же, наконец, задремал, вдруг вспомнил или приснилось. Мужик на лошадях выехал оттуда и уехал в ту сторону, куда Юрис стрелял два раза из карабина по затесе. Проехал рядом с той пихтой, посмотрел на нее, и, вероятно, имея точно такое оружие, без труда определил происхождение дырок на входе и оторванной щепы на выходе. Очнувшись, Янис подскочил на лежанке. Тело бросило в жар, по спине между лопаток подбежал холодный пот. Юноша понял, почему бродяга так старался заглянуть в избушку. За день до этого, когда Юрис стрелял, мужик услышал выстрелы, определил оружие. Отличить выстрел из ружья и карабина просто. Первое бахает, как упавшее дерево, а второе режет бичом. Он приехал, когда мужчины делали лабаз. Прежде чем увидели, рассмотрел дырки на пихте. Потом хотел увидеть карабин, но его не показали. Теперь, не отыскав следов брата, не откажется от повторной попытки. Вернется на зимове. Чем закончится его визит, можно было только предполагать. Не дожидаясь рассвета, Янис поспешил назад. Торопился, только бы успеть. Только бы Юрису не быть одному. Вдвоем, да еще с собакой, а не сила. Их будет трудно расстать врасплох. Опоздал. Мертвый Юрис стоял на коленях спиной к пихте. Завернутые руки были крепко связаны в запястьях за дерево проволокой. Не развязать, не вырваться. Поникшая голова и вывернутые плечи указывали на то, как долго и мучительно он умирал. Прежде чем сделать последний удар, бандит его долго пытал. Обожженное, без бороды и усов лицо покрылось сплошной кровавой массой. Левый глаз вытек. На голом до пояса теле не оставалось места от синяков. Лужа крови перед ним запеклась бордовой, облепленной мухами массой. От представленной картины у Яниса подскатились ноги. Стараясь не упасть, схватился за колотые доски. Сел на землю, заревел зверем. Ёлка рядом, вздыбив загривок, поджав хвост, обнюхивал следы покойного. И дрожала. Он, тыча с головой в доски, молил лишь об одном. «Прости! Прости! Прости!» И от своих слов утонул в забытии. Очнулся, через некоторое время осмотрелся. «Где я?» Увидел ту же картину. Собрался с силами, встал на ноги, подошел, потрогал за плечо невиновного. Холодный. Убийство было совершено ночью. Янис вытащил из шеи ржавый гвоздь, откинул его в сторону, осторожно развязал на руках проволоку. Положил Юриса на спину. Оглядывался, стараясь не смотреть на безображенное лицо. Мысли путались в голове. Как все случилось? Вероятно, все произошло вечером, когда Юрис закрылся в избушке. Убийца тихо подошел к зимовью. Может, постучал или поскребся в дверь. Тот вышел на улицу и получил удар по голове, чем-то тяжелым, возможно, обухом топора. Потом разбойник его связал и начал последний допрос. В избушке все на своих местах, не хватает только ружья. Очевидно, бандит пришел не грабить, а выпытать все, что ему необходимо. Но что Юрис мог рассказать? Он ничего не знал. Как долго длилась пытка и мучился человек страшно представить. Такое мог совершить только нелюдь. Янис кипел от злобы и тут же оглядывался по сторонам. А вдруг бесчинщик наблюдает за ним из-за кустов. Нет, не может. Ушел в сторону реки, видно по следам. Елка молчит, ничего не чувствует, значит, его рядом нет. Первая мысль. Догнать и застрелить. Янис побежал по следам несколько сот метров с заряженным, готовым к стрельбе карабином. Но потом вдруг остановился, подумал. А ведь он может устроить засаду. Или кто окажется быстрее, когда они сойдутся взглядами. Тут стоило подумать. Вернулся на зимовье. Присел на чурку рядом с покойником. Прежде всего надо похоронить, пока не распространился запах. Наверное, убийца тоже рассчитывал на это. Труп запахнет, придет медведь, съест его, разорит зимовье. И на этом все следы будут заметены. Кто будет искать человека в тайге, когда от него остались кости? Все подумают на зверя. Как же я? Ведь убийца видел меня. И догадался, что под пытками Юрис сказал допросчику, что парень ушел домой. Похороны длились недолго. Выкопать лопатой в мягкой земле двухметровую яму не составило труда. К вечеру под дальним кедром возвышался холмик. Последний дом Юриса. Долго юноша сидел рядом, думая, как все глупо получилось. В смерти дяди чувствовал свою вину. Почему не сказал, каким образом к нему попал карабин? В голове путаются мысли. Как он скажет о его смерти Кристине? Кто заменит ей мужа, а детям отца? Надо же такому случиться. Не арестовали в деревне, так погиб в тайге. Ведь они собирались выйти осенью к родным, поговорить с Эдгаром об Инге. И Анис опять остался один, как прихваченный в зимовнюю стужу на березе листок. Прошлого не вернуть и будущего нет. Где-то по тайге бродит убийца. Если его увидит, не оставит живых. Бежать некуда. Сидеть, затаившись зимове, нет смысла. Он может найти избушку, как Клим-гора. Что остается? И тут же ответил себе на свой вопрос. А выбора нет. Либо ты его, либо он тебя. Третьего не дано. Но как? В голову сам собой пришел план мести и защиты. Янис знал, что преступник ушел на рыбную реку. Сегодня утром, как покончил с Юрисом. И там будет искать следы своего брата. С большой долей вероятности, должен пойти вверх по реке, как шел Клим-гора. Будет находить только одному ему известные метки. Если это так, без сомнения, свернет на безымянку в сторону их зимови. И выйдет к избушке. Потому что на берегу стоят колья для изгороди. Что делать? Можно подкрасться на расстоянии выстрела с подветренной стороны, когда он будет там. Нет. Лошади своевременно почувствуют чужого человека и дадут знать. У монголок обоняние слух и зрение развиты не хуже, чем у собаки. Эта затея отпадает. Тогда подойти к избушке ночью перед рассветом, подпереть дверь и поджечь свое угодие. Тоже нельзя. Где потом жить самому? Остается один выход. Караулить. Решение принято, медлить нельзя. Простившись в поклоне с Юрисом, я не спошел в ночь через знакомый перевал к себе. Юрис оказался прав. К обеду следующего дня молодой охотник увидел рогатую седловину. Сбоку, слева, в распадке, шумела речка безымянка. Заранее подвязав на поводок елку, скрываясь за деревьями, осторожно подошел к зимовью на видимое расстояние. Там все спокойно. Собака вела себя так же, показывая, что рядом никого нет. Вешка над крышей не тронута, двери прикрыты. Все еще осторожничая, вышел к кострищу, осматривая любую мелочь, которая могла насторожить. Нет, нет, нет. В его отсутствие здесь не ступала нога человека и зверя. Посуда, дрова в полейнице, оставленная от лобаза к кедру лестница. Все было так, как он уходил неделю назад. Я не суспел, опередил убийцу, оставалось подождать его прихода. И сейчас медлить было нельзя. Нужно было искать место для засады. Зашел в зимовье, взял спальник, куски вяленого мяса, копченую рыбу, засохшую лепешку, котелок. Кто знает, сколько еще придется сидеть в ожидании. День или два, может три. Может он уже где-то на подходе. Закрыв дверь, насторожил вешку, на случай, если убийца выйдет сюда с другой стороны. Двинулся по тропке к речке. Елка на поводке спокойно шагает рядом. Вышли на берег. Внимательно осмотрев под ногами землю, определился. Никаких следов. Значит, разбойник здесь еще не проходил. Стараясь не топтать траву, убрал кольев кусты, набрал в котелок воды и пошел к скале. Засаду решил сделать здесь, в нише, где хранились морды для ловли рыбы. Забрался наверх. С высоты семи метров видно далеко вокруг. Реку, дальнюю поляну, тропинки к зимовью, нижний поворот. Если убийца поедет здесь, ему одна дорога. Между скалой и речкой мимо не пройти. Заметив движение, можно издалека. Пока здесь можно спокойно приготовиться и прицелиться. Лучшего места не найти. Только бы кони не хватили запаха раньше времени. Разложив под собой спальник, рядом свернул одеяло. Перед собой выставил котомку, на нее карабин. Попробовал прицелиться, покрутился из стороны в сторону, глядя в целик. Удобно. Если подъедет вон к той елке, можно стрелять. До нее не больше сорока метров. Рядом привязал к камню елку, предупредил. Лежать будем караулить. Та послушно присела на задние лапы, недовольна, посматривая по сторонам. Зачем мы здесь? Но противиться не могла. Притихли. Длинный летний вечер намочил росою траву. Я несу это на руку. Влага убьет запахи следов. Свежий ветер тянет от речки. Это тоже хорошо. Лишь бы не вниз по безымянке. Еще лучше, если бы его течение наплывало в лицо. Караулили долго, до тех пор, пока черная ночь не раскинула свою мантию над тайгой. Хозяин, накрывшись одеялом от прохлады, наносимой с реки. Собака, свернувшись клубочком на плетеной стенке. А все бесполезно. В этот вечер к ним так никто и не пришел. Ранним утром, когда еще не взошло солнце, случилось непредвиденное. На другом берегу разом резко хряснул сучок. За ним другой. И тут же, как гром с небес, в воду упала лохматая туша. Медведь! Елка вскочила на лапы, собралась залаять, но я не сприжал ее к себе, зажал рукой упасть. Извиваясь и дергаясь, лайка пыталась вырваться, подать голос на хищника, но охотник был сильнее. Между тем, никого и ничего не боясь, в своем доме хозяин тайги дважды окунулся с головою в воду. Искупался, вылез на берег и неторопливо шагнув, кто еле завалился на бок. Приняв водные процедуры, решил отдохнуть. До него было не так далеко. Вытянувшись во всю длину своего внушительного роста, он казался обгоревшей колодиной. Если бы Янис не видел, как тот лег между ними, его можно было так и представить. Зверь не чувствовал посторонних. Это был хороший знак. Значит, и лошади тоже не сразу предупредят своего хозяина. Плохо было то, что елка в объятиях Яниса не могла лежать спокойно. Возилась, как пойманная мышь, и медведь услышал ее движение. Резко подняв голову, выставив уши, шлепая губами, топтыга пытался понять, откуда раздается возня. Потом встал, уставился на скалу, сильно втягивая поросячьим носом в воздух. И вдруг, хватив запах человека, резко сорвался в спасительную чащу. Три прыжка, и он исчез в густых зарослях пихтача. Через некоторое время из тайги послышался его утробный рев, треск сучив, а затем все стихло. Недоволен ксалапый, что вот так оконфузился. После этого ничего занимательного, что могло бы привлечь их внимание, в лесу не произошло. А вот жизнь кипела. Старательная мухоловка то и дело таскала в свое гнездо комаров и личинок, выкармливая своих птенцов. Над речкой порхали непоседы кулички. Нервно подергивая хвостом, сидя на коряге, пикала желтая тресогуска. Над вершинами кедров, повторяя круги, высматривала рыбу зоркий орлан. После обеда далеко внизу, на краю поляны, мелькнули три серых пятна. Через реку перешли северные олени и, не задерживаясь на открытом месте, скрылись в густом ернике. «Нет, хуже ждать и догонять!» Янис отлежал себе все бока, просмотрел глаза, занемок от ожидания. Елка и того хуже. Привычная к постоянному движению лайка, крутилась на привязи, не находя себе места. Лада в котелке, что парень набрал перед тем, как лечь за саду, давно кончилась. Их мучилась жажда. Речка, протекавшая рядом, только усиливала желагу. У Яниса все пересохло во рту. Ему казалось, что он может выпить всю безымянку до дна. Елка с пересохшим горлом жалобно скулила. «Отпусти меня, хозяин!» Но тот оставался непреклонен, периодически одергивая собаку, настойчиво уверял. «Тихо! Подожди немного! Наступит ночь, спустимся, напьемся!» До сумерек оставалось еще много времени. Теплое летнее солнце, перед тем, как завалиться за гору, прилегло в гамак из еловых веток. Восточные стороны хребтов и перевалов спрятались в тень. Западные еще были окрашены в желтовато-зеленый, нейтральный цвет. Чистое, без единой проседи облаков небо предвещало завтра хороший день. Воздух наполнился благодатной свежестью и прохладой. Дышать и ждать стало легче. Занемевшая от бездействия елка резко подняла голову, напрягла зрение и чутье уставилась в сторону излученной реки. Задрожала, собиралась заскулить. Янис приложил палец к губам, давая понять. «Только тихо!» Сам осторожно приложил приклад карабина к плечу. В конце поляны движение. В их сторону идет какое-то животное. Издалека не видно, кто это, сахатый или лошадь. С более близкого расстояния выяснилось, что идет конь, на спине которого сидит человек. По телу Яниса потекла томительная волна. Руки ослабли, голову обнесло хмелем. После этого бросила в дрожь. Ладони взмокли, пальцы стянуло с судорогой, в глазах поплыли размывы. Нет сил прицелиться и выстрелить. Подобное состояние было вызвано нервным перенапряжением от ожидания. К тому же он никогда не стрелял в человека. Убийство Клима-горы произошло неосознанно. Здесь же, когда дело дошло до выстрела, вдруг понял, что не может нажать на курок. Это был человек, этим все сказано. А конь все ближе. Вон уже видны кольца на уздечке. Спокойные глаза, борода на лице всадника. Стараясь сосредоточиться, парень прицеливался. Не получается. Мушка прыгает из стороны в сторону, ствол гуляет между деревьями. Ёлка в стороне вот-вот залает, выдаст его. Собрав последнюю волю, положил палец на спусковой крючок. Как только покажется, из-за дерева надо стрелять. Куда? В грудь. Из-за ели показалась голова монголки. Ветки бьют всадника по лицу со всей силы. Тот даже не отворачивается. Яниса что-то насторожило в его позе. В самый последний момент убрал палец крючка, не выстрелил. Поднял голову, стараясь понять, что тут странного. Всадник сидит как-то неестественно, завалившись на бок. Ружья нет, лошадь идет одна. Где вторая монголка? Да и где сам человек? Вместо него привязаны к спине мешок. Привязаны к уздечке рукава куртки. В нарисованном лице прилеплена еловая борода. Вместо ног болтаются пустые штанины. Вот и тетка, блин, на Рождество. Растерянно, едва слышно, выдохнул он. Чуть не выстрелил. А где... Я осекся на полусловие. Сзади вдалеке показалась вторая вороная лошадь. Теперь с настоящим всадником в седле. Передовой конь, не почувствовав их, неторопливо проследовал вдоль ручья мимо. Янис бросил косой взгляд на муляж. Предусмотрительный. Боится подъехать под пулю. Чует за собой грешки. И безотрывно наблюдал за приближающимся убийцей. Да, это был он. Тот мужик, приезжавший к ним в гости, убивший Юриса. Та же осанка, слегка опущенная к земле голова. Заросшее бородой лицо, косма на голове. Готовый к стрельбе на коленях карабин. Его поведение вызвало негодование у Яниса. Какой хитрый. Пустил вперед коня, а сам едет сзади. Если кто-то впереди выстрелит или конь даст знать, у него хватит времени скрыться в тайге. Возмущение охладило кровь. Разум успокоился. Неизвестно, куда пропали дрожь и слабость в руках. В глазах появилась четкость, движения стали твердыми и уверенными. Палец на курке. Взгляд совместил планку с мушкой. Ствол смотрит чуть в сторону от елки. Там незнакомец должен проехать. Как только выйдет из-за веток, надо стрелять. Конь идет не спеша. Глаза убийцы бегают по сторонам, а сам он в седле сидит как влитой, предупреждая каждый шаг монголки. Янис перевел мушку на грудь, попробовал прицелиться. Далековато. Можно промахнуться. Лучше подождать. Заехал за ель. Еще несколько шагов и появится из-за дерева. Вдруг остановился. Встал. За ветками плохо видно, что делает. Кажется, смотрит в его сторону. Неужели заметил? Плохи дела. Надо стрелять, но нельзя. Пуля через ветки может дать рикошет. Тот слез с коня, подошел к елке, начал рассматривать ствол. Приложил руку к рту, крикнул резко голосом. Гок! 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 Елка едва не залаяла. Янис вовремя успел зажать ей пасть. Ткнул легко в бок. Сам не может понять, что происходит. Прошло немного времени, сверху послышались шаги. На призыв возвращался первый конь. Удивился? Надо же, как приучен. Дождавшись его, убийца подозвал к себе и достал что-то из притороченной к боку котомки. Опять за елку что-то делать. Янис в напряжении. Надо стрелять. Другого удобного случая не представиться. Вот он вышел из-за ели, встал боком, двигается. Нет, надо подождать, когда повернется грудью. Тот подвязал одинокого коня за уздечку, вскочил в седло и, поворачиваясь, чтобы поехать, проверил, все ли ладно. Потом посмотрел вправо и оказался перед Янисом лицом. Парень больше не ждал. Прицелившись меж плеч, плавно нажал на курок. Крабин взорвался от грохота выстрела, плюнул огненной смертью. Сильно ударил прикладом в плечо. Янис заметил, как во время выстрела всадник перевернулся с коня к убырем и упал на землю. Испуганные лошади, связанные в паре, спотыкаясь и наскакивая друг на другу, бросились в другой конец поляны. Нистого лаяла елка. Пытаясь вырваться на волю, от злости грызла поводок. Убедившись, что убийца лежит на месте, Янис отцепил собаку, передернул затвор, выкинул гильзу, загнал в патронник новый патрон и, прицелившись во врага, выстрелил еще раз. Заметил, как тот дернулся, перевернулся на спину, раскинув руки. Хряснул затвором, опять перезарядил карабин, но уже не стрелял. Быстро спустившись со скалы, подбежал к раненому. Тот лежал там же, куда упал с лошади. Одна пуля попала в левую сторону груди, вторая немного ниже. Обильная пульсирующая кровь из ран предсказывала скорый конец. Несмотря на это, убийца еще шевелился и пытался дотянуться до валявшегося неподалеку карабина. Когда Янис подошел к нему, тот не удивился. Повернув голову, криво усмехнулся, кровавым ртом через силу заговорил. — А-а-а, это ты, немтырь. — Зачем ты убил Юриса? — наставляя на него ствол, грозно спросил Янис. — Под замуж-то моего братку, Климку, того. — Откуда ты знаешь, что это он? — А кто, кроме к нему? Более некому. — Это я его, а не он. — Ты? Стараясь приподнять голову, немало удивился тот. — А золото где? — У меня. — Ты смотри-ка, кто бы мог подумать. Надо было вас тогда обоих не разговаривая, и не его пытать, а тебя на костре сжарить. — А ладно, теперь и чё. — Видно, и на ястре побывает своя петелька. — Отразбойничал я. — Хватит, пожил в волю. — Откуда у Клима было столько золота? — Ну-ка, сколько старателей по тайге, столько и золота. После некоторого умолчания, теряя силы, ответил убийцам. — И скольких вы убили? — Тебе, паря, знать не надо. — Зовут-то тебя хоть как? — Понимая, что тот скоро умрёт, спросил Янис. — Мишка-бродяга, брагины мои, все нас боятся. — Отбоялись, много вас там ищу, кого следующего ждать? — Придут и шо? — Откуда вы взялись такие? Как только вас земля носит? Но Мишка-бродяга не ответил, оскалился белыми, как у волка, клыками и затих с наполовину прикрытыми глазами. — Умер. — Янис обошёл его вокруг, толкнул ногой, подобрал карабин, закинул на плечо, оглянулся. В конце поляны, повернув на него головы, стоят лошади, ждут своего хозяина. Вспомнил, что что-то рассматривал на ёлке Мишка-бродяга, подошёл ближе. На стволе между веток вырезана стрелка, по всей видимости сделанная в прошлом году, показывавшая направление на его зимовье. С краёв знак успел заполниться свежей смолой, на нём непонятные засечки. Янис похолодел от страха, понял, что всё время после того, как убил Клима Гору, был на волосок от смерти. Если бы Мишка-бродяга пошёл здесь в прошлом году, всё закончилось бы по-другому. И как её парень не замечал? Ведь проходил здесь мимо много раз. Как-то Клим Гора успел её вырезать до того, как нашёл избушку, или потом вернулся и сделал метку. Пока не стемнело, решил закопать убитого. Сходил за лопатой и киркой, оттащил мертвеца в пихтач, вырыл яму, столкнул на дно тело, закидал, сравнял с землёй, сверху замаскировал дёрном. Через два дня молодая трава поднимется, скроет место смерти Мишки-бродяги. Трудно будет определить могилу разбойника. Сгустившиеся сумерки прервали планы Яниса. До рассвета ушёл в зимовье. Спал плохо, сказывались перенапряжения, бессонная ночь, убийство Мишки-бродяги. Впервые приснился Клим Гора и его брат. Сидят на улице у костра, пьют самогон, смеются, о чём-то рассказывают друг другу. Янис хотел открыть дверь, прогнать братьев, но та заперта, да и подперта снаружи, той ёлкой, на которой вырезана метка. Заметался по зимовью, стараясь выбраться наружу. Вспомнил про подземный ход. Кинулся под нары, но дыра полностью забита грязью, не пролезть и не убежать. Огонь! Братья-бандиты подожгли зимовье, желая сжечь врага живьём. Янис попробовал выскочить в окно, но и его нет. Вокруг плотные бревенчатые стены. Понимая, что погибает, скребёт ногтями дерево и просыпается. Знакомое окно бьётся ровно и с голубоватым оттенком свет. Утро. Солнце ещё не встало. Рясная роса намочила тайгу. Охотник вышел на улицу. Из-под нары выскочила ёлка, отбежала в сторону. После туалета вытянулся до хруста костей в позвоночнике. С интересом посмотрел на него. Что будем делать? Опять на скалу полезем караулить кого-нибудь? Нет, сухо ответил Янис грубым до звона в ушах голосом. Сегодня у нас дела куда более важные, чем ждать. Мало выстрелить, теперь надо скрыть все следы. Не позавтракав, пошёл на берег безымянки. Перед выходом на поляну долго смотрел по сторонам. Неподалёку от ёлки пасутся лошади, которые подошли ночь. Увидев человека, подняли головы. Тот осторожно подошёл к ним. Взял под узцы, ласково погладил по шее. Животные оказались непугливыми. Отвёл их к зимовью, привязал на длинные верёвки неподалёку от избушки на поляне. Пусть пасутся, травы много. Сам пошёл назад. Ему предстояло сделать не менее важное дело, чем спрятать лошадей в тайге от посторонних глаз. Решил срубить ёлку, на которой была вырезана стрелка. Сначала долго думал, правильно ли поступает. Можно замазать метку глины или прикрыть такой же еловой корой. Только всё это заметно для опытного глаза таёжника. Стоит присмотреться и определить, что здесь что-то не так. Надо убрать дерево, а пень обложить дёрном. Молодая трава быстро затянет его и не оставит следов. Это наиболее верное решение. Теперь оставалось главное – лошади. Что делать и как поступить с ними, не знал. Оставить живых себе дороже. После них много следов, по которым его быстро найдут. Чтобы сдержать зиму даже одного коня, надо косить сено. Нужны большие луга, которых в глухой тайге найти непросто. Застрелить жалко. Решил оставить до поры, а там видно. Всё же медлить нельзя, монголки в этих местах приметны. У случайного человека могут вызвать ряд вопросов. А если появятся сообщники или друзья, мишки-бродяги и клима-горы, ему грозит одно – смерть. В тот же день Янис соорудил коням небольшой пригон с навесом от дождя. Сбоку поддерживал два дымокурка от комаров, гнуса и паутов. Слишком заметное ручной работы седло. Утопил в реке. Уздечки оставил, потому что других не было. Вечером разобрал котомки убитого. В отличие от своего брата, последний оказался более запасным. А может, не так давно выехал из дома и не успел съесть продукты. Он вез около пуда муки, килограммов двадцать круп трёх видов, мешок сухарей, сало, масло, двадцать банок тушёнки, соль, сахар и даже картошку. Были здесь и сладости. Конфеты и пряники, от которых Янис не смог отказаться. Сухие продукты переложил на лабаз. Скоропортящийся убрал в ледник. Стыдно и неприятно пользоваться едой убитого. Но делать нечего, не выкидывают же всё. Мишка-бродяга был вооружён до зубов. Помимо карабина, изъятого у Юрия с оружия, в котомке в кожаном мешке лежал воронённый револьвер с патронами. Такой же длинный, как у Клим-горы, нож. Янис выкинул в речку. Остальное оружие спрятал в дупло. В отличие от шального братца, награбленного золота у Мишки не было. Вероятно, не так давно выехал из дома на охоту. Перебрав сумы, хотел их сжечь на костре. Напоследок, прощупывая весь мешок, вдруг заметил уплотнение. Сунул руку внутрь, нащупал потайной карман. Вытащил из него водонепроницаемый кожаный мешочек, в котором лежала старая потрёпанная карта. С подрагивающими от волнения руками развернул её перед собой. Вверху, в центральной части, теснился двуглавый гербовый орёл. Под ним цифры. 1874 год. И подпись. Реестры золотосодержащих приисков. Северо-восточный район. Недолго смотрел на неё, разбираясь. Узнал знакомые реки и горы, подписанные на русском языке с буквой Ять. В нижнем левом углу город Красноярск. Снизу вверх извивался Енисей. Вверху впадавший в него Канн. Речка рыбная. Вот безымянка. Ключ, где сейчас находится он. Что это? Янец вздрогнул телом. В кровь ударила холодная кровь. На карте с жирной, чёрной точкой обозначено его зимовье. С юга на север через неё тянулась пунктирная извивающаяся ниточка. Тропа. Янец так и сел на ослабевших ногах на чурку. Понял, что всё это значит. Думал, что здесь живёт в глуши один, спрятавшись, и никто о нём не знает. Оказалось, глубоко ошибался. Перед ним явное доказательство того, что Мишка-бродяга знал эти места. Значит, и Клим-гора не случайный прохожий. Они ходили здесь мимо? Куда? Янец опять склонился над картой. Пунктирная линия ведёт на другой берег рыбной реки, Закан. Там уже по знакомым речкам и ручейкам среди глухой тайги обозначены квадратики. Вдали от поселений каждый из них подписан Никольский, Богатимый, Праведный, Дальний, Петровский и ещё несколько других. Нетрудно догадаться, что это золотые прииски. Подсчитал их двадцать четыре. Все расположены неподалёку друг от друга. Возможно, это какое-то месторождение. Прочитал название реки. Ветлянка. Нет, не знает такой. Внизу в уголке карты масштаб. Янис прикинул расстояние отсюда до приисков около двухсот километров. Слишком далеко от них. На трёх из них Никольском, Праведном и Дальнем стояли кружки, введённые карандашом. Неторопливо повёл пальцем вниз по пунктирной линии. Она пересекала дорогу, отмеченную как Восточно-Сибирский тракт. Да, в те времена, когда составлялась эта карта, железной дороги не было. Место, где тропа пересекала дорогу, отмечено крестиком. Что он значит, не ясно. Может, там стоялось зимове, или это для её владельца какой-то другой знак. Далее штрихи опускались ниже, оканчивались на краю карты. Куда тропа вела дальше, оставалось только догадываться. Одно видно, что везде, на всём протяжении, с севера на юг, она стороной обходила густонаселённые места и поселения. Создатель карты имел хорошее как географическое, так и горное образование. Разлинованная по широте и долготе, она была составлена грамотно, с точными направлениями рек. На некоторых горах даже поставлены высоты. А выгоревшие от времени зелёные, жёлтые, голубые цвета означали лес, горы и степи. Внизу Янис мелким шрифтом прочитал. Горный инженер Быстрицкий А.Н. Вероятно, это и был её первый хозяин. А вот как она попала в ручки мишки-бродяги, и кто после него провёл пунктирную линию тропы, неизвестно. Янис долго рассматривал нанесённую на карту местность. Больше всего интересовала Безымянка, речка Рыбная и прилегающие окрестности. Значительную часть он знал на память, охотился там. Но были и такие места, где не был ни разу. Таким образом, правый берег Рыбной реки, на которой юноша не переправлялся ни разу. Когда-то отец и дед бродили там, рассказывали о своих похождениях. Говорили, что из Калина не нашли деревню староверов. На карте он увидел запрятанный на зелёном поле небольшой значок, нарисованный карандашом в виде могильного крестика с небольшим квадратиком рядом. Понял, что это и есть поселение старообрядцев. Пунктирная линия тропа проходила от деревни далеко в стороне. По приблизительным подсчётам до неё около 40 километров. Получалось, что на прииске разбойники ходили мимо неё. Да и крестик нарисован той же краской, что и реки. Вероятно, его нанёс первый хозяин карты, инженер Быстрицкий. Значит, он знал о ней. В том далёком 1874 году староверы уже там жили. Это открытие вдохновило в Яниса надежду. Решил, если не встретиться со старообрядцами на реке, найдёт их сам. Водушевлённый предстоящими планами, аккуратно свернул план местности, засунул в тот же кожный мешок и спрятал в дупле дерево, где хранил ружья. Многое переосмотрел Янис за три последующих дня. Ситуация незавидная. Он находится между двух огней. С одной стороны, скрываясь от ареста НКВД в тайге, не мог выйти к людям. Другой боялся быть захваченным врасплох бандитами. Пугался каждого шороха, оборачивался по сторонам. Кто знает, может кто-то следит за ним и из родственников или товарищей Клима-горы и Мишки-бродяги. Более всего угнетало присутствие лошадей. Разбойники сразу узнают их. Возникнут вопросы, на которые юноша не сможет дать ответа. Чтобы этого не случилось, торопился обработать огород. Окучивал картошку, полол овес и пшеницу. После этого собирался идти к рыбной реке и искать староверов. Я не знал, кому надо отдать коней. Это решение возникло само собой. Путь на реку начался утром третьего дня. Прихватив с собой самые необходимые, запас продуктов на десять дней, оружие, пушнину и карту, выехал из зимовья вниз по безымянке. Не забыл взять и золото. В голове давно ураились мысли. Отдать награбленное тем, кому оно должно принадлежать. Хотя не представлял, как это сделает. Вытаскивая из корней бутылку, задержался над могилой Клима-горы. Лежишь? Ну-ну, парень, кости свои. Сколько душ загубил, а богатством не попользовался. Ладно уж, попробуй смягчить твои грехи. Прежде чем встать на тропу, Янис долго кружил по тайге, путая следы. Ближе к полудню добрался до рыбной реки. Времени еще оставалось много, поэтому направил лошадей дальше. Спокойные и удивительно выносливые монголки оказались на резкость послушными. Переступая по захламленной тайге, спокойным шагом, они, казалось, заранее предвидели препятствие, обходили его стороной и слушались любой команды. Ехавший на передовом мерене Янис лишь в редких случаях правил уздечкой, указывая дорогу. Остальное конь делал сам. Осторожно, стараясь не уронить седока со спины, спускался с пригорков, неторопливо поднимался на взлобки, мягко переступал колодины и кочки, заранее избегал грязи и луж. Янис уж жалко было расставаться с таким конем, который, очевидно, исходил немало тайги, но делать нечего. Решил, что когда все успокоится, наступят старые времена, вернется за ним или выкупит жеребенка для развода породы. Подумал и тяжело вздохнул. А наступит ли? В этот раз парню не пришлось жить ожиданием людей с противоположного берега рыбной реки. К балагану подъезжал вечером, едва закатилось солнце. Видел впереди скалистый прижим, знакомый поворот. Вдруг лошади встали, насторожились. Сначала не мог понять причину их поведения, потом почувствовал запах дыма костра, понял. Кони приучены предупреждать об опасности. Почуяв человека или присутствие жилья, они останавливались. Это было одно из главных положительных качеств покорных монголок. Какими уроками и за какой период времени оно выработано, я несу оставалось догадываться. Оставив лошадей в тайге, подвязав елку на поводок, направился к людям. Забравшись на скалу, долго подкрадывался к балагану. Когда высунул голову из-за камня, увидел у костра двух бородачей с ружьями в руках. Оба смотрели в его сторону, ждали его появления. Он не стал прятаться, вышел из-за укрытия, неторопливой походкой с располагающей улыбкой подошел к ним. «Здравствуйте!» Остановившись на некотором расстоянии, поприветствовал их, протянул руку. «Меня зовут Янис». «И вам, мил человек, здоровья желаем!» Тонко, почти детским голосом ответил один из них, вероятно, старший. «А я вот к вам пришел!» Волнуясь от радости, не зная, с чего начать разговор, продолжал он. «Давно хотел с вами встретиться!» «По какой такой надобности?» Переглянулись с товарищем и удивились. «Да я от брата, Юрисом зовут. Он вам пушнину приносил». «А где же он сам-то?» После некоторого умолчания, немного успокоившись, отставляя ружье в сторону, продолжал диалог старший. «Ушел в деревню за продуктами», — соврал Янис, и заметил, как те насторожились, не поверили. «Можно к вашему костру присесть?» «Не можно нам, мил человек, с мирскими за одним костром, свой разводи». Он понял, быстро развел огонь в стороне, подвесил на таган котелок с водой, развязал котомку, достал продукты. Староверы, не обращая на него внимания, продолжали ужин. Когда закончили, прочли короткую молитву, начали готовиться к ночлегу. «Что рыбалка, ловится?» Желая продолжить разговор, указывая на привязанную к берегу лодку, спросил Янис. «С божьей помощью ловим поманеньку», — ответил старший, расстилая в балагане постель. «Как вас зовут?» «Меня Митрием кличут, а Ян-то брат мой младший, Андрейка», — отозвался Дмитрий, и как ни в чем не бывало, поинтересовался. «А что ж лошадей бросил, не привел?» «Откуда вы знаете, удивленную Яниса не было предела?» «Так то ветер подсказал нам, когда ты еще за поворотом шел», — укладываясь спать, усмехнулся Дмитрий. «Ходи за лошадьми-то, что без догляда стоять будут? Вдруг медведь?» «Мне бы с вами поговорить надо». «Утром говорить будем», — прозвучал ответ. «На ночь глядя и рыба спит, спаси Христос». «Понимая, Янец замолчал, подживив костер, чтобы не потух, сходил за монголками, привел, привязал на поляне на длинную веревку, разложил постель, накрывшись одеялом, прилег отдыхать. Всю ночь до рассвета спал в полуха, стараясь не проспать момент, когда поднимутся старобряться. Те встали рано, еще не зашло солнце. Помолившись, толкнули лодку на воду, поплыли снимать сети. «Вернетесь?» — с тревогой в голосе спросил их Янис, напоминая о себе. «Скоро будем, жди», — ответил Дмитрий, отталкиваясь шестом от берега. Парень успел позавтракать, напоил коней и в ожидании бродил по берегу, высматривая своих новых знакомых. Вскоре, ловко выравнивая лодку на струе, подогнали долбленку шестами к берегу, затащили наполовину на косу. Не глядя на него, присели выбирать из сетей улов. Рыбы попалось много, в основном это были хариусы и ленки. Среди них чернели спинами два метровых таймения. Янису опять ничего не оставалось, только смотреть на то, как Дмитрий и Андрей ловко перебирают путанки, потрошат и солят добычу. Управившись с рыбой, помолившись, староверы позавтракали, поблагодарили бога за еду и лишь после этого, не приближаясь, обратили на него внимание. — Говори, мил человек, с чем к нам пожаловал? — Хотел предложить пушнину на обмен за продукты, — неуверенно начал Янис. — Пушнину? — вздвинул брови к переносице Дмитрий. — А сам-то что, в люди не идешь? — Не с руки мне, — теряясь от вопроса, ответил он. — Тут в тайге дело есть. Обдумывая предложение, они некоторое время молча смотрели на него. Янис в это время соображал, что придумать для оправдания. Однако другого вопроса не последовало. — Вижу я, что человек ты непростой, — посмотрел на юношу Дмитрия. — Ружье у тебя вон какое, да и лошади хорошие. — Неспроста в тайге хоронишься. — Не наше дело знать, по какой причине. Если обратился к нам, знать беда, да нужда тебя преследует. В таком деле человеку помочь нам сам Бог упреждал. — Что ж, постараемся помочь, коли сможем. Показывай, что у тебя в котомках. Янис обрадовался такому повороту событий, проворно развязав сумку, вывалил перед ними добытые за два сезона шкурки. Хоть старообрядцы и привычны к дарам тайги, но от видимой кучи загорелись глаза у обоих. Живо перебирая, встряхивая соболей, колонков и белок руками, удивились, похвалили. — Ладно промышлял, хороший охотник, — без зависти отметил Дмитрий. — С собачкой или ловушками? — С ней, — не без гордости поглаживая елку за ушами, — ответил Янис. — Ну и в ловушке тоже. — Один или товарищ помогал. Вместе, не задумываясь, соврал Янис и почувствовал, как покраснел от стыда. Дмитрий не обратил на это внимания, перебирал шкурки. Наконец-то поднял глаза. — Что хочешь. — Мне бы продуктов для двоих, чтобы до будущего лета хватило. — Муки, круп, соли. — Так молвит, что товарищ в деревню ушел. Зачем столько? А он что, не принесет с собой? — Обещал к листопаду вернуться, да там и взять продукты не у кого, — продолжал обман Янис. — Одна надежда, что вы поможете. Дмитрий строго посмотрел на него, однако ничего не сказал. — У староверов не принято выпытывать чужие грехи. Если надо, человек расскажет сам. Спросил про другое. — Вижу я, что человек-то не русский. — Говоришь с напевом. — Знать не... Не коньянец? — Нет. В лютеранской церкви я. Братья переглянулись. Возможно, этой веры они не знали, только вдруг после этих слов заметно оживились. Стали более словоохотливыми. — Хорошо, — согласился Дмитрий, пересчитывая шкурки. — Поможем тебе, мил человек, только не сразу. — Да мне сразу и не надо, — обрадовался Янис. — Когда скажете, тогда и ладно. Могу сам к вам в деревню прийти. И осекся в полусловии. — Откель ты знает, что у нас тут деревня, — сурово поинтересовался, как будто выстрелил Дмитрий. — Да так, ниоткуда. Сам понял, что вы где-то живете. Ведь не в пещере. — Ну, это понятное дело. Раз понимаешь об одном, просим. На мир про нас не злословь. Времена нынче тяжелые, — перекрестился двумя пальцами. — Спаси, Христос. — Что вы, никому не скажу, — твердо заверил Янис. — Про меня бы самого никто не узнал. И замолчал. Понял, что на радостях проговорился. Но и этим словам Дмитрий и Андрей, казалось, не придали значения. Между тем парень готовился сделать еще одно более важное предложение. Только не знал, с чего начать. Некоторое время думал, а потом, будто отрезая ножом веревку, спросил. — Лошадей возьмете? — Лошадей? — скинул Брою. — Да, вон тех обоих. — Шутишь? — недоверчиво переспросил Андрей. — Да нет же, какие шутки? — Как же ты будешь? — перекрестившись, кинул брови Дмитрий. — Не б самому прожить. Повернувшись к монголкам, все трое пошли на поляну. Хорошие кони, после некоторого умолчания, оценив породу, сделал вывод Дмитрий. — По-тайге дюжи ходкие. Что за них хочешь? — Я их не продаю и не меняю. Отдаю даром. С уговором. Староверы, не веря, долго переглянулись. — С каким уговором? — Ежели надо, когда будет, спрошу ненадолго. А потом, когда придет время, заберу одного, ну или жеребчика. — Жеребенка? — Да, жеребенка. Вон, кобыла, видишь, жеребая, скоро родит. — Сам вижу, что пора подходит. Как ее, бедную, ты по тайге водишь. Разродиться где по дороге? Жалея лошадь, поглажив ее по грею, подтвердил Дмитрий. У Яниса едва не вырвалась горькая правда о том, кто водил ее по тайге. Стоило больших усилий держать рот на замке. Вместо этого спросил. — Ну так что? Будете брать? Согласны на уговор? — Согласны. Берем, не раздумывая ответили те. — Вот только как ты коня будешь брать? В деревню тебе к нам не можно. — Прищурил глаза Дмитрий. — Можно договориться встречаться здесь, на реке. День назначить и ждать друг друга. — Что ж, можно и тут, коль договориться. Если так-то скажу, мне на эти дни надо меренно по тайге проехать, а кобылу сейчас забирать. — К сенокосу приедешь? Скоро покосы? — Не задавая лишних вопросов, спросил Дмитрий. — Буду, — твердо заверил Янис. — Через десять дней встретимся здесь. — И то хорошо, — облегченно вздохнул тот. — На покосах коня надо, — внимательно посмотрел в глаза Яниса. — Ох, мил человек, однако в голове у тебя много напутано. Ты, случайно, не разбойник? — Нет, наоборот, дело у меня праведное. О том сказать не могу. — Не хочешь, не говори. Нам правды знать не надо. — Лишь бы хороший человек был, — перекрестился Дмитрий. — Спаси Христос. На этом распрощались. Старовера, отвязав кобылу, подвели ее к лодке. Та, беспокойно оглядываясь намеренно, все же вышла на берег. Осторожно вошла в воду, поплыла за долбленкой. Дмитрий и Андрей, ловко отталкиваясь к шестам, и умело переплыли реку. Скрылись в густых зарослях ольхи в курье. Конь на этом берегу, волнуясь от разлуки с подругой, несколько раз призывно заржал. Но броситься вслед не посмел. Разошлись. Построверув своя дорога, у Яниса другой избранный путь. Подождав, когда не скроется из виду, собрал вещи. Еще раз проверил, все ли на месте. Закинул за спину карабин, сел на коня. Затем потянул за уздечку, поехал вниз по реке. Если следовать по указанной на карте тропе, ниже по реке она должна быть в переправе на правый берег. Проехав по берегу три поворота, сверился с маршрутом. На той стороне низкий распадок, через который Клим-гора ходил на золотые прииски. Река в этом месте широкая и неглубокая. Значительно упавший при хорошей погоде уровень воды достигал коню по грудь. Не слезая со спины животного, промочив обувь, Янис без труда преодолел водное препятствие. Выбравшись на противоположную сторону, не стал сушить мокрые бродни. Поехал дальше, так как торопился до вечера покрыть как можно большее расстояние. Боясь заблудиться, часто останавливался, сверялся с картой. Конь недовольно мотал головой, как будто хотел сказать. Ты что, дороги не знаешь? Я тут ходил не раз. И правда, стоило приспустить уздечку, дать ему волю, он сам пошел в нужном направлении. Преодолев два водораздельных перевала, встал у незнакомого ручья на поляне. Ты от чего? Недоуменно спросил Янис, осматриваясь по сторонам и понял. Неподалеку, под двумя разлапистыми елями, находились старые кострищи, запас дров и укрытие от ветра. Вероятно, здесь братья останавливались на ночлег. Оставалось лишь удивляться памяти покорного животного, которое, возможно, здесь и не единожды возило на своей спине кого-то из убийц. К золотым приискам конь привез Яниса на третий день к обеду. Задержавшись на перевале, осматривая сверху широкую долину, сверился с картой. Внизу должна бежать речка Ветлянка. По ее руслу и примыкающим ключам находились помеченные точками Никольский и Праведный прииски. Еще один третий дальний, должен быть за перевалом, в другом водоразделе. Одним-одним из них стелился дым, там были люди. Прежде чем спуститься вниз, долго думал, как выйти к старателям. Да и стоит ли выходить вообще? За лотари народ отчаянный, после визита к Лиму могут неправильно оценить его появление. В это мгновение подумал, а зачем мне это все надо? Пусть бы золото лежало там под кедром до лучших времен. Однако вспомнил рассказ отца про Анну Золотавину. Давно это было, в начале века. Старательский промысел тогда распространялся по Сибири более активно, чем после революции 17-го года. Соответственно, и разбойников, убийц, старателей было больше. Каждый год в деревнях плакали женщины, не дождавшиеся из тайги отца, мужа или сына. В далеком таежном поселке с семьей жил знаменитый старатель Костя Золотавин. Весной уходил на одному ему известные золотые россыпи. Осенью возвращался с благополучным металлом. Жена его, Анна, каждый год рожала по ребенку и всегда летом. К описываемым событиям у них насчитывалось 11 ребятишек, все погодки. Слаб был Костя характером. Что она моет в тайге, отдаст долги, купит продуктов, а остальное пропьет с первым встречным товарищем. Поэтому нужда в доме Золотавинах всегда ходила под руку с голодом. Много добывал Константин золото, все знали о его удаче. Пуля в ружье долго не задерживается, докатились слухи и до бандитов. Выследили его разбойники в тайге осенью, убили. Сгинул мужик без следа, не вышел к зиме в деревню. Погрязшая в долгах семья от голода стала постепенно вымирать. Истощенные дети гибли через день, а то и чаще. Едва успевали хоронить. Никто не помог Анне едой и деньгами. Родных не было, а товарищи отвернулись. Когда остался один сын трех лет от рождения, чтобы продлить ему жизнь, женщина отрубала себе пальцы, кормила ребенка. Обрубки зашивала нитками. Когда кто-то из соседей случайно зашел к ним в дом, увидел Анну без пальцев, пришел в ужас. Женщина в тот момент собиралась отрубить себе левую ладонь. Анна выжила, вместе с сыном вырастила его. Тот оказался хорошим человеком. До самой смерти ухаживал за матерью. История умалчивает, пошел ли он по стопам отца, стал старателем и нашел ли убийца. Важное в этом случае для Яниса другое. Награбленное Климом горой золото, доставшееся через смерть других людей, исковеркало жизни многих семей. Потеря кормильца невосполнимый урон. Поэтому хотел юноша вернуть благородный металл родным тех, кто его добыл. Благородная идея не вечерка молодежи у реки, а желтый песок весом около пуда, не горсть в кармане куртки. Я не спонимал, что после прошлогодних трагедий на приисках старатели встретят его не хлебом с солью. Как выйти с ними на контакт, стоило подумать. На приисках обязательно должны быть представители власти. НКВД. Встреча с которыми не входила в его планы. Спустившись в долину, нашел укромное место в глухой чаще для стоянки. Коня, карабин и золото решил оставить здесь. Заранее придумал историю. Заблудился в тайге, случайно вышел на прииск. Если спросят, откуда пришел, местом жительства выбрал первое пришедшее на ум название. Поселок Таежный. Прежде чем показаться на глаза старателем, поднялся на небольшой пригорок. Долго наблюдал с подветренной стороны, чтобы не почуяли собаки. Прииск оказался небольшим. Несколько избушек у кромки леса. Общая конюшня. Отвалы перемытого песка вдоль речки. Длинный деревянный станок для промывки золота бутара. Которому со всех сторон тянулись деревянные тротуары. Широкие кедровые доски. Где мужики и бабы на ручных тачках подвозили золотоносный песок. Два человека накидывали в бутару грунт. Еще двое царапками прогоняли его по всей длине станка. У избушек поварихи колдовали над большим казаном. Готовили еду. Тут же рядом с ними находились дети разного возраста. Кто-то колол дрова, другие поддерживали огонь. Третьи возились с грудничками. Общее количество людей вместе с детьми около 30 душ. Янис никогда раньше не был на местах добычи золота. Поэтому с интересом забыв, зачем он здесь наблюдал за трудоемким процессом. Прошло немало времени, прежде чем вспомнил. Присмотревшись более внимательно, убедился, что милиции и начальства нет. Вечерело. Сприска потянула запахом каши. Старатели бросили тачки, лопаты, сгрудились над бутарой, снимали отмытые за день золота. Янис подождал еще какое-то время, решил не выходить в самый ответственный момент. Понимал, что в такую минуту он нежеланный гость. Возник из укрытия тогда, когда люди стали рассаживаться на ужин за длинным столом под навесом от дождя. Первыми его увидели собаки. Подскочили с насиженных мест, с громким предупреждающим лаем бросились на него. А кружили яростно кидаясь, стараясь укусить его поджавшую хвост елку. Несмотря на это, он неторопливо, придерживая на поводке у ног лайку, подвигался к костру. Старатели заметили, сгрузились в кучу. Кто-то схватил ружье, остальные напряженно ждали, когда он подойдет ближе. Женщины, спрятавшиеся за спинами мужиков, крестились. Дети, не скрывая любопытства, сделали несколько шагов навстречу. «Здравствуйте!» — поприветствовал Янис издали. «Скажите, пожалуйста, куда я попал?» «И тебе будь здоров, коль не шутишь!» — угрюмо ответил за всех седоборотый пожилой мужик и прикрикнул на собак. «Уймитесь вы, оглашенные!» «Скажите, мужики, где я нахожусь?» — повторил свой вопрос он. «А то восьмой день, как плутаю!» «Кто такой будешь?» — строго спросил другой среднего возраста старатель и выстрелил в него злыми глазами. «Чего по тайге шарашишься?» Он назвал свое имя и опять начал оправдываться. «Откуда будешь?» — недослушав, перебил тот же злой старатель. «Из таежного поселка я что покану?» Все переглянулись. Кто-то по незнанию нахмурил брови, другие пожали плечами. Злой мужик покосился на товарища и недоверчиво усмехнулся. «Хм! Чего-то я не знаю такого поселка! Все места там исходил!» «Да что мне врать!» — наставил Янис. «Небольшой поселок наш в Верховьях стоит. Заплутал я! В тайгу на зимовье ходил, отец отправил. Назад шел, сбился с тропы». «Хм! Как можно заплутать?» «Солнце над головой утром на востоке встает, на западе садится. Тут дураком надо быть, чтобы не определиться. Реки все на север бегут. Что ж, мозгов совсем нет?» «Ой, те дни дождь шел, солнца не было. А потом далеко видно зашел, хорошо вас увидел». «А че без ружья-то? Как одному в тайге без ружья можно?» «Ружье там, на избушке оставил. Думал, че таскать зря. Да поселка недалеко вроде». Старатели замолчали, переглядываясь друг с другом. Верите или нет? «Говорок-то у тебя какой-то ненашенский!» Вставила слово рябая тетка из-за спины. «Будто баба корову доит, уговаривает». Все засмеялись, а седобородый мужик спросил. «Что скажешь? Бабы они ведь народ такой, всю правду из-под юбки видят. Видно, ты не русский». «Так и есть. Латышья? Сыльный, что ли? Или из переселенцев?» «Из переселенцев». «Что-то за всю жизнь ни одного латыша в тайге не видал», заметил тот самый злой старательный. «Они вроде как землю пашут, да кором хвосты крутят». «Не знаю. Дед мой, а потом отец всегда промыслом занимались». «Ладно вам, пристали к парнишке», – перебила всех ребуха. «Видите, на нем лица нет. И так намаялся. Выше тут. Сначала хоть бы накормили, а потом допрашивали». И потянула Яниса за рукав к столу. «Пойдем, покормлю. Голодный небось». Вероятно, женщина имела среди всех старателей некоторое уважение. Никто не смел ее перечить. Остальные потянулись и расселись за столом. Застучали деревянными ложками. Янису нашли место с краю, наложили полную чашку перловой каши с мясом. Сдобрили кусочком сливочного масла. Он давно не ел подобного угощения. Всю дорогу питался сухарями и вяленым мясом сахатого. Схватив ложку, быстро опустошил чашку. Робко отложил ложку. Вон, видите, и впрямь голодный, суетилась вокруг него ребуха. «Видно, что по тайге блудил. Подложите еще? Ешь, с крупой у нас покуда перебоя нет. Мужики третьего дня из-под собак медведя убили. Мясо тоже есть. А у тебя-то что, с собой припас какие есть?» И добродушно улыбнулась. «Меня Степанидой зовут. Так и называй. Тетька Стеша». Янис ответил ей кивком головы, скоро пережевывая очередную ложку каши поблагодарил. «Хорошо, тетька Стеша». Больше до конца ужина не разговаривали. После чая старатели собрались вокруг костра. Одни подкурили трубки, другие продолжили разговор с Янисом. После еды мужики подобрели, познакомились. Седобородый значился бригадиром Артели, назвался Егором Фомичевым. Тот злой – Макар Григорьев. А тетка Стеша оказалась его женой. Из десяти артельщиков протянули руки для знакомства двое парней, которым было за 20 лет. Братья Петр и Фрол Сердюковы, охотно поддерживающие общение. Остальные предпочли отмалчиваться. Женщин шестеро. Все они чьи-то жены, в возрасте около 30 лет и старше. Кроме тетки Степаниды, Янис узнал, что одну из них, жену Егорова Фомичева, звали Марии. Остальные не представились. За разговорами Янис рассказал о себе, своей семье и жизни. Говорил правду двухлетней давности, скрывая настоящее. Старатели внимательно слушали его. Если соглашались, молча кивали головами. Если нет, скупо усмехались. Себе никто ничего не говорил. Настолько скрытными и неразговорчивыми оказались. Недолго задержавшись около костра, многие из них постепенно разошлись по избушкам. Сказывался тяжелый трудовой день. Уставшим мужикам необходим отдых. В итоге остались Егор Фомичев, Петр и Фрол Сердюкова, ну и тетка Степанида. Ты не серчай на нас, что так встречаем, угрюмо начал дядька Егор. Старатели народ замкнуты, ко всем с досмотром ручкаются. Каждым незнакомым человеки разбойника видят. И про тебя, парень, как не подумать, что с бандитами связан. Я? А неужели думаете, что я пришел вас грабить? Думаю или нет, а подозрение на каждому. Грабежа мы не боимся, сами отпор дать можем. Здесь, пока мы в куче, никто не полезет. Грабят-то в основном на тропах, когда мужики золото несут. Так им сподручнее и безопаснее. А вот разведать, как да что, это другой козырь. Бывали случаи, приедет гость, выведает, сколько намыли, когда съем хороший будет, а потом на тропе встречает. И чё-то такое, затаив дыхание, спросил Янис. Да уж случается, ответила тетка Стеша. В прошлом году вон на дальнем прииске Николай Мещуков потерялся, сват мой. Дочка моя замужем за его сыном Артемом. С ним Парфен строжук был. Золото на скупку везли на лошадях. Кони-то вернулись, а самих будто корова языком слезнуло. Так до сих пор найти не можем. Вместе с золотом пропали. Да чёрт с ним золотом, оборвал её Егор. Семьи, дети остались. У Николы пятеро, у Парфена семеро. Скажи на милость, как им жить? Янис опустил глаза. Вот и открылась тайна, кого убил Климгора. Всё просто. Не зря он проделал такой далёкий путь. Теперь осталось главное. Как передать золото, которое привёз с собой. Долго Егор и тётка Степанида рассказывали о случившемся. Наболело, накипело. Так происходит, когда душа желает высказаться первому встречному о том, как жить в таких условиях. Если рядом бродят бандиты и нет гарантии, что завтра не убьют тебя. Беседа затянулась. Ночь накрыла чёрным саваном притихшую тайгу. Небо зашторилось тучами. С запада потянул лёгкий тёплый ветер. Погода сломалась. Будет дождь. Однако засиделись мы тут с вами. Оглядываясь по сторонам, заметил Егор Фомичёв. Спать надо. Завтра рано вставать. Я несу. Ты, как я, кумеку, и с нами спать будешь? Вон, иди с Петькой и Фролом в избушку. Они вдвоём. Место найдётся до утра. А там видно будет. Разошлись по своим местам. Янис прошёл за Петькой к избушке. Фрол зажёг керосиновую лампу, указал на широкие нары в углу. С Петькой спать будешь? Только рот ему тряпкой заткни. А то он до утра болтать будет. Пригрозил брату. Будешь трепаться, на улицу выгоню. Легли. Петька непоседа парень, всё это время желавший пообщаться с Янисом, пропустил его к стене, а сам расположился с краю. Не прошло и минуты, зашептал ему на ухо. Ты женатый? Я вот тоже не женатый. Ай, дядя хочет меня на Томке Синюхиной женить. Говорит, пора двадцать один уже. А нахрена мне Томка? Мне Вера Мишукова нравится. Люблю я её. С ней хочу жить. Мишукова, вспоминая фамилию, проговорил Янис. Это тот... Да! Николай Мишуков, что в прошлом году потерялся. Дядька ей родной по матери. И возмущённо продолжил. Томка, как казан для опары, толстый и неповоротливый. Телега да и только. Тятя сердится, два дня меня лупил. Говорит, никакой Верки. Она безотцовщина. Нагулиная. Если по стопам матери пойдёт, таскаться со старателями будет. У Томки-то батя большой дом имеет. Трёх лошадей и две коровы. А у Верки одна коза до собаки. В тайгу Верка ходит. Соболя промышляет. А вот скажи, как мне быть? Я не знаю, задумчиво ответил Янис. Сам решай. Как решать-то? К Верке-то убежишь. Тятя Фрола вон приставил. Караулит. Пригрозил, что ребра сломает, если сиганул. На покрова свадьбу назначили с Томкой. У тебя-то девка есть? Есть. Ну и как она? Что как? Не понял Янис. Ну это, грудастая. Налицо. Целовались? Я с Веркой много раз целовался. А вот потрогать не разрешает. Говорит, после свадьбы хоть ложки хлебай. А ты как со своей? Да никак. Почему? Не видел её два года. Что ж, тоже тятя не разрешает жениться. Да нет, разрешал. Нет у меня сейчас отца. Помер, что ли? Забрали вместе с братьями. О-о-о! О как! В полголоса воскликнул Петька. Разбудил заснувшего брата. Сейчас по шее получишь, сонно пробурчал Фрол. Петька замолчала, дождался, когда тот засопит носом. Опять стал выспрашивать. За что забрали-то? Ну ты спросил. Сам не знаю. Никто не знает. Да уж. У нас вон тоже сприсков человек двадцать увели. Не знаем, живы ли. А ты как? Так, мать с сестрой упредили, успел вовремя сбежать. И, почувствовав дружелюбие и простоту Петькиного характера, вдруг открылся, доверился. Два года в тайге отсиживаюсь. Только ты это не говори никому. Два года! Подскочил на локти тот. Сейчас встану, морду наколочу. Соседних нар пригрозил Фрол. Петька опять примолк на некоторое время, подождал, когда тот захрапит. Продолжил. И как ты там в тайге один-то? Вот так вот и живу. С тяжелым вздохом ответил Янис. Я б тоже в тайге пожал. Начал мечтать Петька. С Веркой. Сбежал бы от тяти, достал бы жить, чтобы никто не учил. А кто тебе мешает? Да вон спит холера, намекая на брата, тяжело ответил ночной собеседник. Никакого ходу не дает. Два раза бегал к Верке. Она на соседнем прииске живет. Догнал черт, надавал по бокам, да от тяти рассказал. Ему что? Он женатый на Аньке Ивановой. Двое ребятишек у них. Анька красивая, хорошая. Так и ему и горевать не приходится. Пока он тут, она все в доме волокет. По хозяйству, с ребятишками. Да и вообще хозяйка хорошая. А мне как быть? Томка вон воды с речки на коромысли принести не может. Продолжая высказывать свою обиду, Петька разошелся и добился своего. Фрол встал, треснул ему ладонью по лбу. Тот обиженно замолчал, а потом тихонько зашептал перед тем, как уснуть я не су на ухо. Все одно к Верке убегу, позову ее в тайгу, срубим зимовье, будем жить. Мы уже и место подыскали за Синюхиным перевалом, махнув в темноте рукой куда-то на стену. Это через две горы на Покровке. А как детеный родится, тут уж тятя не отвертится, примет всех троих. Правильно думаешь, поддержал его я, не засыпая. Я бы на твоем месте так же поступил. За любовь надо бороться. Замолчали, я не суснул. Петька, переживая за будущий побег, скрутился с боку на бок. Янис проснулся от резких толчков. Кто-то пихал ему в бок кулак. Проснулся, над ним склонился Петька и шепчет на ухо. Вставай, Янька! Макар Григорьевич ночью за милиционерами на коне поехал. Текать тебе надо. Кто поехал? Куда? Зачем? Подскочив на нарах, не сразу сообразил он. Макар! За милицией! В поселок! Еще ночью! Говорит, надо тебя задержать. Документы проверить, кто ты такой, повторил Петька. Вдруг с бандитами связан. От последних слов голова Яниса прояснилась, будто в ледяную воду нырнул. Сердце бешено заколотилось. Опасность. Ах ты, черт! Совсем не подумал, что кто-то из старателей может доложить на него. Надо было выходить на прииск не под вечер, а утром или к обеду и не оставаться на ночь. Разузнать все и уйти. Заметался по избушке, как посаженный в ящик соболь. Что делать? Петька рядом. Молодец, что предупредил он. Единственный спаситель. Кто знает, что Макар уехал? Теперь все знают. Мужики позавтракали на работах. Я вот забежал сказать. Спасибо. Ты настоящий друг, поблагодарил его Янис. Далеко до поселка. Да нет, верст десять. Ух ты, леший! Янис так и сел на нары. Да они же на подходе. На лошадях туда и обратно можно без остановки проскакать. Как можно и незаметно из избушки выскочить. Дык вон в окошко. Створка открывается. Сига и пока никого нет. Скажу, что ты спал, посоветовал Петька. Янис подскочил к окну, хотел выскочить, но задержался. Вспомнил. Слушай, Петр. Мне надо, чтобы ты со мной пошел. Тут недалеко. Зачем это? Удивился тот. Пока что ни о чем не спрашиваю. Времени нет. Потом на месте все расскажу. Дык, как мне с тобой? Мужики мне потом бока намнут. И намнут. Я тебе расскажу такое, что... Что? Не спрашивай. Сейчас времени нет. Прошу тебя, догоняй. Собаку отпусти, попросил Янис и выскочил в окно. Сразу за избушкой тайга. Крадучись в присядку, добрался до густого пихтача. Скрываясь за деревьями, прошел двадцать шагов. Сзади на ста неслышные голоса. Что вон там? Спросила от костра тетка Степанида. Да спит еще равнодушно, ответил Петька. Не стал будить. Ты куда подался? Пойдем, посмотришь, выразил недовольство спаситель. Че, по нужде нельзя отойти? Прошло немного времени, к ногам подскочила елка. Радуясь встрече с хозяином, запрыгала вокруг. За ней прибежали две молодые поисковые лайки. Следом, оглядываясь назад, подошел Петька. Напомнил. Котомку забыл, на стене висит. Да хрен с ней, с котомкой себе заберешь. Отмахнулся Янис и подумал. Живому бы уйти. Побежали. Янис впереди, Петька за ним, скрываясь в тайге, вдоль перемытых отвалов, вверх по речке. Собаки мелькали впереди. Наконец-то, добравшись до последней насоби, остановились передохнуть. Далеко за спиной голоса. Парни осторожно вылезли на отвал. Отсюда все видно, что происходит на прииске. Рядом с домами образовалось толпотворение. Бросив работы, старатели сгрудились у домов. Вместе с ними люди в форме на одежде. Человек пять. Кто-то кричит, зовет и проклинает Петьку. Приехали. Со стоном выдохнул Петька. Что теперь будет? Братан точно башку оторвет. Не оторвет, заверил Янис, увлекая его за собой. Пошли, надо торопиться. Стараясь не топтать траву, скрываясь и путая следы, обошли от валы. Вышли к ручью, поднялись до места, где Янис вчера оставил коня. Увидев лошадь, Петька остановился с открытым ртом. Говорил, что один. Слушай меня внимательно, перебил его Янис. Времени у нас мало для разговоров. Развязал конскую понягу, вытащил бутылку. Вот. Это золото тех, ну, кто в прошлом году потерялся. Мишукова и Старожука, подсказал Петька. Мда. Их убили, это долгая история. Расскажу вкратце. Он недолго объяснял, как все случилось с ним, когда пришел Климгора. Заметно, как округляются глаза слушателя, что он едва верит в происходящее. Да это так, как-то... Не знаю, что сказать, бормотал Петька. Как? Что ты все... Да не спрашивай. Если мог, рассказал бы больше. Сейчас мне надо ехать. Янис привязал сумы к бокам коня. Перед тем, как тронуть коня, подошел проститься. Прощай. Спасибо тебе за все. Ты хороший парень. Петька заторможенно молча протянул руку для пожатия. Взгляд его блуждал то на Яниса, то на бутылку с золотом под ногами. Ошалевший он ничего не мог ответить. Янис хотел закинуть за спину карабин, вдруг остановился, о чем-то вспомнив. Подруга твоя, как ее? Вера. Зверя промышляет? Да-да, как без этого? Собравшись с мыслями, ответил Петька. Это я все в грязи копаюсь. Она-то без мяса не живет. Ну а вот, протянул карабин Клима горы и передал его в руки Петьке. Отдай своей вере. Полез в котомку, выгреб две горсти патронов, насыпал ему в карман. Из него Михаила Мишукова убили. Да не стой ты как пень, спрячь вон пока в колоде, на то отберут. Потом заберешь. Петька заметался из стороны в сторону, выискивая подходящее место для винтаря. Нашел. Засунул в старый, давно упавший, заросший мхом кедр с дуплом. Туда же выгреб из кармана патроны. А как же ты? У меня ружье есть. Отмахнулся Янис, осаживаясь на коня и махнул рукой. Ладно, прощай. Может, свидимся, когда. Повернул коня, поехал в тайгу. Ты это того! Приезжай к нам, когда все образуется. Мы с Верой там, за Синюхиным перевалом, на Покровке жить будем. Крикнул вдогон Петька. Янис ничего не ответил. Погоня. Перед тем, как выехать из долины на хребет, обратил внимание на странное поведение Ёлки. Насторожившись с поднятыми ушами, взволнованно втягивая носом в воздух, собака часто останавливалась, оглядываясь. Вместе с ней голову повернул конь. Сомнений не было, их преследовали. Янис понял, кто идет по его следам. От этой мысли сделалось страшно. Погнал коня, негромко уговаривая. Ну, милый, выноси. Как будто, понимая его, тот ускорил шаг. Обдумывая ситуацию, парень подавленно подумал. Надо убежать. Копыта оставляют глубокий след. Преследователь не отступится из своего. Все равно, рано или поздно настигнут. Что делать? Как оторваться? Вспомнил дорогу сюда, местность, где проезжал. Где-то впереди должно быть старое пожарище с невысокими густыми зарослями молодой подсады Березняка. Направил коня туда. Потом остановился, досмотрел назад. С некоторой высоты рассмотрел сзади троих всадников в форменной одежде. До них оставалось около километра или чуть больше. Передвигаясь друг за другом, они шли, где недавно проехал он. Хорошо слышны шумные вздохи разгоряченных лошадей. Статные кони двигаются быстрее, чем монгольские находятся. Значит, скоро догонят. Янис повернул в завал, соскочил на землю, повел коня на поводу. Так ему легче переступать через колодник. Опытный в походах по захламленной тайге, мерен удивленно. Но ловко пошел за ним, перепрыгивая через упавшие кедры и пихт. В одном месте вскочил на толстый ствол, прошел по нему. В другом, припадая к земле, едва не на коленях, прополз под нависшей елью. Это дало беглецу возможность углубиться в труднопроходимые дебри, где обычный конь встанет. Когда препятствие было преодолено, сзади долетели грозные ругательства, ахнул выстрел. Мужчины подъехали за ним по следам к ветровалу, спешились, стараясь догнать без лошадей. Стой, сволочь! Не получилось. Сидя верхом, Янис погонял коня. Когда милиционеры выбежали из залома, он уже был далеко и едва мог различить отдельные слова. Догоним! Застрелим! Ветровал помог задержать их. Однако Янис понимал, это еще далеко не все. Оторвавшись на значительное расстояние, он все равно не чувствовал себя в безопасности. Знал, что они обойдут залом стороной, опять встанут на след и будут гнать до тех пор, пока не добьются своего. Между тем погода испортилась. Пошел мелкий моросящий дождь. Постепенно разошелся, превратился в ливень. Вода размывала отпечатки лошадиных копыт, но не настолько, чтобы их окончательно скрыть. Стоило задуматься. Двигаться через завалы небезопасно. Конь может поранить себя сучьими или переломать ноги. Если уйти в болото, он может увязнуть. Может пойти по какому-то ручью. Впереди показалась небольшая речка. Янис направился туда, поехал по руслу против течения. Топая по грудь, мерин буровил струю, выбиваясь из сил. Пришлось опять выехать на берег, но в уставшем коне далеко не уедешь. Время шло, облизился вечер. Непрекращающийся дождь пропитал тайгу сыростью. Вязкая земля превратилась в жижу. В некоторых местах конь стал проваливаться по колено. С веток на одежду осыпались крупные капли. Янис давно промок. Наконец мерин встал. Тяжело вздыхая парившими боками, понуро опустил голову, жадно хватая траву. Устал вести на себе человека, проголодался, ему требовался отдых. Янис посмотрел на мокрую елку. Та неторопливо прошла под ель, легла на сухое место вылизывать шерсть. Собака спокойна, значит, преследователи отстали. Но как далеко? Присел под ель рядом с собакой и прижал к себе верную помощницу. Немного согрелся. Костер разводить не стал себе дороже. Решил немножко посидеть. Тепло принесло слабость, последние дни пути и погони измотали силы. Не заметил, как уснул. Проснулся от внутреннего толчка. Что со мной? Где я? Тайгу окутали поздние сумерки. С неба накрапал мелкий дождь. Пригревшись на его руках, дремлет елка. Подняла голову, лизнула щеки горячим языком. Тихо заскулила. Отпустила ее. Та неторопливо отошла в сторону. Повернувшись, слабо замахала хвостом. Неподалеку лежит конь. Наелся травы, завалился под открытым небом на землю. Дремлет. Янис скачил, разминая затекшее, продрогшее от мокрой одежды тело. Сколько проспал? Непонятно. Подошел к Мерину, пытался поднимать. Вставай, дорогой, надо идти, потом отдохнем. Тот нехотя встал на ноги, тяжело вздохнул, побрел за ним. Согреваясь, выбирая дорогу себе и ему, Янис двигался впереди. Пробирался осторожно, стараясь не оступиться и не наткнуться на ветки. В погоне не опасался. Узнал, что ночью за ним никто не пойдет. Постепенно дождь прекратился. Сквозь редеющие тучи просочился мутный свет. Где-то там за ним светила луна. Очертились отдельно стоявшие деревья, горки, ямы, колодины. Идти стало легче. Шел наугад, не разбирая дороги, лишь бы как можно дальше оторваться от милиции. Янис давно сбился с пути, еще там, после пожарищей ветровала. Чтобы определиться с местностью, нужна хорошая погода и гора. Сейчас в темноте непонятно, в каком направлении он идет. На север или юг? Впрочем, это не важно, лишь бы быть на свободе. Местность изобиловала невысокими горками, частыми ручьями. Иногда попадались неглубокие реки. Текущие то вправо, то влево. Два раза натыкался на болото. Приходилось возвращаться назад, сворачиваясь к возвышенности, обходить препятствия, на что требовалось время. Передвигаясь слепую, Янис изматывал силы себе и коню. Чувствовал, что до утра не протянет. Остановился у ручейка далеко глубокой ночью. До расцвета оставалось немного времени. Решил развести небольшой костер, вскипятить чай, перекусить. Уставший Мерин завалился на бок, вытянул ноги. Янис жалостью посмотрел на коня, покачал головой. Изъездили Сивку крутые горки. Подумал, что так и не назвал своего четвероногого друга каким-то именем. Тут же произнес. Буду звать тебя Сивка. Конь повернул голову в его сторону, посмотрел удивленными глазами. Может так его звал Старый Хозяин? Или понравилась кличка? Пока разводил костер, запели птицы. Мокрая тайга наполнилась жизнью. Над тайгой справа посветлело небо. Восток там. Оказалось, шел на север, в противоположную сторону. Чтобы вернуться на рыбную реку, надо было идти назад. Но возвращаться нельзя, там погоня. Янис долго думал, куда идти дальше. Сквозь деревья посмотрел местность. Решил свернуть вправо, пройти некоторое расстояние, а потом направиться на юг. В котелке закипела вода. Из запасов мишки-бродяги заварил чай покрепче, чтобы не засыпать. Перекусил вяленым мясом с сухарями, дал немного собаке. Сбодрился. Пока завтракал, наступило раннее утро. Собрал вещи, поднял коня, окликнул елку. Пошли! И пообещал. Выйдем к реке, будем отдыхать долго. Сивку повел за уздечку, садиться верхом не стал. Сразу от ручейка начался небольшой подъем. На пригорке густые заросли кустарника. Продираясь сквозь них, парнишка увидел впереди просвет. Думал, поляна можно осмотреться и определиться в точном направлении. Смело вышел вперед и... Замер от неожиданности. Запоздала, залаяла елка. Сивка от удивления округлил глаза с отвисшей губой. Перед ними конная тропа. На ней караваны с шести лошадей с грузом. Два мужика на передовых лошадях с ружьями. Позади три женщины с палками в руках. Стоят, смотрят на них. Мужики наставили на Яне со стволы. Фу ты! Я думал медмедь, а то человек. Пальнуть хотел. Облегченно вздохнул первый, опуская ружье. Ты кто таков будешь? Страх опять охватил Яниса. Попался! Из огня до вполыми. От одних убегал, на других выскочил. Быстро сообразил. Люди могут не знать, что он беглец. Мгновенно нашел нужную роль для общения. И откуда только пришла в голову подобная мысль. А вы кто такие? Громко спросил у них. Назовитесь. Тю! Засмеялся первый. Смотрите, бабы, какой грозный. Один да без ружья. Кабы мне с коня от страху не свалиться. И Янису. А ну, сказывай, что по таге без дела шаришься? Бумага есть? Я полномочный представитель НКВД. Товарищ Аникин. Иду с секретным предписанием. Вытаскивая из кармана револьвер, проговорил он. Этих слов было достаточно, чтобы люди, побелев от страха, забыли, кто они и зачем здесь. Револьвер поставил своеобразную печать в доказательстве. Достоверение на личность больше никто не спрашивал. — Обозники мы! — тонким голосом, более похожим на скрипучую, несмазанную дверь, пропел второй всадник. — На прииск! Продукты везем! — На какой прииск? — На Никольский! — махнул рукой вперед. — Откуда идете? — С Кана, товарищ Аникинс! — похватилась черноволосая женщина сзади. — Из редутного поселка! — Из редутного! — доставая из кармана карту, разглядывая, но не давая ее посмотреть им, задумчиво проговорил он. — Сколько отсюда до него? — Вчера утром вышли. Верст пятьдесят будет. — Понятно, а до Никольского? — Около десяти! — пропел мужичок со скрипучим голосом. — Вчера они дотянули маленько, запоздали с дождем. Ночевали вон в ключе. — Ясно. Что ж, не могу более вас задерживать. Для полной убедительности понизил голос. — На тропе будьте осторожны. — Прошу о нашей встрече никому не говорить. Мы с товарищем, — махнул рукой в сторону таги, — ловим бандитов. — Это тех? — приоткрыла рот черноволосая тетка. — Пока что не могу сказать. — И скомандовал первому мужику. — Трогай! Тот, не мешкая, ударил ногами в бока лошади. Та живо пошла вперед. За ней потянулись остальные. Сзади, часто оборачиваясь на него, скользая ногами по грязи, засеменили женщины. В утреннем воздухе были хорошо слышны их негромкие сочувствующие голоса. — Смотришь ты, Фрося, нет парням сладу и покою. Бандитов по тайге ночами гоняют. Молоденький совсем, — вторила ей другая. Караван скрылся за поворотом. Провожая его глазами, он все еще находился в напряжении. Руки дрожали, а сердце билось с удвоенной силой. В ноги будто кто-то наложил мха. Сознание стонало от мыслей. Если бы это были милиционеры, сейчас бы вели под конвоем. Спустя некоторое время собрался с силами, обдумывая, как быть дальше. Назад идти нельзя, там погоня. Влево, он все дальше будет уходить от дома. Свернусь вправо, там прииск Никольский, где он был вчера. Оказывается, весь день и ночь кружил неподалеку от него. А что если... Решение было внезапно. Ехать по тропе вслед за обозниками, по их следам. А потом где-то перед прииском свернуть в сторону. Так легче сбить преследователей с толку. Если после него еще кто-то поедет на лошади, затопчутся льды. Найти его тогда будет непросто. Лишь бы никто не попался навстречу. Янис сел на коня и неторопливо поехал вслед за ушедшим караваном. Несколько раз оглянулся назад. В общей каше разбитой грязной тропы отпечатки копыт сивки перемешались с другими следами лошадей. Здесь вычислить их было не то, что непросто. Вероятно, невозможно. Ёлка бежала впереди на видимом расстоянии. Она служила предупреждающим маяком. Если бы кто-то показался, дала знать, голосом или настороженным видом. Двиглись долго. Петлявшая среди деревьев тропа поднималась в пригорки, спускалась в ложки с ручейками. Металась вправо и влево, обходя качковатые топки болотца. Убиралась на берег небольшой ржавой от грязи речки. Где-то там наверху приисках мыли золото. Местами зажатая между деревьев, потом широкая на открытых полянах тропа, походила на жидкую кашу из воды и глины, смешанную многочисленными копытами лошадей. Ноги сивки утопали в ней по колено. Определить, кто по ней прошел несколько минут назад, было невозможно. За очередным пригорком дорога разделилась на три тропы. Одна уходила влево, в далекий узкий лог. Вторая тянулась дальше, вверх вдоль реки. Третья сворачивала вправо по отгру. Я не сузнал ее. У подножия находился Никольский прииск. Вчера утром он поднимался на хребет преследуемой погоней. Поехал по правой тропе в объезд. Добрался до небольшого, петлявшего среди густых зарослей, тальника чистого прозрачного ручья. Старатели ездят сюда за водой. Тут же неподалеку на пеньке лежало перевернутое ведро. Направил сивку в ручей и поехал по нему вверх. Быстрое после вчерашнего дождя течение тут же смыло следы коня. Так ему удалось сбить милиционеру с толку. Проехав ключ до истоков, свернул влево. Поднялся на агуру, нашел открытое место. С высоты птичьего полета хорошо видно прииск, маленькие домики, крошечные фигурки работавших людей. Там кипела обычная работа. Янис не задерживался в чужом краю. Поехал прочь от опасного места. В тот же день нашел свои следы, когда приехал сюда позавчера. Направил по ним сивку. Полностью доверившись ему, опустил уздячку. Несколько раз останавливался, слушал, нет ли погони. Не дожидаясь вечера, после обеда нашел в глухом Урмане укромное место. С большой поляной посредине, где росла густая сочная трава. Остановился на отдых. Привязал коня на длинную веревку, не разжигая костра, поужинал холодной пищей. Кормил собаку, потом лег под разлапистую ель. Настороженно уснул. Проспал юноша до утра. Проснулся, когда ласковое солнце ослепило через веки глаза. Скочил, озираясь по сторонам. Рядом, потягиваясь, вилял хвостом елка. Встряхивая головой, отгонял злобную мошку сивка. Все мирно. Теперь их точно никто не догонит. Остаток пути к берегу рыбной реки прошел без происшествий. Дав волю коню, спокойно доехал до места, где переправлялся несколько дней назад. Сивка ни разу не свернул в сторону. Прошел по таге так, будто ходил здесь каждый день. Назначенный срок встретились со скотарообрядцами. Дмитрий и Андрей привезли на своем коне продукты в обмен на соболей и провиант. «Где кобыла-то?» – растерянно спросил Янис. «Да жеребилась она. На второй день после того, как расстались», – улыбнулся Дмитрий. «Жеребенка принесла. Крепкий, здоровый. Все дивимся, как по таге ходила, не скинула». И осуждающий покачал головой, глядя на сивку. «Мерин ты худой стал. Шо ж ты его так загонял?» «Дорога длинная была», – уклончиво ответил Янис и попросил. «Груз дозвольте увезти, мне сразу все не взять». Те согласились, но дали своего коня железьевку. «Энтот пусть отдыхает, каб по дороге где не завалился». Договорились, что встретятся здесь через день. Янис, слово сдержал. Увез данные староверами припасы к себе на зимове, вернулся на следующий вечер. Довольные Дмитрий и Андрей сразу стали собираться в дорогу. Янис, понимая, что теперь опять долго не увидит людей, с надеждой предложил. «Куда вы на ночь глядя? Ночуем вместе». «Не можно нам». «Покосы пошли, работать надо. Будь здоров», – сказал, как отрезал Дмитрий. На этом разговор закончился. «Когда ж встретимся?» – дрожащим голосом спросил Янис. «Ныне не свидимся. На то лето, как вода сойдет после Троицы». Откликнулся тот и перед тем, как оттолкнуть лодку от берега, попрощался. «Спаси Христос!» Он долго смотрел им вслед, стараясь запомнить каждое движение. Видел, как те, ловко работая шестами, переплыли на лодке с привязанным за веревку конем на противоположный берег и скрылись в заводе. Ушли. Тяжело описать, что в тот момент творилось на душе и в сердце Яниса. Понимал, что опять остался один. Ему вдруг захотелось броситься в реку, переплыть, бежать за ними, просить, чтобы они взяли его. И только непонятная сила не давала сдвинуться с места. Плодову охотника душили слезы, которые он не мог сдержать. Возможно, эта слабость была уместна, потому что она не позволила сердцу разорваться от боли. Вернувшись в зимовье, несколько дней безразлично лежал на нарах, закутавшись в одеяло. Тяжелыми мыслями довел себя до критического состояния. Несколько раз брал в руки револьвер, подносил к голове, хотел застрелиться. Ёлка, чувствуя его состояние, скулила, жалобно смотрела в глаза. Не надо. Глядя на нее, опускал руку. Те дни собака спасала ему жизнь. Пришел в себя после третьей ночи. Встал утром, развел костер, сварил суп. Пытался вспомнить, когда последний раз хлебал жидкую еду. Так и не получилось. Кажется, это было еще с Юрисом. Или раньше. Позавтракал, пошел к кедру, достал карабин мишки-бродяги. Принес в избушку, поставил в угол. Срезать метки на прикладе не стал, незачем. Если кто-то придет, все равно без объяснений не обойтись. Пересчитал запас патронов. Хватит, чтобы отбиться от нападавших. Достал на лабазе кусок кожи, стал сшить кобуру для револьвера. Подобно той, что видел у милиционеров. В кармане куртки носить пистолет неудобно. Поэтому сшил мешочек с лямками, повесил на ремень. Последующим с наганом не расставался ни на минуту. Закончив скорняжной работой, проверил огород. Порадовался заметно поднявшимся за время отсутствия колосьем афса и пшеницы, цветущей картошки. На вечер оставалось достаточно времени. Далеко в стороне нашел старый сухой кедр. Решил свалить на дрова. Большое расстояние между деревом и зимовьем было выбрано не случайно. На доставку поленев уходит больше времени, которого в избытке. Этот раз и в будущем парень старался загрузить себя работой, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Поэтому день проходил быстрее, незаметнее. Вечером, не зажигая лучины, вышел на улицу с тетрадкой, пересматривая старые записи. Долго вспоминал прошедшие дни. Определился, написал новую заметку. Июля 15-го года 1939-го. Потерял Юриса. Встречался со староверами. Ходил на север за перевалы. Отдал желтые лепестки хозяевам. За делами и заботами незаметно пролетело лето. В начале сентября, когда пожухла ботва, выкопал картошку. Накопал больше 20 ведер. Половину отложил на семена, остальную для еды. Решил использовать экономно. Теперь мог позволить себе класть по одной картофелине в суп. Значительная часть времени ушла на подготовку к хранению запасов. Пришлось вырыть большой погреб. Отделать внутри толстым деревом от мышей. Специально для зерна построил еще один лабаз с деревянными ларями от птиц и грызунов. После уборки картошки ножом срезал овес и пшеницу. Вручную отделил зерна от шерухи. Продувая каждый колосок ртом. Овса получилось два мешка. Теперь я не смог печь лепешки два раза в неделю. Пшеница набралось полведра. Всю ее оставил на посадку. Собрав урожай до холодов, два раза сходил зимой весни игров. Перенес имевшиеся там продукты к себе. Все равно теперь они никому не нужны. Этой осенью выдался богатый урожай кедрового ореха. Дождавшись падалку, сложил перед зимой им огромную гору шишек. Потом, не разгибая спины, рубелем на бревне шелудил их. Просеял на сите, провеял, высушил в избушке. Ореха получилось так много, что некуда было складывать. Пришлось строить еще один лабаз с ларем. Однако места все равно не хватило. Вошла только половина урожая. Оставшуюся часть рассыпал на нарах толстым слоем. В этот сезон юноша был подготовлен к зиме лучше, чем в первый год. Теперь у него было достаточно хлеба, картошки, даже сладостей. Меда, что дали ему страверы, хватило на всю зиму. Перед началом промысла все же хотел сходить в деревню, как мечтали с Юрисом. Надеялся хоть раз увидеть мать и сестру, встретиться с любимой девушкой. Янис был уверен, что Инга ждет. Это вера крепила дух. Однажды вечером собрался в дорогу, но ночью приснился предупреждающий сон. Отец с братьями Юрис сидит у них дома на веранде под стеклом. Все обедают. Он просится к ним, стучит в закрытые двери. Пустите, но те его не слышат. Продолжил стучать. Отец выглянул в окно, отрицательно покачал головой. Тебе с нами нельзя. И все удалились в глубину дома. Посмотрел вокруг, на заборе сидят вороны. На дворе мечутся куры. Где мать-сестры? Никого нет. В огороде на парнике для огурцов с краю сидит Клим-гора. Молча смотрит на него. Янису страшно от мысли, что разбойник его сейчас будет убивать. А тот спокоен, руки скрещены на груди. Смотрел на темное небо, сказал лишь. Не ходи. И исчез. Янис проснулся, подскочил на нарах, схватил револьвер из-под стола. От страха не мог понять, где находится. Потом сообразил, вышел на улицу. Снаружи пушистый снег. Валил около полуметра. Вернувшись, лег в темноте, не смыкая глаз. Пролежал до утра, пока елка не попросилась на улицу. Снега добавил, а впору лыжи доставать. Понял, что это знак. Нельзя идти в деревню. Короткий день и бесконечно длинная ночь этой суровой зимы изматывали. Пропадая на охоте, парень старался утомить себя, чтобы как можно раньше лечь спать. Однако молодость быстро восстанавливала силы, поднимался задолго до рассвета. Присветил лучины, дожидаясь нового утра, не знал, куда себя деть. Едва серые сумерки разбивали тени, и можно было различить деревья от снега, шел в тайгу. Недолго задерживался там, строил новые ловушки или торопил соболиные следы. Весна пришла, как молодая красивая невеста. Разбудила мир доброй улыбкой ласкового солнышка. Просыпайтесь, живые души, плодитесь, размножайтесь. Природа ожила. Дикая глухая тайга засвистела, запела, затявкала, зарычала. Скружила голову чудесным запахом протаявшего снега, терпкой хвои сухого дерева. Однажды, проснувшись утром, Янис не поверил своим ушам. Где-то рядом за стеной таковал глухарь. Выглянул в окно точно. В огороде сидит огромный петух. Рядом на рябине квохчат две кополухи. Что заставило их прилететь сюда с Осиновой горы неподалеку, где у них был ток, непонятно. На шум крыльев прилетел еще один глухарь. Сел на кедр, заиграл древнюю песню любви. Глухарки спорхнули на землю к таковику. Тот, недолго думая, натоптал сначала одну, потом вторую. Довольный и гордый забегал по поляне. Опоздавший петух бросился к сопернику. Завязалась драка, которая не обошлась без выбитых перьев. Слышавшая через бревна переполох, елка тихо скулила, царапала лапой дверь. «Пусти меня, хозяин!» Янис пригрозил пальцем. Это наши глухари, домашние, их нельзя трогать. С того памятного утра птицы стали постоянными гостями. Курицы свили гнезда, отложили яйца, из которых потом вылупились птенцы. Летом Янис часто видел сбившихся вместе коколят, птенцов, бродивших у него перед картошкой и грядками. Собака их не трогала, считая своими. Глухарки первое время боялись ее, но потом привыкли. С наступлением весны у Яниса прибавилось хлопот. В этом году опять решил расширить огород. Для этого надо было вырубить несколько десятков деревьев, выкорчевать пни, убрать кустарники, перекопать землю на два раза. В этом году решил посадить столько картошки, пшеницы и овса, чтобы не ограничивать себя ни в чем. Подготовил три грядки для лука, моркови и чеснока. Семена овощей хотел спросить у старобрядцев. Часто вспоминая мед, надеялся выменять на две соболиной шкурки пчелиную семью. Старобрядцы не обманули. Пришли на место встречи на четвертый день после Троицы. Дмитрий и Андрей приехали на лошадях, которых он и их мод был в прошлом году. Вместе с ними пришел рослый годовалый жеребенок. Однако лошадей оставили на своем берегу, переплыли к нему на лодке. С широкими белозубыми улыбками, поприветствовав его, приятно удивились. — Надо же! Думали, не перезимуешь! Первый раз за все время знакомства, протянув Янису руку, обрадовался Дмитрий. — Один жил или с братом? — Один, — сознался он, не скрывая своей участи. — Тяжело в единении? — Тяжело. — Да уж, одному гору не свернуть, знаем, — внимательно заглядывая в глаза, с намеком продолжал Дмитрий. — Кабы был единоверец, помогли б твоему горе, приняли б к себе. Понимая, к чему он клонит, Янис молчал, а тот добивался своего. — Да и жениться тебе пора, Без жены-то из чашки одной ложкой не хлебается. — У нас вон, — весело посмотрел на младшего брата, — Андрейка осенью молодую жену в дом привел, скоро отцом станет, — прищурил глаза, недвусмысленно предложил. — У нас есть молотки, которым надо кровь разбить, Деревни-то почти все родственники. — Есть у меня подруга, — холодно ответил Янис. — Ну, коли так, тогда другое дело, настаивать не стану, — закончил Дмитрий, как всегда, не задавая лишних вопросов, переключился на другую тему разговора. Обедали вместе, хоть и из разной посуды. За трапезой поговорили о лошадях, рыбалке, охоте. Янис рассказал о своем огороде, небольших успехах и планах. Дмитрий и Андрей были немало удивлены тому, какой получился прошлогодний урожай зерновых. — Пойдемте в гости, все покажу, — предложил Янис, но те скромно отказались. — Может, когда в другой раз перекрестились оба, но по просьбе не отказали. — Семенами поможем. — Лук, морковку, чеснок дадим. — Про пчелу отца Никодима спросим, он не откажет. — Знаешь, как с ними работать? Всю жизнь пасеку держали, отец с детства приучил. — Вот и ладно, тогда не нам тебе подсказывать, сам управишься. — Думаю, скоро один улей привезем. Янис вывалил из мешка добытую пушнину. В этот раз, кроме белок и колонков, под ногами лежали три шкурки соболей цвет кедрового ореха. Дмитрий не полез за словами в карман. — Ох, и удачлив ты, парень! Мы с братом в редкий год так добываем. — Это ее заслуга. Не без гордости обращая внимание на примерно лежавшую под деревом елку, похвалил соболятницу Янис. — Если б не она... — Хорошая собака, — похвалил Лайку Андрея. — Щенки были? — Какие щенки, мужика-то ей нет. — Может, когда гуляться будет, повяжем, — предложил Дмитрий. — У нас хороший кобель есть, зверовой. Медведя держит, сахатого крутит. — Было бы неплохо. Мне самому щенок нужен. Две собаки всегда лучше одной. — На том и сговорились, — обрадовались братья. — Повязать-то договорились, — усмехнулся Янис. — А как мне с вами встретиться, когда и время придет? Те угрюмо переглянулись друг на друга, почесали бороды. Дмитрий сообразил. — Ты нам дай знать. Вот тут на елке затись оставь. Мы увидим с той стороны и сами к тебе приедем. — Найдете? Братья засмеялись. Я не спонял, что они давно знают, где он живет. В тот же час Дмитрий и Андрей уехали в деревню. Он ждал их две ночи. На третий день приехал Андрей, привез на лошадях продукты и улей с пчелами. Вместе поехали к Янису на зимовье. Добрались благополучно. Андрей помог разобраться, в юки поднять, грустно лабаз. Долго внимательно смотрел по сторонам, изучая хозяйство. Скромно похвалил. — Справный ты, хозяин, все отлажено. Жену б тебе хорошую, вдвоем сподручней было б. — Будет жена, — довольно заверил его Янис, радуясь редкому гостю. — Вот, маленько обживусь, схожу за своей зазнобой. Я сёкся, не поверил своим словам. — Уверу и воздастся, — перекрестился Андрей и стал собираться в дорогу. — Куда же ты, — растерянно пытался задержать его парень. — Сейчас обедать будем. Ночуешь у меня, а завтра поутру назад. — Не можно нам, — сухо отрезал тот, так и не заглянув в избушку, сел на коня. — Спаси, Христос! Уехал в ночь. Янис опять остался один. Горевал недолго. Теперь у него была важная забота — пчёлы. Установил улей за огородом на большом кедровом пне, подальше от зимови, чтобы не обносило дыму. Долгое время ждал, пока пчёлки перенесут стресс. Те, на удивление, быстро освоились. Когда первый раз открыл летку, выпустил на свободу, не улетели. Прижились и начали свою кропотливую работу. Пчёлы требовали постоянного присмотра. Отлучаться надолго и далеко от зимови хозяин не мог. Подготавливаясь к зиме, выкопал в земле зимник. Соорудил примитивную деревянную медогонку. К концу медосбора имел первый и, как он считал, сам неплохой результат. К концу лета полосатые труженицы принесли ему около пуда мёда. В конце сентября, после первого снегопада, к нему наведались Дмитрий и Андрей. Привели с собой зверового кобеля. Спешившись с лошадей, объяснили цель приезда. «Собака-то в хотении!» Застегнутый врасплох этим вопросом, Янис вспомнил договор, развёл руками. «Простите, мужики, кажется, была отечка месяц назад!» Закрутился пчёлками. «Упустил время!» Все угрюмо переглянулись, почесали затылки. «Плохо дело!» «У нас ведь совсем хороших собак нет!» «Выродились!» «Взять неоткуда!» «Один туман остался!» «Да и он через год-два состарится!» «Ты уж не упусти момент в другой раз!» «Для такого дела Никодим разрешил тебе к нам в деревню прийти!» «Когда ей сроки подойдут, дорогу мы тебе укажем!» «Янис от счастья хотел сознаться, что знает дорогу!» «Есть карта!» Но в последний момент промолчал. «Пусть думает, что не знает!» Свообразный шаг старообрядцев навстречу был явным уважением к нему. Теперь, если случится беда и потребуется помощь, он может смело прийти к ним. Сами позвали. А там, глядишь, найдётся повод для более частых встреч. Какими бы ни были староверы скрытными и нелюдимыми, без них ему теперь прожить было тяжело. Но и в этот раз дальше разрешение дела не сдвинулось. Дмитрий и Андрей оставались такими же холодными. Янис был человек с ветру, и этим всё сказано. Они не звали его к себе в гости. Таёжные люди жили своей, обособленной жизнью, где нет места инакомыслящим. Недолго пообщавшись, братья уехали назад. Не приняли предложение остаться на ночлег или отвезать мирской пищи. У каждого свои дороги. Встретиться договорились, как всегда, после троицы на будущий год. К своему удивлению, Янис смирился с тем, что проведёт предстоящую зиму в одиночестве. Никак в прошлые годы. У него накопилось много работы, за которой не хватало времени на раздумья. В записях в дневнике уже не прослеживались боль, тоска и обида на произошедшие и происходившие. Иногда, записывая наиболее важные события, не плакал, как прежде. Просто верил, что рано или поздно всё будет хорошо. В строчках больше просматривалась радость успеха, чем разочарование за бесполезно прожитое в тайге время. Строил планы на будущее. Выгнал путь мёда. Теперь у меня есть сладкое. В свободное время делаю новые улей. На будущий год хочу разделить семью. Сентябрь, 20-е, года 1940-го. Четвёртая зима была обычной. Обильные снегопады, трескучие морозы, короткий световой день. Как и прежде, я не сходил на охоту, откидывал снег, топил печь, готовил еду, обрабатывал добытую пушнину. Вспоминая родных и близких, тоска по любимой девушке уже были не такими острыми. Инга снилась ему не так уж и часто. Он чувствовал на губах вкус её губ, трогал руками гибкий стан, хрупкие плечики, вдыхал свежий запах волос и тела. Она что-то говорила, смеялась, звала к себе, но всякий раз ускользала. Янис просыпался, подскакивал на нарах, готовый тут же встать на лыжи и бежать к ненаглядной подруге. Однако расстояние и причины охлаждали разум. Нельзя! До каких пор должен длиться этот запрет, не знал. Всё твердил себе. Придёт весна, растает снег, пойду в деревню, несмотря ни на что. Пора глухариных свадеб подкралась незаметно. С первым дуновением тёплого ветра облетела светок деревьев комковатая кухта. Выделяя смоленистый запах, закачались оттаившие пихты и кедры. Под яркими лучами солнца просел снег. В первой протальне прорезался говорливый ручеёк. Порхая тут и там, запищали мелкие печюги. Распустив веерные хвосты, защёлкали, зашипели, призывая самок краснобровые глухари. Этой весной на огороде у Яниса собрались уже пять петухов. С приходом весны прибавилось забот. Кроме промысловых, бытовых и прочих сельскохозяйственных работ, ему нужно было заниматься пчёлами. Они отнимали много времени. Волосатые труженицы хорошо пережили зиму. А он понял это, когда вытаскивал улья из зимовника. Негромкий, ровный, монотонный гул внутри пчелиного домика подсказывал, что пчёлы живы и здоровы, ждут времени, когда их выпустят на волю. Янис выставил рядом на пни два улья. Первый с пчелиной семьёй, второй пустой. Теперь важно было не упустить момент, когда пчёлы начнут раиться. Ожидая такой день, занимался огородом. Ещё больше расширил площадь посевов. Посадил картошку, лук, морковь, из зерновых пшеницу и немного овса. В случае благоприятного урожая надеялся есть белый хлеб без экономии. За работой и заботой незаметно пролетело время. Когда разделил пчёл, наступил июль. Не успел навстречу со староверами. Не дождавшись его, они приехали сами. Почтительно поздоровавшись, присели на чурки возле избушки. Янис, пребывая в отличном настроении, радовался им, как ребёнок. Безумолку рассказывал себе. Они с серыми, потемневшими лицами явно не в настроении. Причувствуя недоброе, хозяин спросил причину их поведения. — Война! — сурово ответил Дмитрий, теребя бороду. — Зачем война? Какая война? Не сразу понял Янис. — Глаголят с немцем. — Откуда известно? Наши на троицу в мир ходили к своим. — Так ведь была ж война с Германией. Опять завязалась по новой. Замолчали. Новость, что облава НКВД оглаушила, будто сердце тисками сжала. — По всей России мужиков собирают, кто годами вышел, — продолжил Дмитрий. — Деревни, где наши были, — шум. — Кто сам добровольно уходит, других по бумажкам кличут. — А как же вы? — спросил Янис. — Что мы? — Вы пойдете вывать? — Нам не можно. В Писании сказано, что нельзя кровь другого человека проливать. Нахохлились, как рябчики под дождем, долго молчали. — А ты? — прервал думы Андрей, обратившись к нему. — Что я? — как от неожиданного удара грома вздрогнул Янис. — Будешь выходить из тайги? — Не знаю. Братья внимательно долго смотрели на него, но ничего не сказали. Заметно, что что-то хотели предложить или высказать. Не смели лезть в душу. Вероятно, решили поговорить позже. — Одна честь, мы тут тебе соль, крупы привезли, топор новый, что заказывал, медогонку. — Поднимаясь с чурки, перечислил Дмитрий. — Сейчас пушнину принесу, — в свою очередь ответил Янис. Сходил в ледник, принес мешок со шкурками. — Вот, что за сезон добыл. Быстро разгрузив лошадей и привязав мешок, братья засобирались в обратный путь. Янис не стал их задерживать, знал, что не останутся. — Как собака в желании будет, обязательно приходи. Усаживаясь верхом на сивку, наказал Дмитрий. — Будем ждать. И, перекрестившись, перед дорогой попрощался. — Спаси Христос. — Уехали. — Когда они скрылись из вида, Янис начал прибирать груз, а у самого из головы не выходили тревожные мысли. — Может и правда выйти в деревню? — Хватит скрываться, будь что будет. — Всю жизнь не просидишь, да и молодость уходит. — Ведь ему уже 21 год, может простят. — В худшем случае отправят воевать. Однако внутренний насмешливый голос, как налитый в голову расплавленный свинец, отрезвил. — Нет, парень, не простят. Расстреляют. От подобной мысли стало так плохо, что не устоял на ногах. Сел на чурку, обхватил руками голову. В висках стучали молотки. — Вот и все. Если раньше была хоть какая-то надежда, то теперь ее нет. Ему ничего не оставалось, как жить здесь неизвестно сколько. Возможно, до самой смерти. Всю ночь до утра не спал. Метался по избушке, вскакивал на нарах, выбегал на улицу. Стонал, как смертельно раненый зверь. Просил помощи неизвестно у кого. Теперь не увидит мать и сестру. Никогда не обнимет, не поцелует любимую девушку. Это был конец. Елка из-под нар скорбно смотрела на него, понимала. Случилось что-то непоправимое. Обыватели не знали, не могли предвидеть в самых страшных снах, что будет еще хуже. Это случилось в середине июля, в самый разгар медосбора. Пользуясь прохладой раннего утра, я не сокучивал картошку. Обмотав плотной тряпкой голову от комаров и мошки, с закрытыми глазами активно взбивал клепанные старые лопаты тяпкой, не услышав за спиной крадущиеся шаги. Елка в тот момент лежала под елью, отмахиваясь лапами от вездесущих кровососущих насекомых. Она также не почувствовала запах крадущегося зверя. Когда сзади раздался негромкий стук дерева, Янис не обернулся. Подумал, что ослышался. Хотелось как можно быстрее закончить работу и укрыться в избушке, где все проникающие мошки были не так навязчивы. Удар повторился, теперь гораздо громче. Он обернулся и замер от неожиданности. Возле пня с пчелиной колодкой стоял большой черный медведь. До него было около двадцати шагов. Нисколько не пугаясь присутствия человека, стоял на задних лапах. Хозяин тайги пытался сорвать улись пня. С первой попытки ему это не удалось. Напрягшись, таежный гигант применил силу. Опора затрещала. Пчелиный дом оказался в его объятиях. Считая мед своим, не выпуская ули из лап, ковыляя на задних лапах, махматый вор проворно покосолапил ближайшую чащу. Возмущенный наглостью, с тяпкой в руках, Янис бросился отбирать пчелу. Закричал на медведя. «Брось, ворюга! Ну ты наглец!» Тот и грызнулся в ответ, но добуйчу не выпустил. Подскочив к зверю, замахнувшись, Янис огрел его по затылку тяпкой. Не ожидая такого поворота событий, тот выпустил улей. Развернулся, ощерился клыками. «Больно!» Янис ударил его второй раз, попал полху. Налетчик заревел, продолжая стоять, как боксер, защищаясь, замахал лапами. Третий удар пришелся по плечу, и это его разозлило. Ловко отбив тяпку мозолистой ладонью, заложив на затылок уши, сипло выдыхая изо рта смрадом, медведь прыгнул на человека. Все случилось так неожиданно, что Янис не понял, как оказался на земле под огромной тушей. Инстинктивно пытаясь защититься, вытянул левую руку. Резкая парализующая боль пронзила тело от плеча, хруст ломаемых костей, брызнувшая фонтаном кровь. Клокастая пасть готова сомкнуться на голове. Однако в последний момент медведь рявкнул, отпрянул назад. Спасительница елка схватила его зубами за штаны, что из силы впилась клыками в ляжку. Обратившись к собаке, медведь освободил Яниса. Повернулся спиной, подмял собаку под себя. Этого было достаточно, чтобы охотник выхватил револьвер и нажал на курок. Янис стрелял быстро, точно, стараясь попасть в спину меж лопаток. Резкие хлопки посылали пули в убойные места. Выстрел! Второй! Третий! Загребая под собой лапами, медведь сорвал елку. Четвертая пуля попала в позвоночник. Медведь осел, неловко завалился на бок, повернул к нему голову с широко открытой пастью. Оставшиеся три пули полетели в рот. Патроны кончились. Янис продолжал нажимать на курок. Щелкал до тех пор, пока не понял, что все кончено. Парализованный зверь, жадно хватая зубами воздух, загребал когтями траву. Все еще пытался дотянуться до него. Постепенно ослаб, вытянулся во всю длину, откинул голову, затих. На спине пробежала судорожная предсмертная дрожь. Из пасти вырвался последний утробный выдох. Медведь был мертв. Разгоряченный схваткой Янис подскочил, откинул револьвер в сторону. Патроны заряжать некогда. Хотел схватить тяпку, ударить зверя по голове. Вдруг заметил, как странно болтается левая рука, будто веревка из стороны в сторону. Подтянул к лицу ладонь, не слушается. Звалил из плечи. Из-под рваного рукава увидел острую кость. Удивился, откуда она появилась. И только сейчас начал чувствовать подступающую боль. Вместе с ней из рваной раны ниже локтя закапала кровь. Схватил здоровой рукой за запястье, прижал к груди, не зная, что делать, стал зираться по сторонам. Запнем, где стоял улей движение. Янис шагнул в сторону, увидел елку. Судорожно перебирая передними лапами, она пыталась встать, подтягивая заднюю обездвиженную часть тела. Из-за разорванной брюшины вывалились внутренности. Волочится по земле. Язык белый, глаза тусклые. Посмотрела на хозяина, как будто хотела что-то сказать. Едва слышно затявкала. Он поспешил к ней, хотел помочь, но понял, что все бесполезно. Собака, вероятно, тоже, предчувствуя свою близкую смерть, покорно опустила голову. Янис склонился над ней, быстро заговорил. «Ах ты моя! Сейчас я тебе помогу. Давай, давай я тебя перенесу. Зашью!» Но та уже ничего не слышала. Качаясь из стороны в сторону, медленно легла на землю, со свистом глотая воздух. Тяжело вздохнула и затихла. Забыв про руку, Янис быстро пытался растормошить ее. Гладил, взвал. Но все напрасно. Как в страшном сне какое-то время смотрел то на собаку, то на медведя. Как такое могло произойти? За несколько минут все изменилось. Надежная подруга, разделившая его одиночество и помогавшая в трудные минуты, лежит перед ним, разорванная когтями зверя. Он тоже ранен. Сунул руку в пасть, а медведь ее перекусил. Боль вернула к действительности. Парень сообразил, что надо перевязать рану, поспешил к избушке. Нашел чистые тряпки. Кое-как одной рукой ремнем перетянул выше локтя мышцы. Остановил кровь. С большим трудом сделал тугую повязку. Понимал, что все, раздроблены кости. Надо их как-то сложить, наложить дощечки. Но все это сделать одному было невозможно. Также знал, что если постоянно держать руку перетянутой, она мертвеет. Ослабил ремень, тряпки тут же стали красными. Нет, так его надолго не хватит. Кровь выбежит, он умрет, и никто не поможет. Опять стянул ремень. Что делать? Надо как можно быстрее бежать к людям. Куда? К староверам. Если успеет. Бросил все. Даже не закрыл дверь в избушке. Побежал по знакомой тропинке. Дорогу до переправы знает хорошо. Но в деревне старообрядцев не был ни разу. До нее не так далеко, стоит только переплыть реку. Но как это сделать с одной рукой? Лучше об этом не думать. Было бы хорошо, если б там на лодке были Дмитрий и Андрей. Каждый шаг отдавался резкой болью в руке. Долго бежать не получалось, пришлось перейти на быстрый шаг. Старался идти как можно мягче, ступая с пятки на носок. Мешали упавшие деревья и кустарники. Сначала перепрыгивал через препятствия. Прорывался напрямую. Но рано от прикосновений посторонних предметов заставило искать обходы. Это значительно задерживало передвижение. Все же Янис продолжал идти по знакомой тропе. Старался нигде не останавливаться. Знал, что любая задержка недопустима. На ходу иногда слегка ослаблял ремень. Чувствовал кровоток в онемевшей ладони. Пробовал шевелить пальцами. Конечность подчинялась сигналам, но каждое движение вызывало колики, от которых темнело в глазах. Вероятно, медведь перекусил не только кости, но и сухожилия. Наконец-то вышел к кустю безымянки. Осмотрелся по сторонам. На рыбной реке никого. Спустился к воде, хотел напиться. Отпустил сломанную руку, присел, правой ладонью несколько раз зачерпнул свежей воды и утолил жажду. Вроде хорошо, свежо, но внутри налилась непонятная тяжесть. Понял, что не стоит пить. Захотелось присесть под дерево, набраться сил. Все же пересилил себя, понял, если сядет, подняться будет тяжело. Отдыхать не стал, пошел дальше. Глядя на реку, к сожалению, подумал. Эх, плод бы сейчас. До переправы вниз по течению добрался бы быстрее. И тут же осекся. Какой плод с одной рукой. Им надо управлять. Вряд ли смогу. Впереди знакомый излученный небольшой прижим. Чтобы его пройти, надо подняться на небольшую, около десяти метров, скалку. Раньше никогда ее не замечал. Преодолевал одним рывком. Сейчас вдруг удивился, насколько она высока. Спустившись вниз, почувствовал странные ощущения в ногах. Они мелко подрагивали, как после дальнего перехода. Неприятно гудели, ослабели. Началась отдышка. Пришлось ненадолго остановиться, набраться сил. За первым поворотом показался второй, за ним третий. Останавливаться приходилось все чаще. Сначала через каждые тысячу шагов, потом счет сократился до восьмисот. Догадался привязать руку к телу. Снял рубаху, связал рукава, перекинул через шею. Кое-как положил в нее опухшую конечность. Правая рука была теперь свободна. На речной косе нашел палку. Взял для посоха. Идти стало легче. А, вот, наконец-то знакомый перекат. До места, где Дмитрий Андрей рыбачит, еще шагать и шагать. Но расстояние можно сократить. На противоположной стороне реки Межгорок невысокий перевал. Если по нему подняться, то дорога до Староверческой деревни намного короче. Он здесь никогда не ходил, хотя много раз смотрел по карте, как быстрее добраться до поселения. Для этого надо переплыть на другой берег. С места, где Янис находился, течение было быстрым, а вода глубокой. Между берегами чуть больше ста метров. Ниже находилась глубокая яма, в которой не видно дна. Затем вода разливалась в мелкий слив, который играл по камням, рвал струи на части. Еще ниже, справа от берега, в реку врезалась длинная галечная коса. За ней еще одна яма с водоворотом и прибоем, ударявшим в скалу. Чтоб переправа прошла удача, надо попасть на косу. Отбросил посох в сторону, чтобы не мешал. Вошел в воду, почувствовал леденящий холод, как будто кто-то натирал тело снегом. Но назад возврата нет, надо плыть только вперед. Сразу от берега началась глубина. Ноги провалились, он окунулся с головой. Едва не захлебнувшись, вынырнул, стараясь удержаться на поверхности. Замахал здоровой рукой, стал отталкиваться ногами. Движением мешала привязанная рука. Поздно спохватился, что надо было скинуть бродни. Течение подхватило, закрутило, понесло, как щепку. Не ожидая от течения подобной силы, Янис несколько раз нырнул поплавком. В голове замелькали отрезвляющие мысли. «Только не паниковать!» Дыши ровно, будь спокоен. Подчинившись требованию, взял себя в руки. Выправился, поплыл вниз. Глубокая яма прошла под ним черной ночь. Ничего не видно. Течение быстро протащило над холодной бездной. Вот внизу показались первые камни. Повеличенное чистой прозрачной водой дно быстро приблизилось. Большая стая хариусов, заметив его, неторопливо разошлась в стороны. А впереди нарастал шум переката. Янис устоила больших усилий, загребая рукой проплыть между трех больших валунов. Лавируя между ними, старался приблизиться к берегу. Мешали отяжелевшие, будто свинцовые бродни, тянувшие ко дну. Пришлось их скинуть, и плыть стало легче. Пока снимал обувь, сильно струя натянуло на камень. Ударился левым плечом о валун. От боли едва не потерял сознание. Стоило больших усилий оттолкнуться от препятствий, чтобы не придавило водой. За ним кипел еще один, окатанный за долгие годы лизун. Избежать столкновений не удалось. Зацепил левую голень. Застонал отрезкой молнии, пронзивший тело. Глотнув воды, задохнулся, закашлялся. Понял, что сейчас пойдет ко дну. С последних сил замахал рукой, пытался выбраться на поверхность. И вдруг почувствовал опору. Уперся ногами о дно. Несмотря на стремнину, воды здесь было по грудь. Осторожно переставляя ступни по скользким камням, пошел к берегу. Вылез на косу, лег на камни. Посмотрел назад, кашливая из легких в воду. Тяжело вздохнул. Переплыл. После купания тело бьет мелкая дрожь. Холодно. Одежда мокрая, ноги босые, левая рука болит. Посмотрел на голень. Кожа содрана до кости. Из раны сочится кровь. Перевязывать некогда, да и нечем. Чтобы не уснуть, надо идти. Иначе смерть. Собрался силами, встал. Хромая, осторожно ступая по галечнику, сделал несколько шагов вперед. Камни острые, но ступни не чувствуют боли. Они мели. Вышел на берег. В земле идти мягче. Нашел в кустах какую-то палку. Опираясь на нее, пошел к седловине. Берег захлоплен поваленными деревьями. То и дело приходилось обходить упавшие кедры, ели, пихты. Сначала двигался вдоль берега реки. Потом, определившись с направлением, свернул в займище под гуру. Постепенно согрелся. Стараясь не обращать внимания на боль в руке и ноге, полез на перевал. Забрался на первый прилавок, облегченно вздохнул. Обрадовался. Перед ним зверовая тропа, ведущая в нужном направлении. Ити по набитой копытами земле стало легко. Тем не менее, подняться на крутую седловину стоило больших усилий. Гора оказалась невысокой, но крутой. Временами приходилось вставать на четвереньки, цепляться рукой за травой кустарники. Босые ноги скользили по грязи. Приходилось останавливаться. Да, даже чаще, чем этого хотелось. Под последним кругляком лег. Долго не мог подняться. Возможно, от бессилия впал в забытие. Очнулся, почувствовав легкий озноб. От земли несло сыростью и прохладой. На траве и деревьях появилась первая роса. Солнце заканчивало свое дневное шествие за соседней горой. В лицо дул не сильный ветерок. Казалось, что напахнуло дымом. От мысли, что где-то рядом находится жилье, вскочил. Шатаясь, пошел в последний подъем, который дался труднее всех. Вылез, остановился, слушаясь в вечернюю тишину тайги. Показалось, что где-то далеко сбрякала батала. Долго ждал, надеялся, что звук повторится. Нет, не повторился. И запах дыма улетучился. Да и был ли он? Появились сомнения, правильно ли идет. Если верить карте, деревня должна быть там, за горой справа, в широкой долине. А если нет? Его участь незавидна. Скоро наступит ночь, а бродить по таге до утра Янис не сможет. Настолько ослаб. Надо идти. Опираясь на палку, Янис медленно пошел дальше. Про себя отметил, насколько короткими стали шаги. И силы в ногах почти не осталось. Был бы конь, давно б доехал до деревни. Опять же сомневался, как бы смог на него сесть. Перевалил седловину, зверовая тропа свернула влево, пошла вдоль горы. Впереди справа глубокий широкий лог. Вон там, кажется, видны прогалины. До них около двух километров. Может быть, это покосы или огороды староверов. Вновь пошел по тайге. Колодник и кустарник тормозили, и без того медленный ход. Солнце село, обильная роса промочила все вокруг. Под босыми ногами болотные кочки. Ноги мерзнут. Путник идет где-то в низине. Когда и как сюда забрел, не помнит. Пока не упал в жижу. Надо выбираться на сухое место. Вон сбоку пригорок, на нем елки. Под одной из них можно прилечь и ночевать. Спать придется без костра, спичек все равно нет. А идти дальше нет сил. Кое-как вылез на бугорок и едва не задохнулся от радости. Перед ним сток сена. Сначала не поверил глазам, подошел ближе. Нет, точно сток. Недавний, свежий, сметанный несколько дней назад. А вокруг него большой покос. Староверы отвоевали сенокосные угодья у тайги рядом с болотом. Знают, где хорошая трава. В стороне у леса еще один зарод. За ним третий. Прошелся вдоль кромки деревьев И действительно наткнулся на свежую, Недавно разбитую лошадиными копытами дарапу. Зашагал по ней, поглядывая на светлое небо над головой. Ну все, теперь не заблудится. Идти пришлось долго. Наступившая ночь скрыла все выбойные кочки. Вся в грязи и лужах тропа была не из лучших. Янис часто оступался, падал. В лицо били ветки, Несколько раз ударялся больной рукой о стволы деревьев. Все же, собираясь силами, двигался дальше. Наконец-то запахло деревней, Деревянными крышами домов, Навозом, огородами, скошенной травой. Тайга расступилась, уступая место полянам. Проснулся утром от кашля. Осмотрелся вокруг, вспомнил, где есть. Лежит на нарах, на сене, Прикрытый дымотканным одеялом. Под головой набитый травой холщовый мешок. Изба приземистая, низкая, Из толстого кругляка, с блестящей сажей. Печи нет, топится по-черному. На всю избу одно маленькое оконце С натянутым бычьим мочевым пузырем вместо стекла. Под ним некое подобие стола, Кусок доски с берестяной посудой на ней. Противоположной стены еще одни нары. Пол земляной. Прокашлившись, кое-как поднялся, Присел, захотел на двор. Голова кружится, сил нет встать на ноги. Не удержался, опять лег на нары. Дверь немного приоткрылась, Внутрь заглянул мальчик лет десяти С прямыми цвета соломы волосами. Одет в холщовую рубашку и такие же штаны. Посмотрел на Яниса ясными голубыми глазами. И так же, как появился, исчез. Собираясь силами, гость приоткрыл глаза, Ждал, пока перестанет кружиться голова. Изнутри опять подкрался кашель. Сморщился от боли, отдающей в руку. Пока кашлял, дверь опять открылась. Пригибаясь под низкой подушкой, Внутрь вошла черная старуха. За ней заскочил тот самый мальчик, Стал с интересом рассматривать человека с ветру. Отдымался, сердешный. Без улыбки, со строгим лицом и стянутыми в одну линию губами, Заговорила бабушка и подала со стола туесок. На вот, пей, отвар. Всю ночь бухал, простыл, видно. В реке окупался. Да, переплывал, когда к вам шел, Принимая еще теплый настой, ответил Янис. Оно изримо. В мокрой одежде да босыми ногами по земле. Кабы чахотка не пробила, Покачала головой та, но приободрила. Но, покуда ты с нами, хвори не бойся, выходи. Никодим не таких выхаживал. Пей больше отвара, да мед ешь. Спасибо, матушка, с благодарностью ответил Янис И замолчал на полусловие. Федосия меня зовут, представилась черная старуха. Так и зови меня, матушка Федосия. А это, указала на мальчика, ставленник твой. Никиткой кличут. Как что надо будет, позови. Он подле избы находиться будет. На двор захотел? Будто, прочитав его мысли, спросила она. Он, в углу нужник. Так, сходишь, Никитка вынесет. И, уходя, дополнила. Много рукой не двигай, я пойду за Никодимом. Пропустив вперед Никитку, Федосия ушла. Янис оставил туисок с отваром на стол. Опять присел, еще больше захотел в туалет. Сходить в деревянное ведро стыдно. Решил выйти на улицу, пока никого нет. Поднялся, сделал два шага к двери. Голова закружилась. Потерял равновесие. Последний момент, оберегая руку, вывалился в дверь наружу. Упал через порог, как мешок с картошкой. Рядом Никитка сорвался с места, побежал звать на помощь. Матушка! Матушка Федося! Дядька на землю сбрякал! Пока лежал, сбоку подскочили две женщины. За ними Федосия. Помогли подняться, затащили назад в избушку. Ты что, грешник? По что меня не слушаешь? Говорила ведь, не ходи один. На что тебе Никитка приставлен? И уже мягче. Как рука-то? Не сдернул? Ну, хорошо, хоть руку не повредил. А то б наделал дел. Перекрестилась. Спаси Христос! Я неспокорно выслушал ее, посмотрел на помощниц. Первая, молодая женщина лет двадцати пяти. Вторая, совсем юная, с приятным, милым лицом девушка. Волосы туго прибраны под платки. Смотрят обе на него испуганными глазами, узнав, что все в порядке, выскользнули друг за другом на улицу, как будто не было. И сам понимаешь, что сил нет, продолжал урок Федосия. Так захлестнуться недолго. Хорошо, что Грепина и Екатерина рядом были. Мужики-то и все на покосе. Я несподавленно молчал. Понимал, что виноват. От этого в туалет меньше не хотелось. Федосия, посмотрев на его жалобное лицо, все поняла. Прониклась с состоянием. Подставила бодейку рядом с нарами. На вот, сходи! Да не майся! И чтоб его не стеснять, вышла на улицу. Потом молча вынесла ведро, вернулась назад. За ней, тяжело переступая через порог, вошел старец Никодим. Сухо ответив на приветствие, молча осмотрел руку, приказал Янису пошевелить пальцами. Довольно покачал головой. Потом заставил повернуться на живот. Прислонив ухо к спине, долго слушал легкие. Наконец высказал заключение. Барсучины надо. И настой трав пусть чай пьет. Да кормите ладом. Пусть чай агрепина курицу зарубит. Молоко давайте. Крови много утекло. Спаси, Христос. И ушел. Выпей барсучины. Взяла корзинку и опять ушла, оставив одного. Он приподнялся на локте, посмотрел содержимое сосудов и... Едва не уронил туисок от радости. Молоко. Схватил за край, припал губами наслаждение. Сколько мечтал выпить хоть глоток с хлебом. Выпил едва ли не половину. Оторвал кусок от каравая, обмакнул в мед, стал с жадностью кусать, запивая утренним надоем. Кусно. Нет сил оторваться. Когда-то все это было в избытке. Ешь не хочу. Теперь, после стольких лет одиночества, казалось изысканным лакомством. Ел и пил до тех пор, пока не опустел туис. Забыл, что прежде надо выпить борсучий жир. Почувствовал насыщение, тяжесть в желудке. Стало хорошо, тепло, приятно. Даже не вытерев с губ белые капли, медленно завалился на сено и тут же уснул. Очнулся от негромкого стука. Кто-то, уходя, захлопнул дверь. В мутном окошке день. Янис приподнялся на локте. Рядом, под чистым полотенцем, небольшой чугуну. Пахнет вкусно. И вновь полный туисок с молоком. Краюха хлеба, мед в чашке. Пустая посуда для еды и чистая деревянная ложка. Приподнял крышку на горячем чугунке. Закружилась голова. Куриный суп. Налил в чашку, отломил хлеб. Начал есть, запивая молоком. Теперь спокойно прислушиваясь к звукам на улице. Выхлебал суп из чашки. Выпил треть туиска молока. Немного хлеба. Наелся. Прибрал на столе. Прикрыл посуду. Лег. Закрыл глаза. За стеной тишина. Только едва слышно, где-то далеко шумит ручей. Где-то глухо пропел петух, замучал теленок. У Яниса замерло сердце. Вспомнил свой дом, деревню. Там вот так же пели петухи. Мучали коровы. Ржали лошади, лаяли собаки. Как давно это было. Да и было и вообще. Воспоминание прервало легкое поступь. Дверь потихонечку отворилась. В щель заглянул Никитка. Внимательно посмотрел на него. Тяжело вздохнул. Хотел закрыть. Но я не спозвал его. Чего не заходишь? И показал на лавку. Иди. Садись рядом. Немного постояв, мальчик осторожно прошел внутрь избы. Перекрестился. Скромно сел около него. Аккуратно положил руки на коленки. Где твои друзья? Почему ты не с ними? Не зная с чего начать разговор, посмотрел на него Янис. Помогаю. Негромко, едва слышно, ответил Никитка. Кому? Тебе. Жду, когда чего это надобно будет. Чего мне помогать? Я не маленький, сам справлюсь. Ага. Вон. Давеча брякнулся. А матушка Федосия меня отругала, что не доглядел. Вон как. Это что, она тебя сюда за дверь приставила? Нет. Тятенька указал. А кто твой отец? Где он сам? На прокосах сено мечет. Его Егором кличет. Понятно. А где ж Дмитрий? Вспомнил Янис. Так они с Андреем на конях утром поехали туда, махнув рукой на стену. Как ты сказал, что тебя медведь возле избы ломал, да собаку порвал, так они и до свету и поехали. Сказали, что надо зверя и собаку закопать, чтобы другой медведь не пришел на запах, а то он напакостит в избе. И с интересом в глазах спросил. А что, правда то, что медведь на тебя кинулся? Да нет, это я на него, равнодушно ответил Янис. Улей хотел отобрать. А ты чего, один в тайге живешь? Да как тебе сказать, вроде бы как не один. Собака была. Страшно, наверное, одному-то. С округлившимся глазами, затаив дыхание, спросил Никитка. Да, не особенно. Первое время плохо, потом привык. А я думаю, страшно, не поверил мальчик. У нас вон дедушка Аким в отшельниках жил за горой. Матушка Федосия к ним уходила. Один раз вернулась, говорит, дед Аким в избушке мертвый лежит. Ножом весь истыканный и голова отрезана. Наверное, разбойники убили. Сдавленно добавил мальчишка и несколько раз перекрестился. Ой, спаси Христос. После его короткого рассказа Янец вдруг вспомнил Клима-Гору и его брата Мишу-бродягу. Но, чтобы не пугать собеседника, перевел разговор на другую тему. А что, братья у тебя есть? Есть, с живостью ответил Никитка и, загибая пальцы, начал перечислять. Миша, Федя, они старше меня, сейчас на покосе, а Ваня и Гриша младше. На огороде картошку тяпает. Еще сестры есть, Фрося, Дуся, Катя. Что тебе еду принесла? Когда принесла? Стрепенулся Янец. Да, Витча, пока ты спал. Так я же не видел. Оно и понятно, Катя сказала, что у тебя молоко на губах не обсохло, как у теленка, проговорил Никитка и засмеялся. Вот тебе на, смутился Янец. Хм, так выходит, девушка, которая меня поднимала, твоя сестренка Катя. Да, она мне скоро не сестра будет. Почему? Тяточка сказал, ее замуж отдавать будут, невеста будет. Как это отдавать? У нее жених есть? Нет еще, но скоро будет. Тяточка говорил, к листопаду поедет в Озерное, к Кужеватовым. Там у них в семье много парней, а жениха быстро найдут. А что ж, у вас в деревне своих не хватает? У нас не можно, у нас все родня. Так всегда делают. Если нам жениха или невесту надо, мы к Кужеватовым идем. Или в Яландское, к Солбачовым. Если им надо, они к нам. Он как получается, задумчиво проговорил Янис. Уходит, у вас жених невесту до свадьбы не видит. А зачем? По-взрослому серьезно посмотрел на него, ответил Никитка. Матушка Федосия говорит, стерпится, слюбится и на всю жизнь приголубится. Все одно жена мужу Богом на всю жизнь дана. Янису оставалось только удивляться познанием мальчика. Так просто рассуждавшим о брачных отношениях среди старообрядцев, где роднились далеко не по любви. Только спросил. А что, когда ты вырастешь, тебе тоже невесту найдут? — Найдут! Дядечка сказал, мне думать не надо. На улице послышались негромкие шаги. Дверь неслышно отворилась. В избу заглянуло приятное милое лицо. Катя. Присмотревшись, облегченно вздохнула. — Ох, вот ты где! Я думал, утек. — Что я маленький, не знаю, что мне велено делать. — Нахмурил брови Никитка. — Мы тут с ним беседу ведем. Он не на шаг от меня. Защитил своего помощника Янис. Он мне хороший друг. Приглашая ее к разговору, пригласил внутрь. — А что в пороге-то? Разве так говорят? Входи к нам. Та смутилась, покраснела. Некоторое время колебалась, войти или нет. Потом решилась. — А разве лишь посуду взять? Вошла, встала на подле. Янис, ни жив, ни мертв. Что-то взорвалось внутри. Сердце забилось. В голову хлынула кровь. Столько лет не видел девушек. Вдохнул свежесть и аромат скошенных трав, свежего воздуха, парного молока, соцветий луговых цветов, в которых сочетался неповторимый запах молодого женского тела. Удивился правильным очертанием лица, заволновался от формы, гривого стана. — Нечто я мало кушал, — посмотрев на посуду, спросила она мягким голосом. — Ел. — Больше пока не хочу, — волнуюсь, не узнавая своей подрагивающей речи, ответил Янис. — Оставить или унести, налить свежего? — Пусть стоит, потом доем. Он хотел поправить полотенце, она тоже. Их руки случайно соприкоснулись. Его ладонь на мгновение прикрыла ее запястье. Янису было этого достаточно. Ощутить мягкость, теплоту и нежность кожи. Катя вздрогнула, отдернула руку, как от горячего пламени. Испуганно посмотрела на Яниса голубыми глазами. Думала, что сделал специально. Он замер от неожиданности, задержал взгляд на ее лице. Почему-то запомнил подрагивающие, пушистые, будто первые снежинки ресницы. Катя растерянно отступила назад, посмотрела на Никитку. Заметил или нет? Тот оставался сидеть на лавке, смотрел куда-то в угол избы. — Пойду я, — скоро сказала девушка и бросилась к двери. — Посиди с нами, — предложил вслед ей Янис. Но она уже хлопнула дверью. — Некогда ей, — ответил за сестру Никитка. — Почему? — У нас скоро обедня, и мне тоже надо идти. — Покуда тебе ничто не требуется, — мальчик направился к двери. — Да нет. — Тогда я после обедни тебе буду помогать. — Ладно. Никита ушел. Янис, отвалившись на нары, с затаенным дыханием прикрыл глаза. Перед ним Катя. С голубыми глазами, подрагивающими ресничками. Вспоминает ее каждое движение, жест, слово, и не может перебить другими мыслями. — Что это со мной? А как же Инка? — спросил себя, но не смог дать ответа, застонал зверем. Вечером приходил старец Никодим, осмотрел раны на руке и ноге, послушал легкие и, не говоря ни слова, молча ушел. В отличие от Никодима, матушка Федосия была более общительной. За день приходила несколько раз, справлялся с здоровьем, помогла сделать перевязку, но надолго не задерживалась. Никитка сказал, что ей надо молиться. Мальчик покинул свой пост перед самым закатом солнца. Побежал служить вечерним и больше не приходил. Когда начало темнеть, на улице послышался шум. Страверы вернулись с покоса. Очень скоро все стихло. Люди разошлись по домам на покой. Утром рано вставать. Янис ждал Катю, думал, придет за посудой, но девушка не появилась. Утром первым явился Никодим. Ощупал руку, заставил пошевелить пальцами, послушал спину. Ушел с нахмуренными бровями, опираясь на посох. Сразу после него прибежал Никитка, принес овсяный каш и парного молока. Переложил еду в посуду Яниса, вынес ведро и ушел домой. Сегодня у него появились обязанности. Никодим сказал, что больной обойдется сам, помогать ему ненадобно и посещать можно мало. За весь день маленький помощник приходил трижды. Федосей пришел один раз на перевязку, а Катерины так и не было. На следующий день Янис проснулся раньше. Через пузырь окна пробивался мутный рассвет. Рука болела, настроение улучшилось. Молодость брала свое. Внутренние силы требовали движения. Присел на нарах, собираясь встать. Получилось? Решил выйти во двор. Осторожно зашагал к двери. Голова не кружится, в ногах нет слабости. Потихоньку распахнул дверь, переступил через порог, оказался на улице. Осмотрелся, прикинул, куда можно сходить по нужде. Пошел за угол. Вернулся нескоро, встал возле дома, оглядываясь по сторонам. Заходить назад в избу не хотелось. Неподалеку находилась большая чурка для колки дров, на которую парень осторожно присел. Поджав под себя босые ноги. Посмотрел из одной стороны деревни в другую. На всем протяжении вдоль ручья на солнечной стороне расположились семь домов. Между ними по даежным меркам достаточно большое, около двухсот метров расстояние. Дома небольшие, чтоб зимой уходило меньше дров. Срубленные из кедрового кругляка, основательно. Стоят на чурках, крыши тесовые, окна выходят на восток и юг. Про такие избы говорят. Солнышко весь день катается. При каждом доме крепкое хозяйство. Теплые пригоны для скота, амбары для хозяйственной утвари, Огромные дровинники, погреба. Усадьбы, огроженные от скотины простыми жердями, тянутся далеко в гору и заканчиваются на границе тайги. В огородах большую часть занимает картошка. Тут и там видны длинные грядки с луком, морковкой и даже капустой. За картошкой волнуются на легком ветерке пшеница, рожь, овес. Я несудовлетворенно покачал головой. Такому хозяйству позавидует любой сельский труженик. Не просто обрабатывать такие огороды. Если представить, что в тайге находятся обширные покосы, да подсчитать, сколько на все требуется сил, времени и старания, можно с уверенностью сказать, что люди живут здесь ежедневным физическим трудом. Потом подумал. Кроме воскресенья. У старообрядцев этот день выходной. На противоположной стороне ручья на пригорке пасутся шесть лошадей, две из которых стреножные. В одной из них я не сузнал свою монголку. Ту, что давал Дмитрию и Андрею. Удивился, почему она здесь? Ведь братья уехали к нему на зимовье. На всю деревню два колодца. Вероятно, из ручья для питья воду не берут. Понял это, когда увидел, как на дальней с верхней стороны поручью колодец вышла незнакомая женщина. Наполнила ведра, понесла на коромысле домой. На усадьбе напротив испригона вышла хозяйка с подойником, полным молока. Увидела Яниса, склонила голову, скрылась в летней кухне. Вскоре оттуда вышел мужчина, посмотрел на него, пошел в его сторону. Когда вышел из калитки, Янис узнал его. «Дмитрий!» Тот с уздечкой в руках, неторопливой походкой, с улыбкой поглаживая бороду, поприветствовал издали. «Доброго утречка! Вижу, вылез из берлоги!» «Здравствуй, дорогой!» Вставая с чурки, ответил Янис. На руки для приветствия подавать не стал. Доело лежать в четырех стенах. Решил свежим духом подышать. «Эт, ладно!» «Знать дело к здоровью идет!» Присаживаясь на корочке рядом, довольно отметил Дмитрий. И дождавшись, когда Янис присядет, продолжил разговор. Сначала поинтересовался здоровьем. «Как рука?» «Пальцы работают!» Янис пошевелил немного, повернул кисть запястья. Дмитрий покачал головой. «Работает!» «Знать восстановится!» Никодим молвил, что кость одна раздроблена, срастается. Плохо, что клыками насквозь прокусил. Яду много. «Такого же ладно, что кровь бежала, слюну вымыла. Что осталось, живица вытянет. Будет, время заживет. Спаси, Христос!» «Сегодня уже получше», — согласился Янис. «Слабости нет, голова не кружится». «Вот и славно!» «А я ведь вчера запоздно прибыл. К тебе не пошел, там у тебя все прибрали. Зверь-то к нашему приходу вздулся. Пришлось яму поглубже копать, чтоб не пах. Скажу тебе, большой медведь, там за огородами закопали», — пояснил Дмитрий, при этом притупив взгляд в землю. «Собаку в другом месте, под кедром». Янис сдрогнул. «Если под кедром, то там же похоронен Клим-гора. Наверное, нашли останки». Побелел, ожидая новых вопросов. «Картошку докучили», — продолжал Дмитрий. «Револьверт нашли. На зимовье под стреху поклали. Улей поставили. Андрей Катакма сейчас у тебя живет. За хозяйством глядит. А я вот приехал, сам знаешь. Покосы, сено убирать надо мне». «Спасибо огромное за все», — поблагодарил Янис, боясь заглянуть ему в глаза. А в голове будто удары молотом по наковальне. «Тук, тук, тук, тук». «Знает или нет, знает или нет, знает или нет». «Ты покуда посиди!» «Агрепина сейчас кашу да молока сготовит, а я пойду за конями». Встал, не глядя на него, пошел к ручью. «И тену надо метать». «Агрепина кто тебе?» Не знаю, что сказать в таком случае. Просто так спросил Янис. «Так, жена на меня!» Через спину ответил тот, и Янис все понял. «Знают, нашли, видели». Деревня оживала. Тут и там в домах хлопали двери. Женщины выгоняли коров. Мужики постукили деревом и железом, готовились к работе. Рядом с ними крутились дети. Начинался обычный трудовой день. Из дома по соседству выскочил Никитка. Увидев Яниса, бросился к нему. Сразу с испуганными глазенками спросил. «Ты по что тут-то-ка?» «Вот, вышел на волю с улыбкой», ответил он. «Сталось что-то, что ли?» «Да нет, все хорошо». «Ух!» Мальчишка с облегчением вздохнул. «Я и думал, брякнулся опять, руку заломал». «Ись, хош?» «Молока бы!» «Сейчас, домой сбегаю, принесу», — пообещал он и убежал только пятки за сверками. Дмитрий провел в поводу к дому лошадей. Провнявшись, сухо спросил. «И шо, не накормили?» «Ничего, подожду, мне торопиться некуда», — равнодушно ответил Янис. «Прошло достаточно времени, староверы постепенно покидали усадьбы. Кто пешком, другие на лошадях. Каждый скромно приветствовал, как простого старого знакомого, даже те, кого он не видел в глаза. Ушел на покосы Дмитрий вместе с братом Егором. Как позже Янис узнал от Никитки, это был его отец, а Дмитрий приходился ему дядей. Вместе с ними, помахав рукой со спины лошади, уехал Никитка. Вскоре, когда все стихло, он увидел Катю. Она вышла из ограды с корзинкой в руках, направилась к нему. Янис заволновался, вскочил с чурки, сделал шаг навстречу. Девушка заметила это, смутилась, пошла медленнее. Опустила взгляд в землю, покраснела, нервно поправила на голове укрывающий волосы платок. Расстояние в сто шагов от дома, которое нужно было пройти девушке, показалось Янису слишком длинным. Он не видел ее всего лишь один день, а, как показалось, целый месяц. Ночью плохо спал, и сегодня утром встал и вышел на улицу. Возможно, потому что хотел встретиться. — Доброго утречка вам! — склонив голову, прощебетала девушка ласточкой и после ответного приветствия указала на корзинку. Принесла покушать. Тут яйца, сметанка. А кашу посмотрел на дом Дмитрия. Обещалась агрепина сготовить. — Сегодня я вам помогать буду. Дядечка Никитку на покос снарядил, сено грести. Тут кушать будете или в избу занесть? — Наверное, туда, — растерялся Янис, сообразив, что там они будут хоть какое-то время наедине. Она прошла вперед, распахнула дверь и исчезла внутри. — Ух, как у вас тут дышать тесно! Надо б на свежесть пустить. Пусть открыто будет. А сама схватила ведро, выскочила и исчезла за углом. Янис покраснел. Стыдно перед девушкой. Катя, нисколько не смущаясь, скоро вернулась, оставила нужник на улице. Опять зашла внутрь, недовольно заговорила. — Как-то Никитка вчерась посуду не помыл. Надо б на было убрать. Собрала девушка со стола грязную чашку, кружку, ложку, ушла на ручей. Он тем временем осторожно перелез через порог, присел на нары. Дождавшись Катю, любую с каждым ее движением, нечаянно сказал. — А ты проворная, скорая на руку и красивая. От таких слов Катя замерла, с удивлением посмотрела на него. Потом, осознав смысл сказанного, покраснела, отвернулась, наливая молоко в кружку. — Провела из-за дрожавших рук. — Тоже мне такая, как все, — наконец-то нашла, что ответить она. — А у вас в миру не такие? — Есть красивые, — не ожидая такого вопроса, задумчиво ответил он. — Но ты особенная. Застигнутая врасплох комплиментом, девушка растерялась. Видно, никто не говорил ей таких слов, и они действовали на нее, как первые поцелуи. Она бросала испуганный взгляд широко открытых глубоких глаз, то на него, то куда-то по углам избы. Спасла Агриппина. Принесла в горшочке горячий каш. Радуясь ее появлению, Катя, казалось, была на грани нервного срыва. Заговорила так, что не переслушать. О том, как им сегодня ночью не давала спать кошка, сколько коровы дала молока, как долго они не убирали вчера сено, какая в этом году молодая картошка и другие мелочи. Агриппина заметила изменения в ее поведении, с подозрением посмотрела на нее, потом на Янису, но промолчала. Переложив овсянку в кашу гостя, собралась уходить. Задержалась, посмотрела на Катю. Ты идешь или нет? Та поняла, быстро собрала всю посуду в корзинку, поспешила за ней. Янис остался один, но ненадолго. Вскоре пришел старец Никодим. За ним батушка Федосии. Проверили руку, сделали перевязку. Никодим удовлетворенно покачал головой, высказал скупую похвалу. Когда ушел, Федосий довольно улыбнулся. Редко услышишь, как он говорит. Тут-то-ка видно знатный случай, коли доброе слово мымолвил. После непродолжительной беседы ушла и она. Отдыхай, набирайся силов. Тебе, горемышник, и шах, как много пережить надо будет. Оставшись один, Янис погрузился в раздумья. Слова Федосии вернули их к действительности. Сейчас он со сломанной рукой в кругу старообрядцев. Они за ним ухаживают, лечат. Придет пора, опять надо будет возвращаться назад одному. И таких мыслей стало так плохо, будто только что вырвал душу из огня. На глаза накатила слеза. С тоской подумал. Пусть бы меня лучше задавил медведь. Вскоре прибежала Катя, принесла старые бродни, поставила рядом с нарами. Вот, тятечку утром наказал принесть. Носи покуда, незачем босым ходить. Суетливо посмотрела на посуду, спросила, что надо. Он отказался от помощи. Не зная, как начать разговор, спросила, сколько ей лет. Шестнадцать, охотно ответила девушка и нервно перебирала пальчиками уголок платка. Вот как, удивился он. И тебя собираются отдавать замуж. Не рано? Что так? У нас все так ходят, прищурил глаза. Кто вам о том наведал? Никитка? Сам догадался, схитрил Янис. Потому как у такой девушки должен быть жених. Наверное, хорош собой. Верно, есть. Опустила глаза та. Только я ища его не видела. И вдруг посмотрела строго, прямо в лицо, резко перешла на ты. А у тебя есть? Что? Не сразу понял Янис. Невеста. Этот вопрос застал его врасплох. Ох, сейчас, после долгого времени одиночества, он так давно не спрашивал себя об этом, поэтому не мог сказать, кто ему Инга. Может, она уже чья-то жена, а если ее нет в живых? После некоторого раздумья все же насмелился и сказал твердо. Да, есть, была, давно. Где она сейчас? Там, в деревне. Ладно. Да. По что вы не живете вместе? Так сложилась жизнь. Не можно так жить. Не вместе. Знаю. На какое-то время замолчала, продолжая теребить платочек. Он, потупив взор, смотрел куда-то в земляной пол. Наконец-то Катя любопытствую решилась на очередной вопрос. Вы до Толи часто виделись? Каждый день. Она рядом жила, на одной улице. Славно видно так видится, задумалась девушка и загадочно. А тайно одни виделись? Да, встречались. Запоздно, затаив дыхание, прошептала Катя. Да. Миловались? Ну, было дело. А как то? Миловаться без венца? Грех то! Округлив глаза, перекрестилась девушка. Никакого греха не было, пояснил Янис. Что было так? Только целовались и все. Ведь это не грех? Не ведаю, задумчиво произнесла она. У нас до свадьбы жениху с невестой видеться не разрешатся. И вдруг таинственно. А как то? Целоваться? Верно, сладко? А ты не пробовала? Ах да! Усмехнулся Янис. Вам же нельзя! Как то пробовать? Возмутилась она. Это у вас не Христи все дозволено. А у нас? Хочешь попробовать? Оборвал он ее, посмотрев прямо в глаза. Как то? Не удержавшись на ногах, Катя присела на лавку. Ну, если я тебя поцелую? Ах ты, черт, рогатый! Скочила Нанги. Думала ты мне друг. А ты, бес воплоти, затопала ногами. Ишь, как замаслил! И убежала, не закрыв дверь. Янис остался наедине со своими спутанными мыслями. Корил. Вот дурак! Зачем так сделал? Обидел девушку. Что теперь будет? Спрашивал себя, не понимал, как вырвалось. Но слово, что дождевая капля. Упала на землю, не найдешь. Катя обиделась. Пришла ближе к вечеру, принесла ужин. Не говоря ни слова, поставила на стол. Даже не удостоив взглядом, поспешно ушла. Парень хотел объясниться, но понял, что бесполезно. Не то воспитание, не та вера. Отрезал тропинку общения с девушкой. Возможно, навсегда. Потекли напряженные дни. Янис находился между двух огней. С одной стороны Дмитрий. Знает ли он, что под кедром похоронен убитый им Климгора? С другой Катя. Он поступил с ней грубо, хотя и не хотел этого. Староверы хорошие люди. Дали приют, еду, лечат. А он выглядит в их глазах неким убийцей-развратником. Впрочем, так считал он сам. Старобрядцы на этот счет не давали никаких определений. В деревне шла обычная, размеренная жизнь. Они не отвергали его, но и не приближали. Держали на расстоянии. Для них Янис был всего лишь человек с ветру, которому нужна помощь и только. Воздоровление протекало успешно. С каждым днем он чувствовал себя лучше. Однако предложил свою помощь в каком-нибудь деле, где мог справиться одной рукой. Дмитрий выслушал с пониманием, однако категорически отказался. Нам не можно. Янис не обижался. Понимал, что так и должно быть. И все же не сидел, сложа руки. Попросил Никитку принести нож для резьбы. Тот сначала удивился, но потом согласился. Поначалу у тячечки спрошу. Убежал. Не было долго, но пришел. Принес небольшой с ручкой из морали урога клинок. Протянул Янису. Бери, покуда тячечка разрешил. Но потом возверни. Янис сходил за ручей, долго искал в лесу подходящее дерево. Наконец нашел вывернутый ветром кедр. Вырезал из корни замысловатые узлы. Довольный принес к избушке. Расположился на чурке у порога. Зажал в коленях правой рукой. Начал выбирать от корня ненужные куски. Работал долго, упорно. Никитка часто прибегал посмотреть, наблюдая за кропотливой работой. Катя притаскивала пищу. Искосо поглядывал в его сторону. Кто-то из староверов подходил, останавливался в нескольких шагах, стараясь понять, что он мастерит. Наконец на второй день, к вечеру измучившись, Янис протянул мальчишке творение. То-то аж подпрыгнул на месте, до того обрадовался. Из трех кусков дерева, составленных в щип, Получился атакующий глухарь. Раскинутый веером хвост, вытянутая шея, Голова с приоткрытым клювом, Чуть приспущенные крылья. Сидит на сучке, жалко, что не движется. Что ж, че мне, светится Никитка? Тебе, улыбнулся Янис, игрушка на память. Парнишка хотел взять, но вдруг отдернул руки. Нам не можно. Однако побежал домой рассказать родителям и братьям с сестрам об игрушке-самоделке. Вскоре мимо него, будто на ручей прошла Катя, Бросила взгляд на дуло губки. Фи, и вовсе не похож. Курица какая-то, так себе. Янис улыбнулся сам себе. Первые слова за несколько дней. Поставил глухаря в избушке на полочку на видное место. Если не берут, пусть хоть любуются. Наутро пошел опять к упавшему кедру. Вырезал нужный кусок, из которого хотел сделать подарок девушке. Принес домой, опять уселся на чурку с ножом в руке. Его тут же окружили дети. Перебивая друг друга, стали предполагать. Что из такой коряги получится? Подходили взрослые, молча смотрели на мастера. Я не с ней обращал внимания, трудился. Вскоре пришла Катя с корзинкой в руках и предложила. Кушай, покуда горячая. Остынет. Оттаяла. Заговорила. Прошла обида. Он, улыбаясь ей, прошел в избушку, присел перед завтраком. Теперь будет подарок тебе. Она замерла на месте, привычно волнуясь, теребя кусочек платка, с интересом спросила. И что такое будет? Посмотришь. А мне знать хочется. Сейчас. Ты меня прости за то, посмотрев ей в глаза, сказал Янис. Не хотел. Вырвалась. Ой, полноте, негромко ответила она, и шумно, облегченно вздохнув, заговорила с ним, как прежде. А у нас и телок нынче народился. Она рассказывала все новости, высказала накопившись, снимая с чистой души черноту. Хотела с ним общения, говорила долго. Потом вдруг замолчала. Что-то случилось? Что-то случилось? Никогда об этом не думал, даже в корыстных целях. Тем более, для этого надо было изменить свою лютеранскую веру, а это значило предать свой народ. Пошел бы он на это? Да никогда. Он молчал, она тоже, ждала, что ответит. Так и не дождавшись, молча ушла, не закрыв дверь. Много позже Янис будет вспоминать эту минуту. Сейчас не смог сообразить, что Катя смотрела дальновиднее. После завтрака, все еще находясь под впечатлением ее вопроса, присел на чурку. Снова взял нож вырезать корень. В голове все те же слова девушки. Но ответ для себя однозначный. Нет. Работал долго. Постепенно в куске дерева стало проявляться туловище, длинная шея, изящная голова. Катя принесла ужин, долго смотрел со стороны, улыбнулась. Коровы, что ли? Али лошадь? Янис усмехнулся. Ха-ха, подожди, когда дело к концу подойдет, увидишь, кто это. Игрушка была закончена к вечеру третьего дня. Ребятишки крутились возле него с восхищением, рассматривали тонкогрудую косулю. Каждому хотелось подержать ее в руках, но закон не брать ничего от людей с ветру был суров, и они боялись его. Дмитрий улыбался в бороду. Ладный мастер, кто учил за делью? Никто. Сам вот первый раз попробовал. Получилось? Пожимал плечами Янис. Пришел посмотреть на игрушки Егор, отец Никитки. Хотя всегда проходил мимо. Оценил суровым взглядом, покачал головой, подобрели глаза. Хыть, да кумекал. Эй, руки деловые, знамо дело, хорош хозяин в доме. Катя была последней, кто увидела косулю. Весь последний день ее держали дома какие-то дела. Пришла к вечеру с ужином и в нетерпении заговорила с порога. Кажи свою косулю. — Вон, на столе стоит, — с улыбкой указал рукой Янис. — Она не моя. Это я для тебя сделал. Видишь, похоже на тебя. — Как то? Меня с козой равняешь? Возмутилась девушка. — Не сравниваю. Она такая же стройная, изящная, красивая. Катя захлопала ресничками, поняла, покраснела. Не прикасаясь, какое-то время любовалась, потом поблагодарила. — Спаси, Христос! Пусть щать тут, как и стоит, нам в избу не можно. А в благодарность за это что мне будет, присаживаясь к столу, пошутил он. Та смутилась, осторожно подошла ближе, наклонилась к нему и прикоснулась губами к щеке. Тут же отпрянула, стала быстро креститься. — Помилуй меня, грешная, спаси меня, грешная! Я не замер, как сидел. Никак не ожидал от нее такого поступка. Голову ударили колокола, на сердце будто пролили кипяток. Молча посмотрел на нее и вдруг боковым зрением увидел в проходе человека. За порогом стоит старец Никодим. — Что ему надо? Никогда в такой час не приходил. Увидел, как Катя поцеловала Яниса. Затопал ногами, зашипел змеем, ударила землю посохом и тут же скрылся за углом. Девушка тоже увидела его в последний момент. Скрикнула от страха, прижала ладошки сначала к груди, потом на лицо, сжалась комочком и осела, где стояла. Янискочил, поднял ее, успокаивая, обнял рукой, прижал к себе. Она не отстранилась, как будто ждала его утешения. Тихо заплакала. — Пропала я, пропала я вовсе. Теперь меня денный нож на грехи отмаливать заставит. — Ну, ну, что ты? Успокойся, ничего в этом нет. Подумаешь еще раз. — Это у вас ничего, а для нас то грех великий. Постояла немного, легонько отстранилась, положила ему на грудь ладошки, посмотрела в глаза. — Хороший ты. Я... я тебя... никогда не забуду. Он хотел схватить ее за плечи, прижать к себе, но она отстранилась. — Пущай меня. Пойду. Может, и свидимся. И шагнула за порог, как погорный ягненок. Я не сосел на лавку. Вот тенан. Не было печали. Теперь меня будут точно считать греховодником. Никодим все расскажет, да еще подольет масло в огонь. Надо же такому случиться. Услужил староверам за доброту. Скажет, что чужую невесту хотел увезти. Посидел, осматриваясь по сторонам. Повторил последнее слово, в голову пришла бредовая идея. — Увести. Какое-то время думал, уставившись в одну точку. От прилива крови обнесло голову. А, а почему бы и нет? Скочил на ногах так, что ударился головой в потолок. Заходил по избе. Что же ты раньше думал? В затылок как будто ударили оглоблей. А как же Инга? Опять сел на лавку. Напряжение снял с корзинки полотенца, зачерпнул кашу в рот. Запил молоком. Тут же отбросил ложку, завалился на нану. «Эх, ну и дела!» Инга с годами время как-то стерло, затушевало остроту тоски по ней. И вдруг появилась Катя. Молодая, красивая, спокойная. Сразу затмила Ингу, как зеленая трава, голую землю. Как надо было поступать в этом случае? Я не сразрывался на две части, будто лучина под острием ножа. Оставшись наедине со своими мыслями, долго думал, что делать. Сделать предложение. Предложение Кате и жениться на ней. Не разрешат родным. Принять их веру невозможно. Оставался один выход. Предложить девушке тайно уйти с ним в его зимове. А там будь что будет. Твердо убежденный в своем намерении, стал ждать, когда она придет за посудой. Но пришел Дмитрий. Подошел к входной двери, не приветствуя, бросил через порог. Утром на заре поедем на твою заимку. Будь готов. И ушел. У Яниса ощущение, будто на него выплеснули ведро с помойами. Кажется, что так постыло еще никогда не было. Представлял, что сейчас про него говорят староверы. Что они сделали с Катей? Как ее наказали? Еще горше было от того, что больше не увидят ее никогда. Однако свидание состоялось. Пришла. Тихонько, крадучись, мягко ступая босыми ногами по влажной земле. Беззвучно отворила тяжелую дверь, переступила порог. Кто здесь? Не определившись в темноте, приподнял голову Янис. Я это. Катя. Не шуми. Катя? Вскакивая с нар, не поверил он. Как ты? Тихо. Пришла вот. Нашли друг друга руками, встретились ладошками. Он бережно прижал ее к своей груди, обнял, поглаживая по голове, сдернул платок. Удивился мягкости заплетенных в косу волос. Она не отстранилась, подняла голову навстречу. Янис нашел губы, осторожно поцеловал. Ощутил вкус чистой воды, парного молока, мяты, медуницы, ромашки. Вдохнул запах скошенных трав, терпкой хвои. Почувствовал трепет хрупких плечиков, волнующего тела, нежной кожи. Долго пил детственный сок сладких губ. Едва не задохнувшись, присаживаясь, потянул ее за собой. Она податливо опустилась рядом с ним на нары, подрагивающим голосом попросила. Ради Христа. Не трожь меня. Я пришла не для этого. Небось, не тронул. Какое-то время сидели молча. Он ласкал волосы, осторожно целовал глаза, нос, щеки, губы. Она, наслаждаясь прикосновениями, ответно дотрагивалась до лица дрожащими пальчиками. Голова кружится. Как лечу куда-то, прошептала Катя, цепляясь за рубашку. Держись за меня крепче, прошептал он, еще сильнее прижимая ее к себе. Хорошо с тобой, будто на вовсе в теплом молоке купаюсь. И мне. Опять замолчали, томимые близостью друг друга. Тебя утречком домой спровадят. Знаю, Дмитрий приходил, уже сказал. Я как узнала, так решила к тебе убегнуть. На меня матушка Федосия епитимию наложила. Месяц листовки читать, на коленях стоять, грехи замаливать. На ночь в келье оставили, а я... Я тихонечко через крышу вылезла, да по огороду через забор. А вдруг хватится. Ну и пущай. Зато хоть немножко с тобой побуду. Смелая ты, какая есть. Раз смелая, будешь со мной жить? Выдержав паузу, предложил Янис. Как жить-то? Встрепенувшись, оторвалась от его груди Катя. У меня на зимовье. Вот прямо сейчас, давай убежим. Без согласия? Да. Все равно тебе отец и мать не разрешат за меня замуж. Нет, не можно так без Божьего разрешения и согласия родителей. Вот как бы ты принял нашу веру, тогда было бы все по-другому. Я тоже так не могу. Замолчали. Он опять бережно прижал ее к груди, и девушка тяжело вздохнула. Ах, как же твоя невеста... Опять отстранившись, вдруг спросила она, и, не дождавшись ответа, сукоризной продолжала. Ишь как, я сейчас пойду с тобой, а потом ты меня на нее променяешь. Как я могу? Я даже не знаю, что с ней сейчас. Может, замуж вышла. А Коля не вышла. Все равно с тобой буду, если ты решишься. Рано или поздно, все равно, мы к своим выйдем. Там тебя примут с добром, отец, матушка. В нашу веру перекрестишься, сказал Янис и не поверил своим словам. Слишком все запутано. Нет, милый, не могу я так во грехах быть. Меня же не простят за непослушание. И как потом жить? Да и не буду я принимать вашу веру, так как она неправедная. Лишь одна наша, старообрядческая верна, перекрестилась в темноте. И это будет мое последнее слово. Янис промолчал, понял, что Катю не переубедить, так как и не найти выхода из положения. Опять приласкал ее, долго целовал, осторожно спросил. Тебя осенью замуж хотят отдать, пойдешь? Как тятечка скажет, тяжело вздохнула она. Может, свидимся когда, осторожно спросил он. Я приду. Когда? Стрепенулась Катя. Рука заживет ближе к осенью. Где? Давай там, на покосах. Как же мне знать, что ты пришел? Как лист начнет желтеть, смотри в ту сторону, я дым пущу. А ну, как другие заметят, скажут, чужие проверят. Тогда тряпочку привяжу красную к жердям. Там, у вас, за огородами. Хорошо. Воскликнула девушка и прижалась к нему, покорно обвела шею руками. Ждать буду. Вдруг за стеной раздались шаги. Тяжелые, быстрые. Дверь распахнулась. «Выходи!» Загремел злой голос Егора. И они с Икатей вскочили, вышли на улицу. Перед ними с факелом стоял отец Дмитрий и матушка Федосия. Смотрят строго, будто убить хотят. «Домой скоро!» Крикнул Егор дочери. Катя побежала в темноту. Отец подошел к Янису вплотную, тяжело посмотрел в глаза и глухо выдохнул. «Было что?» «Нет». «Мотри у меня!» «Шкуру спущу!» И ушел вслед за дочерью. Вместе с ним ушла и Федосия. «Что же ты так?» «После некоторого молчания спросил Дмитрий. Мыть к тебе душой!» «Ты...» «Ничего не было!» «Мы так сидели, разговаривали!» «Ночью?» «С молодой девицей?» «Ты что, муж ей?» «Нет», — подавленно ответил Янис. «Люба она мне!» «Собирайся!» «Проедем в ночь!» И ушел за лошадьми. Янис, как побитая собака, вошел в избу. Надел бродни, куртку. Больше у него и не было ничего. Вышел на улицу, сел на чурку, слушая ночь. Вскоре от реки пришел Дмитрий, привел коней. Вместе подошли к его калитке. Он вытащил уздечки, седла, оседлав, помог Янису сесть. Закинул за спину карабин, скачал сам, тронул уздечку. Поехали! Мимо черных, без света домов. Казалось, что деревня спит, однако Янис понимал, что все смотрят им вслед, перекрещивая путь. «Спаси Христос!» Избавились от человека с ветром. Дмитрий правил к дому Яниса напрямую, через низкий перевал. Так же, как он добирался сюда со сломанной рукой. На рассвете переплыли реку, направились вверх по течению. Всю дорогу Дмитрий молчал, изредка бросая редкие фразы. Перед обедом прибыли к заимке Яниса. Их встретил Андрей. Все это время он жил здесь, смотрел за хозяйством. В зимове не заходил, продуктами и инструментом не пользовался. Построил неподалеку от ключика временные из коры ели балаган. Спал и ел отдельно. Немного удивившись их появлению, радостно улыбнулся, посмотрел на брата и нахмурился. После непродолжительного разговора они тут же уехали. Перед тем, как тронуть коней, Дмитрий бросил через плечо. — Встречаться будем, как прежде, где лодка. В деревню более не приходи. — Спасибо, мужики, за все. И там, в деревне, передайте мою благодарность. Дрожащим голосом в знак прощения воскликнул Янис. — Я вам доброту никогда не забуду. — Спаси, Христос! — Отозвались оба через спины и скрылись в пихтаче. Опять один. Усевшись на чурку, долго смотрел перед собой, уставившись в землю. О голове блуждали удручающие мысли. Из глаз катились слезы. Дикая тоска хватило сердце. Он опять изгой. И сколько таким быть, неизвестно. Вспомнил Катю. Договорились встретиться, но получится ли? Ее образ и надежды немного приподняли дух. Лучше жить ожиданиями, чем пребывать в неизвестности. Встал с чурки, вошел в зимовье. Все на своих местах. Вышел на улицу, прошел в огород. Окученная картошка радовала глаз. На грядах идеальный порядок. Андрей полол их практически ежедневно. Поляна с зерновыми обещала дать хороший урожай. Без хлеба не останется. Два улья с пчелками стоят на обычном месте, на пеньках. О, сатые труженицы снуют в летке и обратно. Работ кипит. Прошел под кедр, долго сидел, вспоминая и жалея собаку. Если бы не елка, он был бы мертв. Теперь не будет верной помощницы и друга. Никто не заменит ее. Даже тот щенок, которого пообещали дать будущей весной старовера. Тяжело вздохнул, пошел разводить костер. Надо готовить ужин. Нарубил одной рукой щепок, развел огонь, подвесил над ним котелок. Прижимая к себе клубни, почистил картошку, сварил похлебку. Поел, расположился на нарах. Все-таки жить можно, но только не одному. Если бы кто-то был рядом. Потекли обычные дни. Я не старался загрузить себя работой. Полол гряды. Возился с пчелами, рыбачил. Резкая перемена обстановки угнетала. Вот он был рядом с людьми и опять остался наедине с собой. Вспоминал Катю. Скорее бы подошло время встречи. Через двадцать дней, как наказывал старец, Никодим снял дощечки. Рука срослась, напоминая о медвежьих клыках, глубокими шрамами. Постепенно стал помогать ею в мелких делах. Через три дня уже не вспоминал, что надо оберегать. Конечность была так же полна сил, двигалась, как прежде. Но мозжила перед непогодой. Болела, если долгое время занимался тяжелым физическим трудом. Каждое утро, выходя на улицу, радовался, чувствуя, как по логу тянет первый прохладный туман, подступающий осенью. Когда увидел, как начинают желтеть листья, понял. Пора. К староверческой деревне подкрался в сумерках. Зашел с огорода в Катиной усадьбы, долго ждал. Убедившись в безопасности, повесил в условленном месте красную тряпочку. Вернулся на покосы, ожидая девушку. В стране устроил временный стан. Костер жег по ночам, чтобы не было видно дыма. С раннего утра до позднего вечера лежал под елью у дороги. Ждал, когда появится девушка. За все время по тропе дважды прошли две незнакомые женщины. Собирали грибы. Утром второго дня на коне проехал Дмитрий. Проверил сено в стогах. Убедился, что все в порядке. Вернулся в деревню. На четвертую ночь Янис опять прокрался за усадьбу. Тряпочка висела там же, никем не тронутая. Вернулся назад. Ждал еще сутки. На утро шестого дня понял, что никто не придет. Пора возвращаться. Дом оставался хозяйству без присмотра. Пришел на зимовье подавленный, угрюмый, полный тоски от растворившихся надежд. Не понимал, почему не состоялось свидание. Теперь был твердо уверен, что Катю больше не увидит никогда. Несколько суток без движений лежал на нарах. Поднимался в редких случаях для того, чтобы выйти во двор. Если что-то делать... Да ничего не хотелось. Возникла страшная мысль. Застрелиться. Пошел на зимовье, нашел под стряхой револьвер. Зарядил один патрон. Он сел на чурку, намереваясь сделать роковой выстрел. Долго смотрел куда-то сквозь деревья. Потом вдруг услышал, как летают пчелки. Подумал. А как они останутся без него? Стало жалко маленьких тружениц, продолжавших работать, несмотря ни на что. Встал, засунул револьвер в карман, подошел к ульям. Долго смотрел, как теснуют в летку и обратно. Понял, что им не легче, чем ему. Они не плачут. Почему тогда он должен лишить себя жизни? Как бы ни было, надо жить. Не он давал себе жизнь, не ему ее лишать. Возможно, завтра, через день, неделю, на будущий год, все изменится в лучшую сторону. Эта надежда уберегла Яниса от страшного намерения. С первыми зазимками пришла настоящая осень, за ней зима. Обычные для этого края снег, морозы не баловали. Приходилось чистить дорожку к ручейку, топить печь, несколько раз в сутки готовить дрова и охотиться. Промысел оставался главным ремеслом в его жизни. Охотник старался добыть как можно больше пушнины, чтобы летом было с чем идти к староверам. Весна была ранней. Снег сошел быстро, освободив землю для травы. Вместе с ней позеленели листочками рябинки, березки. Напитались смольем, хвойные деревья. Вешняя вода прогнала лед, очистила русло рек. Благовухающая тайга открыла для прохода тропы. Раньше обычного Янис скопал землю, посадил картошку, зерновые культуры, вытащил из мшанника пчел. Торопился и радовался. Скоро троицкая неделя, после нее надо идти на встречу с Дмитрием и Андреем. Считал дни в нетерпении, пересматривал пушнину. Сезон прошел недаром. Добыл пять соболей, десяток норок, три выдры, около двухсот белок. Есть что показать старобрядцам. Наконец наступил положенный срок. Собравшись в дорогу, который раз внимательно осмотрел хозяйство, развел вокруг дымокуры, чтобы, не дай бог, в его отсутствие не пришел медведь. Рассчитывал вернуться через три-четыре дня. К знакомому месту он подходил быстрым шагом, почти бежал. Вдруг его ждут. И каково же было его разочарование, а затем и недоумение, когда не обнаружил следы присутствия людей. Нет, они были. Размытые дождями кострищи, вешало для просушки сетей под деревьями, вертикально поставленные под елями сухие сутунки для костра. Не веря своим глазам, метался по берегу, надеясь найти хоть какую-то мелочь, свежую щепку, след на песке. Ответом была замытая вешней водой коса, где не наступала нога человека, до старой пеньки. В этом году Дмитрия Андрея здесь не было. Теряясь в догадках, стал ждать. Надеялся, что вот-вот на противоположном берегу раздвинутся тальниковые заросли, из них выплывет знакомая долбленка. Жил на переправе долго. День, другой, третий. Жег большой костер, варил уху. Придут голодные, будет чем накормить. Хотя понимал, что из его котелка есть не будут. На третий день к вечеру решился переплыть на другой берег. Думал, что братья рыбачили, но не переплывали сюда, стараясь не выдавать себя. Срубил сухую пихту, связал плод. Благополучно перебравшись, пошел вдоль берега. В дальнем углу тихой курии нашел спрессованную снегом долбленку. Осенью, после рыбалки, Дмитрий и Андрей вытащили лодку из воды, уложили на лёжки и перевернули, но весной не откопали. Тяжёлая, сырая масса плотного снега раздавила посудину в лепёшку, а к скорлупу кедрового ореха. Неподалёку под елью в сухом месте висела сеть для режевания. Внимательно присмотревшись, понял, что в этом году её не использовали для рыбалки. Охотка озадачила и насторожила. Неприятное предчувствие закралось в душу. Не сомневался, что со староверами что-то случилось. Не раздумывая, несмотря на поздний час, и запрет пошёл в деревню. Сразу от берега начиналась хорошая конная тропа. По ней братья возили на лошадях рыбу. Сейчас её замыло водой, не было свежих отпечатков копыт. Кое-где через неё лежали поваленные деревья. Всё указывало на то, что здесь никто не ходил с прошлого года. Несмотря на ночь, тропа привела Яниса к знакомым покосам. Сюда он приходил осенью, ждал Катю. После его ухода тут немногое изменилось. Разве что зимой старобрядцы вывезли сено. Чистая, без кочек, камней и корней, площадь радовала густой, едва не попоя с травой. Через пару недель можно начинать коси. Не задерживаясь, пошёл знакомой дорожкой, вскоре вышел на околицу, остановился перед Паскотиной, раздумывая, идти дальше или подождать. Ранний рассвет растворил ночную мглу, но не прогнал сгустившийся над деревьями туман. И текстарообрядцам небезопасно. Не ждут, могут натравить собак, или, ещё хуже, в молоке пальнут из ружья. Решил оставаться на месте, пока не уйдёт темнота, а там будет видно. Отошёл на небольшое расстояние в сторону, устроился на пригорке. Отсюда, с некоторой возвышенности, должно быть хорошо видно дом Кати. С затаённым дыханием подумал, что сегодня увидит девушку, хоть издалека. В ожидании несколько раз принюхивался, чувствуя стойкий запах гари. Слушая тишину, удивлялся, почему не лают собаки. Обычно в эту пору они должны подавать голос. К тому же не поёт петух и не мычат коровы. Всё это казалось странным. Наконец-то из-за покатой горы выглянуло солнышко, постепенно растворило разлывшуюся пелену. Сначала Янис не поверил своим глазам. Вместо первичных домов и хозяйственных строений размытые чёрные пятна. Проявляясь, они представили страшную картину пожарища. Бросился к дому Кати, подбежал, остановился рядом. На его месте останки обуглившихся брёвен. Всё, что раньше было крепкой усадьбой, сожжено дотла. Дом, летняя кухня, стайки, пригоны, дровинники, сеновалы, погреба. Всё с ними, сельскохозяйственное орудие труда. Он видел обгоревшуюся накосилку, плуг, веялку, молотилку. В зале валялись искорёженные огнём металлические предметы, служившие хозяевам в быту и работе. Чугунки, прихватники, котелки, допоры, косы. Создавалось впечатление, что застегнутые пожаром хозяева не могли в суматохе спасти своё добро. Я неспосмотрел вдоль улицы. Соседские дома и постройки также были преданы огню. Вся деревня, семь домов выжжены дотла. Как будто страшный пал, подхваченный сильным дуновением ветра, в одночасти слезнул всё, что строилось долгими годами. Ещё в прошлом году, рассматривая далеко расположенные друг от друга дома, Янис сделал вывод, что всё у Старовевов построено добротно. Никакой ураган не мог перекинуть пламя с одной крыши на другую. Получалось, что деревня была выжжена специально. Но кем и зачем? На этот вопрос дать ответа он не мог. Сначала предположил, что старообрядцы, скрываясь от гоняний, сами сожгли свою усадьбу, ушли в тайгу ещё дальше. Тот час отмёл эту мысль. Они бы не бросили сейлки, веялки и топоры. Для жизни в природе любая железка имеет особую ценность. Даже консервная банка из-под тушёнки, ржавый гвоздь, всё идёт в дело. Прошёл по двору. В углу у калитки уцелевшая собачья будка. Возле неё останки собаки на цепи. Шкура и плоть успели разложиться, остались кости, в черепе небольшая дырка, пулевое отверстие. Вероятно, она была убита. Это открытие заставило пройти по тем местам, где находились пригоны для живности. Нигде я не заметил останков сгоревших коров, лошадей или куриц. Скорее всего, они были выгнаны из стаек ещё до пожарища. Смотрел в огород. Земля голая, ничего не посажено и даже не вспахано. Значит, трагедия случилась ещё до посевной, скорее всего, зимой или ранней весной. Из-за снега пламя не смогло достать заборы из жердей, находившихся в пяти метрах. Также нигде не виднелись свежие следы человека или животного, только прошлогодние. Более точный срок для ответа нашёл на усадьбе Дмитрия. В уцелевшем сарайчике увидел в берестяных туесах огуречную рассаду. Агриппина высадила семена заранее, держала их в тёплом месте. Многие из них погибли из-за нехватки воды, но несколько корней чудом выжили. Прикинул, что семена высаживают в середине апреля, а значит, деревня была сожжена чуть позже. Он долго бродил по пепелищам, зашёл почти на все усадьбы от одного конца деревни в другой. Находил обгоревшие ножи, ружья, подковы, металлические предметы от сбру и уздечек, кованые гвозди, тёсла, топоры, молотки. Когда-то всё это служило людям, теперь никому не нужно. Многие орудия можно было бы использовать в работе, но я ни с ничего не взял, посчитал грехом. Из всех построек в деревне целой осталась только избушка для людей с ветром, где он жил в прошлом году. Дверь нараспашку, те же нары, стол, лавка, окно с натянутым мочевым пузырём, чурка перед входом, небольшая поленница дров у стены, пустая безрезных игрушек полка. Подавленно осматриваясь, присел на чурку, закрыл ладонями глаза, задумался. Казалось, что вот сейчас прибежит Никитка из дома наискосок с корзинкой в руках или выйдет Катя. Может, Дмитрий с уздечкой в руках пойдёт за лошадьми. Почудил, что слышит чьи-то шаги, вздрогнул, подскочил. Нет, никого. Вокруг пепелища, выжженная деревня. Исчезли люди, неизвестно куда, найти следы невозможно. Солнце подкатывалось к зениту. Пора уходить. Я не слышал за околицу, в последний раз оглянулся. Недолго смотрел на бывшее староверческое поселение. Здесь жили люди долгое время. противоборство и силам природы выживали в тяжёлых условиях, обжились, трудились, никому не мешали, и вдруг разом ничего не стало. Страшно. Вернулся к себе на зимове на следующий день. Всё было как прежде. Изба, картошка, овёс, пчёлки. Даже ручеёк под пригорком журчал знакомым голоском. Ничего в этом мире не изменилось. Однако не хватало главного. У него потерялась последняя ниточка связи с людьми. Теперь нет надежды на встречу, нет радости от общения. Он не услышит человеческую речь, никто не протянет руку. С этого дня надо надеяться только на себя. И потянулись дни, недели, годы, полные тоски и одиночества отшельнической жизни, в которой не было праздников и просветлений. До тех пор, пока Янис не решился на последний шаг. Чем так жить, лучше смерть. Зента говорила много и долго. Прошло несколько часов после начала допроса. Передо мной лежал протокол на 18 листах бумаги. Не знаю, случайно или нет, но его объем совпал с годами жизни Яниса в тайге. Когда поставил точку и попросил подписаться на каждой странице, он не смог. Разучился писать, за него расписалась сестра. Мне оставалось найти свидетелей, которые могли бы подтвердить слова Зенты и приложить какой-то документ, подтверждающий личность Яниса. Свидетели есть, спокойно ответила Зента. Вон, вся улица его помнит те, кто остались. А вот метриков нету, забрали, когда приходили за отцом и братьями. Вместе пошли к соседям, постучались в первый дом слева, вышли две женщины и старик. На мой вопрос согласно кивнули головами. Да, это Янис, Мариса, Вереда, сын. Попросил подписаться на бумаги, те охотно поставили свои инициалы. Пошли дальше через улицу, вызвали хозяев. На зов выскочила женщина, лет за тридцать, за ней дед и юноша лет пятнадцать. Тщательно прячу под платок поседевшие волосы, хозяйка назвала свою фамилию и имя, закивала головой. Инга Юлзе, девичья, Берзиньш? Да, это Янис. Подписалась на бумаги, поспешно скрылась за воротами. Было слышно, как она заплакала на взрыв. Это она? Спросил я, когда мы отошли на некоторое расстояние. Да, перед войной как раз вышла замуж за Витаса Юлзе. Родители настояли. Самого Витаса убили войну. После обхода по соседям вернулись назад. Осталось поставить контрольный штрих. После некоторого умолчания, отведя в сторону, взгляд, потребовал. Надо сдать оружие. Зента передала мой приказ. Я несогласно кивнул, зашел в дом, вынес карабин, револьвер и все оставшиеся патроны. Что-то пробормотал сестре, та сказала, ружье не отдаст, в тайге оставил, память от отца. Я молча переписал номера стволов, протокол, собрался уходить. Слава тебе господи, разобрались. Может, останетесь с нами пообедать? Голодные небось? От еды не отказался. Жаль мне было обоих. Их ждали долгие разбирательства, доказательства. Я не признался, что убил двух человек. Пусть бандитов, а это уже было уголовное дело. Не известно, как повернет суд. Зента предлагала остаться до утра. Куда на ночь глядя? Утречком и отправитесь. Хотя мне предстояло дальняя дорога назад, отказался, сославшись на неотложные дела. Уходя, еще раз посмотрел на Янис. Тот стоял, опустив руки с поникшими плечами, слегка сгорбившись, с резкой паутиной морщин на постаревшем лице, седыми волосами. Он был похож на старика, а ведь ему было всего лишь тридцать пять лет. Тем не менее, в глазах искрилась радость от того, что теперь он не одинок с людьми, еще потому, что остался живой, не пропал, как отец братья, к тридцать седьмому году. Грязная дорога от деревни до трассы, как и утром, показалась долгой и трудной. Прошло около двух часов утомительного пути, прежде чем я, до колен перепачкавшись в жижи, выбрался на грунтовку. К тому времени подступили сумерки, в желто-серую полосу было видно хорошо. Ждать попутной машины было бессмысленно. В этот час по тракту могли бродить только медведи или волки. Мысленно проклиная свое упрямство, жалея, что не остался ночевать у Веридов, подкинув на плеча тяжелевший карабин Яниса, подался в нужном направлении. За час прошел около пяти километров. Насквозь промокшие сапоги казались пудовыми гирями. Ремень оружия давил на плечо, пропитанная потом фуражка нахлобучилась на уши. Я устал, хотел есть и спать. Возникла мысль, отойти куда-нибудь в сторону, развести костер и завалиться возле огня. На отсутствие подходящего места и деревьев пресекали от пустой затеи. Мне ничего не оставалось, как продолжать шагать. И все же повезло. Далеко позади послышался монотонный, завывающий на пригорках мотор машины. Вскоре я увидел свет режущих темноту фар, два желтых глаза, узнал знакомый Студебекер и, не отходя от дороги на обочину, радостно поднял обе руки. Увидев меня, Пашка сбавил скорость, остановился. Когда я залез с грязными сапогами в кабину, улыбнулся, как родному брату и спросил уставшим голосом, что дядя закусило? Есть маленько, в том ему ответил я, запоздал, пришлось пешком топать. Как будто тебя по светлу ждала машина, недовольно выпитил нижнюю губу тетя Саша нехотя уступая место. Я думал, охотник какой по ночи шастает, а ты сам пехом решил, включая скорость, продолжал Пашка. Туда без ружья был, теперь назад уже с карабином. Он его убрал, это зент и изъял, ответил за меня всезнающая вобла. Неужели непонятно? И уже ко мне. Разоружил бандюгана? Правильно, нечего народ пугать, а то иж все мужики как мужики воевали, а он, птица вольная, в тайге отсиживался. И понесла всякую ересь. В этот час тетка Александра была в исключительно плохом настроении. Долгая дорога туда и обратно, прием товара измотали ее, сделали злой и сварливой. Теперь вобла весь негатив изливала на Яниса, хотя не знала всей сути. Перемывая кости по наслышке и по собственным предположениям, рассказала про дезертиров в полной краске. Как в то время, когда страна воевала и голодовала, он жил припеваючи, миловался с женщинами и жрал от пуза, да и вообще. Она не договорила. Набравший к этому времени скорость студик встал как вкопанный. Пашка тормознул так, что заглох двигатель. Через кабину из кузова полетели какие-то ящики, банки, бутылки. Не ожидавшая резкой остановки вобла не удержавшись резко подалась вперед, ударившись головой о лобовое стекло. Что ты орешь как недорезанное? Сильными руками вцепившись в руль, будто выжимая из него соки, закричал Пашка. Откуда ты все знаешь? Ты что там была? Видела его? Ты себя сука вспомни как в войну на складах отъедалась. Вспомни как тетка моя у тебя стакан муки просила, а ты ей не дала. Или расскажи как с директором тушенку да колбасу списывали, а сами по ночам фуршеты устраивали. Не правда? Поделись как у баб приисковых золото со свинцом мешали. Бросив баранку, Пашка выскочил на улицу, спрыгнул с подножки, хряснул дверцей так, что рассыпалось боковое стекло. Начал собирать разлетевшиеся на дороге продукты. Я молча вылез за ним, помогая, спросил, что ты так на нее? Нехрен грязь на людей лить, когда у самой юбка в навозе, у самой вон мужик бронь имел, вроде как больной, какой больной? На коней не догонишь, об лоб попросят, можно добивать, дворником работал, она же ему бронь выписала с военкомом, нетрудно догадаться за что. постепенно успокаиваясь закурил, поднял с дороги целую бутылку со спиртом, отковырял сургуч отверткой, достал из бардачка стакан, налил половину. Давай начальник выпьем за тех, кому пришлось и кто не смог. Я не отказался, понял его настроение. Собрали продукты, загрузили в кузов, сели в кабину, Пашка завел отрепетированный двигатель, включил передачу. Быстро набирая скорость, студик мягко покатил по дороге. Остаток пути молчали. Пашка уверенно крутил руль, в облопых тела носом. Я, переосмысливая случившееся искоса, с уважением посмотрел на фронтового водителя. Утром следующего дня в 8 часов пришел на доклад к краю, доложил о прибытии, передал протокол допроса и оружие. Виктор Федорович во время разговора часто вскакивал со стула, волнуюсь, молча ходил по кабинету, выслушав мой доклад, отпуская, задумчиво протянул. Тяжелая, запутанная история. Через час находясь в своем кабинете услышал, как пришла экспедитор Александра Воблер. Ворвалась в кабинет начальника с заявлением на Пашку Зыкова. Долго кричала, что-то доказывала. Через некоторое время Краев позвал меня к себе и угрюмо спросил. Вот гражданка Воблер говорит, что ты был свидетелем того, как гражданин Зыков ее вчера избил. Не знаю, не видел. Холодно ответил я. Через месяц меня повысили в звании, дали другую должность, предложили работать в Красноярске. Я уехал и, к сожалению, не знаю дальнейшей судьбы Яниса Вереда. Вспомнить о нем Тере помог случай. Однажды в начале 70-х годов по заданию управления, занимаясь архивами, наткнулся на папку под грифом «Секретно». Прочитал знакомую фамилию, ознакомившись с делом какое-то время был подавлен приговором. В нем значилось, что Марис Витлович Юрис Марисович и Андрис Марисович Вереды были арестованы 5 октября 1937 года по статье 58 Осуждены 15 ноября высшая мера наказания. Приговор приведен в исполнение 17 ноября 1937 Как-то меня пригласили на юбилей моего начальника, а заодно провожали на пенсию. Шикарный банкет сначала проводили в дорогом ресторане, потом избранные лица, в том числе и я, переехали к нему домой. В ожидании приглашения за стол, показывая свои комнаты, хозяин представлял коллекцию вещей, каждую связывал с каким-либо событием или делом. Там были ножи, шашки времен гражданской войны, какие-то поделки. Наконец добрались до деревянных сувениров, игрушек, ручной работы. С нескрываемой гордостью генерал представил глухаря и косулю, вырезанных из дерева неизвестным мастером. Позже я узнал, что во время войны юбиляр был начальником карательного отряда, разыскивавшего в тайге укрывающихся дезертиров и старообрядцев. Как с ними поступали, знают лишь суровые законы того времени. Конец книги. Книгу для вас читал Костя Суханов. Ваше предложение и пожелание можно оставлять в ВКонтакте Костя Суханов. Ошибиться сложно, потому что на стене будет выложена эта книга. А также по номеру телефона плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. До скорых встреч, друзья! Субтитры 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 Субтитры